Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью Я сделал свой выбор забытый шиноби, и там я был избранным место Мира бы выбрали за городу, в душе у ребёнка оставили радость, забытый огонь На моём пальце, крот на клинке, я себя на кацюке Наша история начинается с того, что Наруто Узумаки закончил Академию. Сегодня он стал гениным Канахи. Казалось, ничто не испортит ему настроение. Решив погулять с подружкой, Наруто направился к клану Хьюго. Когда он пришёл к нужному месту, то увидел, как Химата поцеловала их одноклассника в щёчку, а потом пошла с ним гулять. Наруто не стал им мешать. Узумаки развернулся и хотел уйти, как около него появился Наджи. Не думал, что так получится, сказал Шатен. Что сделано, то сделано, ответил Наруто. Ты по-любому найдёшь себе другую, сказал Наджи. Передай Хиашисину, что наш договор больше не действует. Я больше не зайду в клан Хьюго, и клан Хьюго больше не будет получать печати клана Узумаки для своих Шиноби, проговорил Блондин. Хорошо, сегодня я ему это передам. Может потренируемся? Задал вопрос собеседник. Нет, прости, Наджи, я лучше прогуляюсь немного, сказал Наруто. Узумаки засунул руки в карманы и отправился в сторону парка Канохи. А Наджи отправился к Хиаши. Когда Наджи пришёл к ним в дом, он постучался, и дверь открыл Хиаши. Хиашисин, Наруто Узумаки просил передать. Что больше он не будет продавать печати клана Узумаки нам. И на территорию клана он больше не зайдёт, сказал Наджи. Где он сейчас? Спросил Хиаши. Не могу знать, но сейчас ему надо побыть одному. А что случилось-то? Он увидел, как Хиното поцеловала в щёчку Минму, и они пошли гулять до клана, ответил Наджи. Не очень хорошо получилось, жаль Наруто. На сердце не прикажешь, надо поговорить с Наруто и объяснить ему в сё. И хотелось бы потерять его, придётся значит по новой договариваться, сказал Хиаши. Он направился в сторону парка, сказал Наджи. Спасибо Наджи, найди Хиното и приведи её домой. Передай, что она под арестом, сказал Хиаши. Наджи отправился за Хиното и Хиаши в парк к Наруто, чтобы поговорить. Когда он туда пришёл, увидел Наруто, который общается с Четвёртым на повышенных тонах. И Хиаши решил позже поговорить с Наруто. Когда Наруто пришёл в парк, там он увидел, как Кушина гуляется с Митана Микадзе. Наруто решил не мешать им и сел подальше от них на лавочку и сидел, пока его не взяли за плечо. Ты чего унылый? Спросил Минато. Не ваше дело Хакагисума, сказал Наруто. Зачем так официально, можно просто папа, сказал Минато. Папа и ты считаешься для Минма и Мита. Ты всегда им помогал, даже когда вы попросили меня съехать, потому что Минма и Мита боялись меня. Так не ваше дело Хакагисума, сказал Наруто. Говори, что случилось? Пока леща не дал, сказал Минато. Ваш сын Минма на Микадзе встречается с Хинатой Хьюгой. Которая мне нравилась, ответил Наруто. Сынок, пойми, он не знает, что неправильно поступает. Точка сегодня приходи домой, я думаю мы решим этот вопрос, сказал Минато. Ноги мои не будет в вашем доме, и не сынок я вам. Родители никогда не скажут своему сыну, чтобы он покинул их дом. Тем более в 10 лет, прошипел Наруто. Мама очень хочет с тобой поговорить и узнать, как ты, сказал Минато. Передайте Кушенисон, пусть заботится о своих лучших детях. А не спрашивает, а как дела у джинчирики, сказал Наруто. Я тебе щас точно леща дам, громко сказал Минато. А теперь извините, мне пора идти. Я не как ваши дети, которые всегда сидят дома и покупают звание генинов. Я из тех, кто берет, что ему нужно своим трудом, сказав это Наруто встал и пошел на выход из парка, а Минато просто смотрел ему в спину, понимая, что лучше бы они тогда оставили его дома. Минато переместился к Кушани Смита и решил прогуляться с ними и все обсудить с женой. О, любимый, как хорошо, что ты тут, сказала Кушена. Папа, ну наконец-то ты с нами погуляешь, сказала Мита. Мита, доченька, иди пока прогуляйся одна, нам с мамой надо поговорить, сказал Минато. Хорошо, но потом мы пойдем обедать вместе с Минмой и его подругой, улыбнулась Мита. Мита побежала к друзьям, которые были тоже в парке. Что случилось, Минато? Спросила Кушена. Я насчет Наруто, его надо вернуть домой, я уже не могу дома без него, дом опустел, сказал Минато. Понимаю, я тоже хочу, но он не хочет этого, я попыталась с ним поговорить. Он даже отказался меня мамой назвать, сказала Кушена. Что будем делать? Спросил Минато. Надо узнать, может у него есть девушка и попробовать с ней поговорить, сказала Кушена. Ему нравилась одна, Хинато Хьюга, но Хинато выбрала Минму, сказал Минато. Как бы это боком Канухи не стало. Дорогой, нам надо с ним поговорить все вместе, может он сможет понять нас и вернется в дом, сказал Кушена. Влиять на него я не могу, приказать тоже не смогу. Хоть он маленький, но уже завелся поддержкой трех кланов, сказал Минато. Он быстро у нас вырос, все идем поговорим с ним, сказала Кушена. Вечером я попробую привезти его в дом, может смогу с ним найти решение, сказал Минато. И позвали Миту и пошли в заведение, где Кушена и Минато увидели, как Минма пришел с Хинатой. И туда зашел Наруто, когда его увидели Минато с Кушеной. Они думали, что сейчас Наруто что-то выкинет, чтобы сделать им больно. Хоть они сами этого заслужили своими поведением. Но Наруто просто сел за свободный стол и к нему подсели два главы кланов. Учиха Хьюга.Ка не хотел подойти Минма, чтобы поговорить с Хиаши, насчет Хинаты. Но его за руку взял Минато. Не лезь, сказал Минато, я поговорить с Хиаши-сан, нас что меня и Хинаты. Сказал Минма. Минма сынок, потом поговоришь. А теперь давайте кушать, сказала Кушена. Мама, а почему Наруто не помогает нам с Минмой в тренировкой? Спросила Мита. Вырастить и поймете сами, а теперь кушать, сказал Минато, и они начали кушать. Переходим к Наруто. Фугакусан, Хиаши-сан, что же давайте обсудим процесс передачи печати и денег, сказал Наруто. Наруто, скидку же сделаешь? Спросил Хиаши. Нет ее не будет, хватит делать мне скидки. Из-за этого я уже начинаю ощущать проблему с финансами, сказал Наруто. Наруто давай так, клан учих будет брать печати. Но если ты сделаешь 10% скидку, сказал Фугаку. 10%, Хиаши-сан, что же это немного, хорошо я согласен. Завтра я передам вам 100 печатей. Постой буду делать раз в неделю. Деньги передавайте в свитках запечатанными. Не хочу, чтобы их кто видел кроме меня, сказал Наруто. Что же тогда я в деле, как и клан? Надеюсь, Наруто, что ты не будешь держать обиду на клан, сказал Хиаши. Обида нет никакой. Зато теперь я выучил один урок. А теперь простите, я бы перекусил, а то после Академии еще не кушал, сказал Наруто. И Наруто взял меню. Главы кланов решили пообедать с ним и через минуту они заказали. Через 5 минут им принесли еду. Приятного аппетита, сказал Наруто, и они начали кушать. За этим все время наблюдали Минато скушенные и были шокированы, как Наруто загибает двух глав кланов по себя. Минато решил поговорить с ним и подошел к ним. Наруто надо поговорить, сказал Минато. Печати для Канухи поставлять не буду, значит разговаривать больше нечем, сказал Наруто. Сегодня зайди домой, надо кое-что обсудить нам с тобой, сказал Минато. «Буду ждать вас у себя дома, приходите поговорим», сказал Наруто и Минато сел за стол к кушанию детям. «Минато, ну что?» спросила Кушена. «Сегодня я поговорю с ним, у него дома. Канам он и день не хочет», сказал Минато. «Высокомерный позор», сказал Минма. «Минма не говорит так, он твой брат, еще раз услышу получишь», сказала Кушена. «Мама, а почему Наруто и правда не приходит домой?» спросила Минато. «Три года назад, если вы забыли, то и Мита с Минма умоляли нас, чтобы вы переселили его, точка, вы говорили, что вам страшно из-за него, и в этот день я совершил большую ошибку, точка, сказал Минато. «Я не помню», сказала Мита, «а я помню, как хорошо тогда было. Его комната стала моей второй комнатой, точка, сказал Минма. «Что-то мне подсказывает, что вы его не боялись», сказала Кушена. «Я не помню маму, честно», сказала Мита. «Да какая разница, он все ровно покинул дом и не вернется, точка, сказал Минма. И официант принес счет, Минато расплатился и переместился в кабинет Хакаги, точка, чтобы подумать, как быть с Наруто. Вечер на это же дня Наруто был дома, он ждал гостей к себе, точка, он отправил клонов за продуктами, а сам готовил покушать, точка, восьми часам в дверь постучались, Наруто открыл дверь, там была вся семья Хакаги и Хинато. «Я думал это семейный разговор», сказал Наруто. «Замолчи, она со мной», сказал Минма. «Тогда до свидания», сказал Наруто. И Наруто хотел закрыть дверь, но Кушена поставила ногу. «Сынок, давай поговорим», сказала Кушена. «Кушена, сын, вы пришли ко мне с посторонним для меня человеком. Разговора не будет пока она тут», сказал Наруто. «Хинато-чин, идите с Минмой прогуляйтесь, а мы пока поговорим», сказал Минмато. «Я тебе это припомню, урод», сказал Минма. «Хакаги-сама, смотрите за своим сыном внимательней». «За эти слова я уже могу его избить», сказал Наруто. «Давайте уже пройдем и поговорим», сказал Минмато. И они зашли в квартиру Наруто, они были удивлены, как у Наруто все обставлено и красиво. «Сынок, откуда у тебя деньги на все это?», спросил Акушена. «Кушена, сын, ваш сынок сейчас гуляет с Хинато и Санточка о том, что подарки кланов, что я купил на деньги от продажи печатей», сказал Наруто. «Да красиво у тебя тут, братик», сказала Минмато. «Не называй меня никогда братом Минмато-санточка, а теперь давайте за стол там все и обговорим, что вы хотели», сказал Наруто. «Все прошли на кухню, где сели на татами, и начали кушать». «Удобно тебе кушать с маленького стола?», спросил Акушена. «Очень удобно, не будем забывать, это традиции клана Узумаки», сказал Наруто. «Может завтра придешь домой?», спросил Минмато. «Я уже дома», сказал Наруто. «Сынок, хотя бы раз в неделю приходи к нам», сказала Акушена. «Даже раз не приду, как я знаю в традициях клана Узумаки. Если родители выгонят своего ребенка из дома, они перестают быть ему родителями», сказал Наруто. «Откуда ты это знаешь?», спросил Минмато. «Вам это не нужно знать, об этом знают только Узумаки, так и останется точка, раз мы поговорили, вы покушали. Прошу вас покинуть мой дом и без приглашения не приходят в него никогда. И да, чуть не забыл. Если я вдруг окажусь в команде с Минмой на Микадзе или Мита на Микадзе, поверьте, точка, и откажусь сразу быть Шиноби, деньги я могу зарабатывать на печать их, притом неплохо. Так что вам нечем будет меня заинтересовать, шантаж тоже не получится», сказал Наруто. «Я тебя понял». «Дорогая, нам пора», сказал Минато. «Наруто прости нас», сказала Акушена. «Узукаги пусть простит вас, и да он скоро придет в Канаху. Как я знаю, я захочет поговорить с вами насчет меня. Так что оставьте эти слова для него, а меня оставьте в покое», сказал Наруто. «Он уже знает все», спросил Акушена. «Пока нет, но как прибудет я все скажу ему», сказал Наруто. «Ура, дедушка скоро придет», сказала Мита. «Вам пора», сказал Наруто. И семью Хакаги покинули квартиру Наруто. Наруто убрался дома, помыл посуду и лег спать. Утром Наруто проснулся, умылся, позавтрак и оделся. Через десять минут он вышел из квартиры и отправился в академию, по дороге он встретил друзей. «Наруто, что ты вчера сказал моему отцу, что он пришел на кипише?» спросил Саски. «Да, это насчет печати клана Узумаки», сказал Наруто. «Хиашисан, тоже ходил до ночи и нервничал», сказал Наруто. «Давайте потом об этом поговорим, как думаете, в какие команды мы попадем?» спросил Наруто. «Главное, чтобы не смену Мита», сказал Саски. «Это да, а то они заебут с фразой «Мой отец Хакаги», сказал Наруто. «Наруто, тебе печать не мешает?» спросил Наруто. «Иногда, но стараюсь не думать об этом», сказал Наруто. «Как Узумаки прибудет, я попрошу его снять ее с тебя. Насчет Хиашисана не волнуйся, я смогу договориться», сказал Наруто. «Из-за этого могут быть большие проблемы», сказал Наруто. «Не в первую проблему мне решать, так что все нормально», сказал Наруто. «Ха, смотрите, голубки идут», сказал Саски. «Да хрен с ними, пусть воркуют, пока живые», сказал Наруто. «Ты хочешь их убить?» спросил Наруто. «Нет, ты чего, просто сам посмотри, Минма слаб физически, точка он не развивается и вылазит за счет отца». «Хинато, то же самое, что и Минма», сказал Наруто. «Это да, жаль, что не будем в одной команде», сказал Саски. «Было бы отлично», сказал Наруто. «Все идемте уже побыстрей, а то опоздаем», сказал Наджи. И они ускорились, чтобы не опоздать на распределение. Они как раз прибыли во время и заняли свои места. Все команды были поконаны, кроме двух. «Команда номер семь Саски-Очхо, Сакура Харону и Сай, ваш наставник Какаши-Хатаки», сказали Рука. «Что же, видимо, Хакаги так и не понял, что я не шутник», сказал Наруто. «Наруто, ты чего?» спросили Рука. «Я в команде с Минма и Мита», спросил Наруто. «Да, а что?» сказали Рука. «Я отказываюсь быть шиноби. Лучше я сам сдохну, чем поверю свою спину им», сказал Наруто. Наруто снял бандану, положил ее на парту, выпрыгнул в окно и направился домой. Но по дороге он увидел Узукаги, который стоял и смотрел на него с улыбкой. «Может, обнимешь старика?» сказал Акару. «Я бы рад старик», сказал Наруто. И Наруто обнял Акару. «Что же, мне тут сказали, что ты покинул дом родителей, точка», сказал Акару. «Не я покинул, а меня выгнали», сказал Наруто. «Ну-ка идем к Минато, сейчас узнаем, насколько он быстрый», сказал Акару. «Наруто с Акару пошли в резиденцию, там Акару не стал стучаться и с ноги открыл дверь, и дверь слетела с петель. «Что же, Минато, почему вы скушенные мне сказали, что Наруто сам покинул дом?» «А сейчас я узнаю, что это вы его выгнали из дома?» сказал Акару. «Минато все сказал, про Минму Смита, и что они боялись его. Зря вы его боялись и выгнали из дома. Бояться стоило вам только меня и ВСЁ», сказал Акару. «Наруто, а где твоя бандана?» спросил Минато. «Я вам вчера говорил Хакаги Сума. Если вы поставите меня в команду с вашими детьми, я откажусь быть Шиноби». «Я держу свое слово», сказал Наруто. «Внучок, а что с ними не то?» спросил Акару. «Они высокомерные, избалованные и наглые люди. Плюс они не тренировались уже очень давно, спину я таким людям не доверю никогда», сказал Наруто. «Думаю, Минато поменяет команды, чтобы ты был Шиноби. А если нет, я покажу, почему меня стоит бояться», сказала Акару. «Все команды укомплектованы, я ничего не смогу сделать», сказал Минато. «Поверьте мне Хакаги Сума, я знаю, ка будет дальше. Мы поменяйте команды, чтобы ваши дети могли стать Шиноби. И в этот момент я приду к вам и скажу вам. «Каково это прогнуться под детьми ради того, чтобы они стали Шиноби», сказал Наруто. Наруто вышел из кабинета Хакаги и Акару пошел следом за ним. Как Наруто с Акару покинули кабинет Хакаги, они направились покушать. Но по дороге они встретили Минму Смита. «Демон, иди отсюда», сказал Минма и Акару прописал ему леща. «Научись разговаривать с старшими братьями», сказала Акару. «Он мне не брат», сказал Минма. «Старик, я пойду, тебе еще с внуками общаться», сказал Наруто. И Наруто направился домой, убрав руки в корман. «Дедушка, пойдем с нами к отцу», сказала Акару. «Делать мне там ничего». «Я уже знаю, что Наруто отказался быть Шиноби», сказала Акару. «Потому что слабак, раз так сделал», сказал Минма. Акару еще раз дал ему леща. «Этот слабака, ты говоришь, в свой 13 лет. Поставил раком три клана в Канохе, и наладил свое дело», сказала Акару. «Если бы я хотел, я бы то же самое бы делал», сказал Минма. «Ага, так я и поверил», сказала Акару. «Дедули, давай дома поговорим. Сейчас мы к отцу, а потом домой зайдем и все обсудим», сказала Мита. Мита побежала с Минмой к отцу. Акару пошел к Кушани, чтобы настучать ее по голове за Наруто. Спустя час, в дверь Наруто постачали, он открыл ее, там был Анбу. «Наруто, тебя хочет видеть, Хакаги», сказал ворон. «Счез, приду и тачи», сказал Наруто. «Через десять минут Наруто был уже в кабинете Хакаги. Там была Мита с Минмой командой номер семь. «Значит я был прав, поздравляю вас, Хакаги. Вы прогнулись под своими детьми», сказал Наруто. «Ты тоже мой сын», сказал Минато. «Я нет, если вы не заметили я Узумаки, а не на Микадзе. Так что мимо», сказал Наруто. «Закрой рот, демон, и слушай, Хакаги», сказала Сакура. «Еще раз так меня назовешь, и твоя голова упадет», сказал Наруто. «Ага, демон», сказала Сакура. И около Наруто появился Минато и поймал его руку. «Не стоит этого делать», сказал Минато. «Скажи спасибо, Хакаги, что ты не умерла», сказал Наруто. «Демон, не выпендривайся», сказал Минма. Наруто просто взял с развороту с ноги и прописал Минма в бок. «Не позволю никому называть меня демоном», сказал Наруто. «Ты будешь в команде номер семь», Сай захотел поменять команду, сказал Минато. «Это ваша дочь захотела, а не он. Я не вы, я вижу намного больше вас», сказал Наруто. «Все, иди давай, хватит калечить своего брата», сказал Минато. «Как недавно», сказал Минма, «у меня нет брата», сказал Наруто. «Наруто идем давай», сказал Саске. «Ну пойдем, потренируемся заодно», сказал Наруто. «Стай, демон, теперь моя очередь», сказал Минма. Минма хотел ударить Наруто, но Наруто взял за руку Миту и подставил под удар. «Зачем ты свою сестру ударил?», спросил Наруто. И команда семь покинула кабинет Хакаги. Они направились на десятый полигон, где Кукаши решил познакомиться с ним по новой. «Раз у нас новенький, давайте познакомимся», сказал Кукаши. «Вы Кукаши-хатаки», элитный аджанин, состояли в Анбуканухе. «В данный момент наставник команды номер семь, любите читать книгу «Тактику флирта». «Могу сказать ваше позывное, что у вас под протектором», сказал Наруто. «Удивил, но давай это останется тут». «Никто не должен знать обо мне так много», сказал Кукаши. «Я Наруто Узумаки, люблю тренироваться с друзьями. Еще люблю пообщаться с главами кланов, они очень начитаны. Не люблю, хам, скорее всего такого нет», сказал Наруто. «Про меня ты и так все знаешь», сказал Саски. «А я тебе ничего не скажу», сказал Сакура. «Сакура Харуна, генин сильна в теории, а на практике пустышка. Люблина в Саске, но боишься, что он это узнает. И кратко остыть, и я что сказал это вслух», спросил Наруто. «Да, вслух», сказал Кукаши. «Откуда ты так много знаешь о нас?» Спросил Сакура. «Скажу то, чтобы ты смогла понять». «Клан Узумаки мастер печатает по всей Канохе, стоят мои печати.» сказал Наруто. «Умно ничего не скажешь», сказал Кукаши. «Так вот что за печать была у меня, под окном на карнизе», сказала Сакура. «И не только там, не волнуйся. Я ни разу не подсматривал ни за кем в окна. В отличие от многих я не так воспитан, чё бы так поступать», сказал Наруто. «А ты можешь сказать что-нибудь про всех?» спросил Кукаши. «Вам интересен особый человек или группа людей?» спросил Наруто. «Один, но потом мы это обговорим», сказал Кукаши. «Будет испытание?» спросил Саски. «Нет, я знаю, что вы с Наруто тренируетесь вместе и уже давно. Но потренируетесь теперь втрое. Вы одна команда и должны знать слабости друг друга», сказал Кукаши. «Я не против, если Сакура не будет меня называть демоном», сказал Наруто. «Не буду, ты нормально себя ведешь». «Не думал, что словами Муэмид отличаются от реального тебя», сказала Сакура. «Не верим, они всегда хотят выставить Наруто в плохом свете и зазвести», сказал Саски. «Что к тебе, Саски или ко мне?» спросил Наруто. «Пойдемте ко мне, как раз отец хотел тебя видеть», сказал Саски. «Завтра утром жду вас в восемь около резиденции», сказал Кукаши. Кукаши пропал в Шуншине. Команда номер семь отправила в клану Чехточка, где они начали тренироваться. «Но около Наруто появился Фугаку». «Надо поговорить», сказал Фугаку. «Да давайте», сказал Наруто. «Сегодня я увидел Зукаги и он как-то узнал про печати, что ты продаешь точкой у меня к тебе вопрос, откуда они?» спросил Фугаку. «Фугакусы, насчет этого не волнуйтесь, я их сам делаю. Я научился их делать два года назад. Так что воскресенье хорошо», сказал Наруто. «Не пойми неправильно. Но проблем с Узушей я не хочу», сказал Фугаку. «Проблем не будет». «Узукаги не против этого, так что все хорошо», сказал Наруто. «Но смотри, если что дай знать», сказал Фугаку. «Ага, хорошо», сказал Наруто. Фугаку пропал в белой дымке, и Наруто начал дальше тренироваться в командой. «Когда было уже поздно, Наруто проводился Куру и сам пошел домой. Там его ждала Куру. Долго ты однако», сказал Куру. «Тренировки не бывают быстрыми», сказал Наруто. «И скольки кланам ты продаешь печати?» спросила Куру. «Троим, большие никому не собираюсь их продавать», сказал Наруто. «Проблем с печатями нету?» спросила Куру. «Нет, все отлично, твои уроки не прошли даром», сказал Наруто. «Все-таки хорошо, что я вас в детстве обучал каллиграфии», сказала Куру. «Только я и смог из троих выучить и правильно использовать», сказал Наруто. «Я рад за тебя, Наруто. Я знаю, что ты сильно меня уважаешь, и не откажешь мне», сказала Куру. «Конечно не откажу, ты единственный, кто меня не конит никуда», сказал Наруто. «Наруто, внучок, порадуй старика». «Сходи завтра, самый к кушанье с Минато», сказала Куру. «Прости, но нет, я дал слово, что я никогда не приду к ним», сказал Наруто. «Значит не любишь меня, что же все ясно, тебя учишь всему, а ты не можешь выполнить одну просьбу», сказала Куру. «Якору отпустил голову вниз». «Схожу, старик, только не грусти». «Знаешь же, как уговаривать людей», сказал Наруто. «Ладно, я пойду, а то меня не уже ждут, наверное, «точка, завтра вечером жду тебя там», сказала Куру. «Якору встал, обнял Наруто и направился в дом кушанной Минато». А Наруто искупал, помылся и лег спать. Утром Наруто сделал дело и отправился к резиденции, где они получили задание «точка, поймать кошку, которая постоянно убегает». Они поймали ее быстро, благодаря клонам Наруто. «Потом им дали задание вспахать огород, где они уже без клонов это делали». Клоны были заняты печатями, чтобы Наруто мог их продать. Через три часа они вспахали огород, после этого они получили задание «точка, убраться в парке Канохи». Наруто не стал спорить и начал убирать в парке. Но в один момент он решил подслушать, что делают Минма и Мита. «Он начал искать их благодаря печатям, которые стоят по всей деревне». И Наруто нашел их и услышал, что они ничего не делают. Они выполнили одно задание и отправились домой. «Когда команда Семи брала в парк и они пошли к Хакаги. Хакаги хотел им дать задание и Наруто решил поставить все по местам. Вот скажите мне, Хакаги-сама, чем отличатся ваши дети от других как Шиноби?» Спросил Наруто. «Мне, чем они тоже на задании сейчас?» Сказал Минато. «Не влите, они дома. Они выполнили одно задание и теперь отдыхают. А мы за место них должны что ли выполнять все задание?» Спросил Наруто. «Они не могут быть дома, у них есть задание, так что думай, что говоришь, точка, — сказал Минато. Наруто успокойся, — сказал Какаши. «Раз так используете Хирайшину и посмотрите, что дома, — сказал Наруто. Хорошо, но это в первый и последний раз, — сказал Минато. Минато пропал в желтой вспышке, через десять секунд он появился снова в кабинете. Как ты узнал, что они дома, — и как ты узнал, что они выполнили одно задание?» Спросил Минато. «Секрет клана Узумаки, так что я могу не говорить. Если вы, конечно, Хакаги-сама, если, конечно, не хотите пытать меня, точка, если вы это сделаете, поверьте, у вас будут большие проблемы с Узукаги, — сказал Наруто. Команда номер семь, можете быть свободны, приходите завтра. А ты, Наруто, останься, — сказал Минато. Все кроме Наруто вышли из кабинета и пошли кто куда. «Что вам, Хакаги-сама?» Спросил Наруто. «Много стоят печатек в конохе». Спросил Минато. «Не понимаю, о чем вы, — сказал Наруто. Сегодня я специально проверю дом, точка, и что-то мне подсказывает. Я там найду печать и твою точку, — сказал Минато. Не найдете моих печать и там, а если найдете, то не мои, — сказал Наруто. В кабинете Хакаги их быть тоже не должно. Это для всех Хакаги святое место, и тут много секретов обсуждается. Так что если они тут есть, убери их немедленно, — сказал Минато. «В отличие от вас, Хакаги-сама, — я чту традиции и никогда не оскверню резиденцию Хакаги своими печатями, — а теперь простите, мне пора домой, — сказал Наруто. Ждем тебя вечером, — сказал Минато. Наруто, — решил показать, что он будет как Акару, и Наруто с ноги выбил дверь и направился вниз. Минато, когда это увидел, был в шоке, от такой выходки Наруто, — и что он смог одним ударом в ноги выбить дверь, — Наруто отправился домой, умылся, покушал, переоделся, начал тоже делать печати. Вечером он вышел из дома и направился в дом Хакаги, по дороге он купил к чаю большой торт. Так как Акару очень сильно любил торты, и Наруто отправился к ним. Когда он постучал дверь, ему открыл Минма. «Иди отсюда, тебе тут не рады, — сказал Минма. Хорошо я тебя понял, — сказал Наруто. После чего Наруто одел торт на голову Минма и пошел домой к себе. Когда он пришел домой, он поставил барьер, чтобы никто не смог сюда переместиться. И делал печать и сидел, через десять минут в дверь начали сильно стучать. Наруто решил посмотреть, кто там такой бессмертный. Там он увидел Акару. «Ты почему не пришел?» — спросил Акару. «Ты просил прийти, — я переступил через себя и пришел. Но там мне сказали, что мне там не радует точка Такузукаги-сама, прошу вас оставить меня в покое, а если хотите сделать больно человеку. Подумайте, а стоит это делать или нет, и что вы бы испытали на его месте, — сказал Наруто. Наруто хлопнул дверью и закрыл ее на замок и дальше сел делать печати. Когда наступила ночь, он пошел спать. Утром Наруто встал, сделал дело, развеял клонов и собрал все печати, что клоны сделали. Наруто решил сначала отнести их и забрать деньги. Потом он отправился в кабинет Хакаги, где была его команда. «Ваше задание — пропахать огород, помощь с почтой, после этого можете быть свободны», — сказал Минато. И команда вышла из кабинета и пошла выполнять задание. Когда они в воскресенье сделали, точка Какаши отправился в резиденцию, а Наруто домой, когда Наруто уже был рядом с квартирой, там был Акару. «Наруто, стой, надо поговорить», — сказала Акару. «У Зукаги-сама нам не о чем говорить. Я по вашей просьбе хотел прийти в гости, а житель этого дома прогнал меня. Я считаю это неуважение в свою сторону, так прошу вас отойдите, чтобы я смог пройти», — сказал Наруто. «Пойдем прогуляемся и все обсудим», — сказал Акару. «Я вас все сказал», — сказал Наруто. И Акару отошел в сторону, и Наруто зашел в дом, где была его квартира. Акару отправился домой, чтобы поговорить с Минмой Акушиной. Через пять минут Акару был уже в доме Хакаги. «Так сюда бегом Минмой Акушина», — сказала Акару, и он услышал, как по лестнице «Кто ты бежит?» «Что такое, папа?» — спросила Акушина. «Где этот миленький гаденыш?» — спросила Акару. «Ты о ком?» — спросил Акушина. «Где Минма?» — спросила Акару. «Он наверху, а что такое?» — спросил Акушина. «Из-за него, теперь моя репутация как Каги была подмочена». «Наруто отвернулся от меня из-за Минмы», — сказала Акару. «Дедушка, что ты кричишь?» — спросил Минма. «Почему ты не сказал, что вчера ты прогнал Наруто?» «Когда он пришел в дом по моей просьбе?» — спросила Акару. «Не собираюсь я с демоном сидеть в одном доме», — сказал Минма. «Якару пнул Минму под зад. Закрой свой рот, в данный момент демон нам себя показываешь. Т. Сюда хотел прийти Наруто в первые за три года. Твоя мама этого долго ждала, чтобы она смогла поговорить с ним нормально. «А из-за твоего высокомерия и мания величия, этого не будет. А теперь посмотри Кушине в глаза и скажи, что из-за тебя больше в этот дом никогда не придет ее первенец», — сказала Акару. «Минма посмотрел в глаза Кушине. «Не могу», — сказал Минма. «Слабак, Кушина из-за Минмы, Наруто больше никогда не придет в этот дом. И теперь я как и Зукаги упал в его глазах Ниша Плинтус. Были бы мы в Узуше, я бы тебе показал, что бывает за такое», — сказала Акару. «Дедушка не сердись, он перебесится и сам придет, как миленький.» — сказала Амита. «Не придет в отличие от вас, у него есть стержень, которая не сломается никогда, у него. Есть один выход, Минма должен будет попросить прощения у него», — сказала Акару. «Этого не будет, не хватало, чтобы сын Хакаги просил прощения у мусора», — сказал Минма. «Жаль мне вас, Кушина, вы умудрились потерять сына, из-за своей глупости. Думаю, мне пора в Узуше», — сказала Акару. «Но папа побудь еще с нами», — сказала Акушина. «Я сюда прибыл, чтобы побыть с вами вместе, но, как я увидел, семьи у вас нету никакой. Вы с Минато выгнали сына, ради других детей, и что в итоге ваш сын не называет вас родителями, а его брат и сестра считаю его демоном. Если бы я знал, что такое творится, то не приходил бы сюда», — сказала Акару. Акару вышел из дома и направился на выходе из деревни. После ухода Акару прошла неделя, Наруто каждый день ходил о задании с командой точкой, но когда им опять сказали поймать кошку, Наруто не выдержал. «Хакаги-сама, сколько уже можно ловить эту кошку?» «Может дадите задание посложнее?» — спросил Наруто. «Для ваш сложного задания нету, выполняйте что есть», — сказал Минато. Какаши взял задание и они покинули кабинет Хакаги. Когда они поймали кошку, решил не торопиться к Хакаге. А отдохнуть немного, но у Какаши были другие планы, и они пали в резиденцию и передали кошку точкой и пошли отдыхать, так как задания больше не было. По дороге они встретили команду номер 15. «Они удачники», — сказал Минма. «Минма, прекрати», — сказал Сай. «Идете, нас уже ждут на задание», — сказал Эмита. «Да ты права, сестренка. В отличие от вас у нас серьезные задания», — сказал Минма. «Выкинуть дома мусор?», — спросил Наруто. «Нет, мы отправляемся в страну волн сопровождать человека», — сказал Минма. «Идем», — сказал Митая. «Команда номер 15 ушла в страну ворот деревни». «Убью, сука», — сказал Наруто. «Успокойся, я знаю, что ты хотел сложное задание, точка, и мы тоже его хотели», — сказал Цаски. «Это несправедливо, Кокаши Сенсей. Мы больше нех выполнили задание в деревне», — сказала Сакура. «Я знаю Сакура, но не мне решать, кого отправлять на какое задание». «Отправляйтесь домой, отдыхайте», — сказал Кокаши. «Все пошли по домам, пока Наруто шел он думал. Где он так сильно напортачил, что его не отправляют на серьезные задания, точка, и в голову лезло только то, что он не общается с ними нормально, но это не должно быть причиной. Так как личное не должно мешать в работе и как-то влиять на кого-то». Так прошло два дня, Наруто не хотя уже, но ходил на задание, точка, и когда они пришли, чтобы отчитаться, Наруто заметил, что Хакаги нервничает. «Хакаги сама, задание выполнено, разрешите идти?» — спросил Кокаши. «Нет, вы отправляетесь в страну вон, точка, ваша задача и помощь команде 15», — сказал Минато. «Ну иди, ребята, а я устал, точка, и тем более чем мы можем помочь самой сильной команде Генина в Канохе», — сказал Наруто. «Перестать, сейчас не время поясничать, точка», — сказал Минато. «А нет, сейчас именно то время, вы знали, что эта команда не справится с заданием, точка, но все ровно послали именно их, потому что вы хотите, чтобы ваши дети стали отличными, шиноби, точка, и тренировались на практике», — сказал Наруто. «Наруто, перестань», — сказал Кокаши. «Вы тоже это знали, и не говорите, что нет, точка, я устал от вранья вашего, Хакаги сама, вы послали команду Генинов на задание, что же я, точка, ваши проблемы, я устал после миссии, которую вы мне дали», — сказал Наруто. «Наруто, ты отказываешь выполнить приказ Хакаги?» — спросил Минато. «Нет, я говорю как есть, я устал и не смогу быстро передвигаться». «Значит команда со мной будет медленно передвигаться, точка, так думаете сами», — сказал Наруто. «Раз устал, ты отстраняешься от задания на месяц», — сказал Минато. «Да хоть на год», — сказал Наруто. «Не дерзи, Наруто», — сказал Кокаши. «Я не с вами сейчас разговариваю, шарингом Кокаши, точка, а теперь подумайте еще раз, Хакаги. Вы отправили своих детей, возможно, на верную смерть. Они умрут только по одной причине, потому что они слабы. Их никто не обучал все время, точка», — сказал Наруто. «Сдай бандану и можешь ступать», — сказал Минато. «Да пожалуйста, и да чтобы вы знали. Как я узнал, я могу перебраться в Узуши и жить там, против сказать вы ничего не можете, точка, если будете противиться, значит вы насильно хотите удержать человека из Узуши в Канахе», — сказал Наруто. Наруто снял бандану и кинул ее на стол Хакаги. «Команда номер семь расформирована, заебись», — сказал Наруто. Наруто выбил дверь в кабинете и пошел домой, по дороге он увидел Кушину. «Наруто, сынок, а где твоя бандана?» — спросила Кушина. «Я вам не сынок, ваш сынок сейчас находится в стране волны, там большие проблемы, точка, насчет банданы, спросите у своего мужа», — сказал Наруто. Наруто убрал руки в корма и с улыбкой пошел домой, точка. Кушина побежала в резиденцию, когда не пришла там были остатки от седьмой команды. «Что с Минмой?» — спросила Кушина. «Ничего, все хорошо», — сказал Минато, — «не ври, я знаю, что у них проблемы». «И почему ты забрал у Наруто протектор?» — спросила Кушина. «Много говорил он поэтму и забрал». «Насчет Минмуэмита не волнуйся, к ним отправится Кукаши с командой», — сказал Минато. «Намикадзе верни ему протектор и отправляй Анбу в страну волн», — сказала Кушина. «Не могу вернуть, прости, это будет ему уроком». «Анбу заняты», — сказал Минато. «Кушина, сын, не волнуйтесь, мы поможем, в скором времени они будут в Канахе целые и невредимые», — сказал Кукаши. «Я отказываюсь», — сказал Саски. Саски снял протектор и полошил на стол Хакаги, за ним повторила Исакура. «Вы чего?» — спросил Кукаши. «Вы сами нас учили, мы одна команда и поддержим друга, что бы ни случилось», — сказал Исакура. «Жаль терять такую команду, но выбора нет», — сказал Минато. «Только скажи это, я тебе обещаю встречи с Койкой в больнице», — сказал Кушина. «Минато, сенси, я сам смогу помочь им», — сказал Кукаши. «Водвигайся», — сказал Минато. «Саски, Сакура, поговорите с Наруто. Только вас он послушает, пусть он придет сюда и возьмет свой протектор», — сказал Кушина. «Если он захочет, он сам это сделает». «И да мы теперь не подчиняемся вам Хакаги-сама», — сказал Саски. Саски с Сакурой вышли из кабинета и пошли по домам. Кукаши один отправился на задание в помощь в страну Волн. Через пять дней он прибыл с ними в Канаху, все были изранены и перемотаны бантами. Они сразу отправились в больницу, кроме Кукаши и Итачи. Они пошли к Хакаги на отчет. «Как они?» — спросил Минато. «Жить будут, но долго будут восстанавливаться», — сказал Кукаши. «Итачи, говори, что там случилось», — сказал Минато. «По дороге на нас напали два брата Газу и Мизу, с ними я справился очень быстро. А команда ничего не смогла сделать, кроме Сая. Заказчик признался, что ранг задания на самом деле выше. Но Мимма сказал, что ему ничего не страшно и он сможет всех одолеть. Мита поддержала его, Сай тоже решил продолжить. Мы отправились дальше, когда почти прибыли и встретились с Забузой Мамыча. С ним возникли проблемы, но с трудом я смог справиться с ним. Но я был ранен в бою, команда с плотником Таза Нойсен донесли меня до его дома. Там я восстановился, я отправил в Канаху просьбу о том, чтобы выслали еще один отряд генинов. Пока ждали помощь, охраняли плотника и его рабочих. Спустя три дня прибыл Кокаши Сан, все было хорошо. Пока не появился Забуза с помощником и они напали на нас, мы с Кокаши отбивались и могли быстро закончить с ними. Но Мимма решил показать свою силу и напал на помощника Забузы. За ним пошла Мита и Сай. После чего они были очень быстро вырублены. Мы смогли с Кокаши после того, как команда была вырублена убить Забузу с его напарником. Но появился Гата. Мимма в этот момент пришел в себя и напал на толпу разбойников, говоря, что он сам справится. Вследствие чего его быстро вырубили с остальными и нанесли несколько ударов оружием. Пока мы бились против группы отступников. Спустя две минуты мы всех убили и отправились в Канаху. По пути мы перебинтовали их, сказали Тачи. Не думал, что он настолько слаб, сказал Минато. Минато Синси, пока не поздно поговорите с Наруто. И Тачи поговорит с Саски. Я с Сакурой. У этой команды большой потенциал. Они смогут выполнять любые миссии. Сказал Кокаши. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. Зайдите в Бальцу, пусть вас осмотрят, сказал Минато. Кокаши и Са Тачи пропали в Шуншине. Аминато создал клона и сам отправился к Наруто домой, чтобы поговорить. Прежде чем пойти к Наруто, он зашел домой и позвал с собой Кушину. И они вдвоем пошли к Наруто, чтобы поговорить с ним и уже поставить все по местам. Когда они пришли, Минато постучался. Наруто открыл им дверь. Вам чего? Спросил Наруто Кушина. Заметила, что Наруто стоит весь бледный. Наруто, что с тобой? Спросил Акушина. Не ваше дело, точка, говорите, зачем пришли или до свидания, сказал Наруто. В тот день, я думаю, мы с тобой погорячились оба, точка, сказал Минато. Я знаю, что да как. Как подправляюсь, приду, а теперь мне пора, сказал Наруто. Давно ты заболел? Спросил Акушина. Я вам сказал не ваше дело. Идите к своим детям и у них спрашивайте, как они. А от меня отстаньте, сказал Наруто. Дай пройду, я могу тебе помочь, точка, сказала Кушина. Я лучше сдохну, чем приму от вас помощь. Вы бросили меня на произвол судьбы. А теперь хотите, чтобы все было хорошо? Так знаете, этому не бывать, сказал Наруто. Кушина хотела что-то сказать, но Наруто закрыл дверь. Идем, Кушина, сказал Минато. Минато, ему надо помочь. Кто знает, чем он заболел, пусть его осмотрят врачи, сказал Акушина. Хорошо, я отправлю врачей к нему сюда, точка, сказал Минато. Не отправишь, а приведешь он твой сын. Не забывай это, точка, сказала Кушина. Я этого не забуду никогда. Поверь мне, сейчас тоже нелегко смотреть на него, точка, зная, что все могло быть по-другому. Сказал Минато. Кушина обняла Минато, они пропали в желтой вспышке, точка Минато, как и сказал, привел врачей, но Наруто не впустил их в квартиру. Врачи развернулись и пошли в больницу, а Минато отправился в резиденцию, точка, работу за него никто не будет делать, точка. На следующий день Минма и Мита выписались из больницы и пошли домой. По дороге они решили преподать урок для Наруто. Минма поднялся к двери Наруто и поставил печать по всей двери и постучался, после чего он убежал подальше. Когда Наруто открыл дверь Минма и Смита активировали печать взрыва, этот взрыв услышал о полн деревни. Туда прибыли Анбу и увидел Минма и Смита, которые были довольны, и один из Анбу увидел руку, которая торчала из-под шкафа, точка. Анбу поднял шкаф и увидел Наруто, на котором ни одного живого места не осталось после взрыва, точка он поднял его, использовал шуншин и оказался в больнице, точка его не хотели лечить, говоря, что пусть демон сдохнет. Умрет он, умрете вы все. Не забывайте он еще ребенок и не заслужил вашей ненависть к нему, сказал Анбу. Без приказа Хакаги, мы ничего делать не будем, сказал врач. Анбу положил Наруто на кушетку и достал кун и пошел на врача. Не пугай смысла нету, я не боюсь, точка, сказал врач. Так все говорили, пока я им брюхо не вспаривал и не наступал на кишки, сказал Анбу. Около Анбу появился Минато. Бегом лечить его, сказал Минато. Да Хакаги-сама, сказал врач. И они повезли Наруто в операционную. Хакаги-сама, это сделали Минма и Смита, я видел их там, точка, сказал Анбу. Будь с ним, никого не пускай без моего разрешения, сказал Минато. Минато пропал в желтой вспышке и оказался в кабинете, куда привели Минму с Митта. Вы понимаете, что наделали? Спросил Минато. Ой, да ничего такого, с ним ничего не будет, не в первый раз уже, сказала Митта. Митта, заткись, сказал Минма. Не понял, что значит не в первый раз? Спросил Минато. Тебе послышалось, сказала Митта. Если не скажите мне, я отправлю вас к Юбике. Он из вас все вытянет, сказал Минато. Не отправишь, мы твое дети, сказал Минма. Не забывайте, во-первых, я Хакаги. Я обязан в первую очередь заботиться о деревне и жителях. Вы у Наруто тоже мой сын и ваш брат, в-третьих, мама вам за это голову открутит, сказал Минато. Я все скажу, смысла нету отпираться, а к Юбике сыну я не хочу. После него никто не может нормально говорить, точка. Первый раз было три года назад, когда вы выгнали Наруто. Мы с друзьями избили его сильно. После чего он неделю провел в больнице. Второй раз через неделю, как он вышел из больницы, когда мама плакала, что ваш сынок попал в больницу. Мы попросили Чунинов помочь нам в этом, точка, и мы раз в месяц отправляли его в больницу, пока он не дал нам отпор, точка, сказала Митта. Эх, хорошее были время, сказал Минма. За этом все вам грозит уже смертная казнь. Если Наруто умрет, умрете вы, точка, сказал Минато. Ты нам ничего не сделаешь. Не забываем и твой дети и не сможешь отдать приказ, чтобы нас убили, сказал Минма. Ох, зря ты так думаешь. Вы совсем отбились от рук, вот что значит ни разу не накричать на вас, сказал Минато. Около Минма и Мита появился Итачи. Итачи, Минма и Мита арестованы, они обвиняются в издевательстве жителей деревни, точка. Если Наруто умрет, то еще и в убийстве жителей деревни, сказал Минато. Не думал я, ребята, что вы на это способны, сказали Тачи и Тачи. Активировал Шаринган и вырубил Минму и Мита, после чего связал их и пропал в Шуншине. Через пару минут в кабинет забежала Кушина. А где дети? Спросила Кушина, как и полагается преступникам, они находятся в тюрьме, сказал Минато. Не поняла. Спросил Кушина. Они обвиняются в издевательстве жителей деревни. И Наруто в больнице в очень тяжелом состоянии из-за них, сказал Минато. Они не могли, сказала Кушина. Их видели там Анбу в издевательстве и они признались сами, сказал Минато. «Ты же не убьешь их?» Спросила Кушина, но Минато ничего не ответил. Кушина поняла, что Минато еще раз думает, что ему делать. «Я пойду к Минме и Мита, поговорю с ними», сказал Кушина. «К ним никого не впустят, иди к Наруто лучше сходи», сказал Минато. «Я успею к нему», сказал Кушина. Кушина выбежала из кабинета и побежала в тюрьму. А Минато переместился к Наруто и смотрел, как медики пытаются вылечить его. Но в один момент приборы замолчали и у Минато пошли слезы. Когда он хотел уйти, приборы снова запищали. Минато сел на стол и ждал, что скажут врачи. Через полчаса пришла Кушина и сидела с Минато и ждала врача. Спустя три часа вышел главврач. «Хакагисом и с ним все будет хорошо. Ему очень сильно повезло, но дам совет вам. Пусть он лучше покинет Канаху, как только придет в норму», сказал врач. «Когда он очнется?» Спросил Минато. «Этого мы не знаем, тут уже все будет зависеть от него», – сказал врач. «Спасибо вам», – сказал Минато. «Не за что это мой долг перед деревней», – сказал врач. Врач пошел к себе в кабинет, а Минато зашел в палату, куда перевезли Наруто и сел там на стол и смотрел на Наруто. Флешбэк. Когда Наруто вырубился, он попал в подсознание. «Ха ты опять тут», – сказались. «А ты как всегда, сидишь и ждешь меня», – сказал Наруто. «Я удивляюсь тебе, зумки, тебя роняют на пол, пытаются сломать точкой, но ты, сука, встаешь и не прогибаешься под людьми. Как долго ты еще будет вставать?» – спросились. «Всю жизнь, мы падаем для того, чтобы встать потом», – сказал Наруто. «Не хочешь сорвать печать?» – спросились. «Очень хочу, давай», – сказал Наруто. Лис уже расплылся в улыбке. «Ха поверил, ну ты и наивный», – сказал Наруто. «Вот скажи мне, Наруто. Я много видел в жизни, даже Мадару очень увидал и поверь, он неприятный тип. Долго я пытался его убить, но так и не смог. Но я не понимаю, почему тебя люди пытаются убить все время, и так же, сука, не могут это сделать. В чем, сука, под двух?» – спросились. «Его нету, если я еще не умер, значит не пришло мое время для этого. Но еще я у Зумаки, а мы живучи», – сказал Наруто. «Не хочешь отомстить?» – спросил Лис. «Нет, не хочу. Я тебе сказал, как есть, теперь твоя очередь», – сказал Наруто. «Не скажу», – сказал Лис. «Я тут душ ему изливаю и говорю, что да как. Ты, сука, Лис, переросток, в воскресенье бубнишь, чего не скажешь. Как будто я тебя, бля, уламываю на что-то. Просто скажи мне свое имя, ты уже три года говоришь, чего не скажешь. Это заебало, если честно», – сказал Наруто. «А что я получу взайме?» – спросил Лис. «Хорошего друга и поменяю сознание на природу», – сказал Наруто. «Я подумаю, сказывались. Ну ты и сука, ты всегда так говоришь, что подумаешь», – сказал Наруто. «Не ори, голова болит», – сказывались. «А вот хуй тебя, я буду еще долго орать». «И в конце ты сам скажешь свое имя», – сказал Наруто. «Ну тебя нахуй, я знаю, что ты будешь еще долго тут орать». «Курама меня зовут», – сказал Курама. «Прикольное имя, почему раньше не говорил?» – спросил Наруто. «Не хотел, вот и все», – сказал Курама. «Как думаешь, Курама, что будет, когда я открою глаза?» – спросил Наруто. «Не знаю, но ничего хорошего», – сказал Курама. «Ладно, я пойду», – сказал Наруто. «Давай вали отсюда, там Минато тебя сидит и ждет», – сказал Курама. И Наруто вышел из подсознания. Конец в Лишбеку. Когда Минато сел на стол в палату, зашла Якушина и села на кровать к Наруто. 4.2 дня Минато каждый раз приходил к Наруто, а в резиденцию он отправлял клоны. И вот в очередной раз, когда Минато пришел и сел рядом с Наруто, он заметил, как Наруто открыл глаза. «Стой, не вставай», – сказал Минато. Минато выбежал и позвал врачей. Они осмотрели Наруто. «Все хорошо, отойдите от меня», – сказал Наруто. «Наруто замолчи, если бы не они, ты бы умер», – сказал Минато. «Хакаги-само, с ним все хорошо, лучше сделайте, что я сказал». «Для него так будет лучше», – сказал врач. И врач вышел из палаты. «Долго я был в отключке», – спросил Наруто. «Почти три дню, ты не слабо всех напугал», – сказал Минато. «Мин Майми-то где?» – спросил Наруто. «Они в тюрьме, ждут приговора», – сказал Минато. «Я не буду выдвигать обвинения. Всем скажите, что несчастный случай. Люди вам поверят, а я лучше покину Канаху», – сказал Наруто. «Завтра должен прибыть Акару, с ним отправишься в Узуши.» – сказал Минато. «Хорошо, и выбора у меня все ровно нету. Познаете Хакаги-само, я сюда не вернусь больше», – сказал Наруто. «Я все понимаю, ладно, я в резиденцию. Надо подготовить документы на тебя, что ты отправляешь в Узуши.» – сказал Минато. Минато вышел из палаты и переместился в кабинет Хакаги, где у него пошла слеза радости, что его сын живой. Как Минато покинул палату, он позвал Анбу. «Отправляйтесь к Наруто в палату.НЕ кого не впускать туда без его разрешения. Если туда придут Мин Майми-то выгнать их, будут противницы арестовать», – сказал Минато. «До Хакаги-само», – сказали Анбу, и отряд Анбу пропал в Шумшине. А Минато начал заниматься документами. Мин Му и Митэ освободили, так как Наруто не стал выдвигать обвинение. Когда это узнала Кушина, она решила навестить Наруто. Она хотела зайти в палату, но появился Анбу. «Кушина-сэн, Наруто попросил вас не впускать в палату», – сказал Волк. «Волк впусти, пусть скажет, что хочет и уходит.» – сказал Наруто. Кушина зашла в палату и села на кровать. «Сынок, ты как?» – спросила Кушина. «Я вам не сын, со мной все хорошо. Если это все покиньте палату», – сказал Наруто. «Я бы хотела поговорить с тобой как мать с сыном, а ты всегда отталкиваешь меня», – сказал Кушина. «Помните, Кушина-сэн, вы мне сказали на дне рождения, когда мне было 9 лет. Вы сказали, сынок, я всегда буду с тобой, и никогда тебя не оставлю. Так сами думайте над своими словами», – сказал Наруто. «Я всегда была рядом», – сказал Кушина. «Пока я был без сознания, вы пришли один раз на 5 минут. Не думаю, что любящая мать так поступила бы с своим ребенком», – сказал Наруто. «У меня были дела, ты же у меня не один. Ты пойми, сынок, все очень сложно», – сказала Кушина. «Что сложно?» «Вприте, как вы говорите к любящему сыну, это сложно. Или когда все окончили академию, поздравить это сложно. А нет, я понял, вам сложно посмотреть мне в глаза и сказать мне, что я любящий сын», – сказал Наруто. Наруто заметил, что Кушина задумалась над чем-то. «Правильно подумаете, только жаль, что уже поздно. Волк, пожалуйста, проводи Кушину сын на выход, если не сложно», – сказал Наруто. «Да щас», – сказал Волк. Волк подошел к Кушине и проводил до выхода из палаты. «Эх, ребята, спасибо вам. Но теперь скажите, кто доставил меня в больницу?» – спросил Наруто. «Это был я», – сказал Волк. «Спасибо, рано или поздно я отплачу тебе за это», – сказал Наруто. «Не стоит, я выполнял свой долг», – сказал Волк. И в палату зашли Фугаку, Саски и Хиаши, Шикаку. «Волк, пожалуйста, никого больше пока не впускай в палату, нам нужно переговорить», – сказал Наруто. «Хорошо», – сказал Волк. Волк вышел за дверь Санбу и они стояли за дверью. «Ну что, Наруто, как ты?» – спросил Фугаку. «Спасибо, неплохо», – сказал Наруто. «Для тебя плохие новости, твоей квартире хана», – сказал Саски. «Твоя мать, обидно, там все было самое ценное», – сказал Наруто. «Насчет этого не волнуйся. Все, что было цело, мы забрали. Как выйдешь из больницы, заберешь точку», – сказал Шикаку. «Спасибо», – сказал Наруто. «Пока будешь копить на квартиру, можешь пожить у нас в клане», – сказал Хиаши. «Я ухожу из Канохи», – сказал Наруто. «Правильное решение, хоть мы и потеряем многое», – сказал Фугаку. «Куда ты отправишься?» – спросил Хиаши. «Возуше, завтра прибудет Узукаги и я с ним покину Каноху», – сказал Наруто. «А там красиво?» – спросил Саски. «Я не знаю, я там ни разу не был. Но думаю очень», – сказал Наруто. «Приходить сюда будешь?» – спросил Саски. «Нет, я насовсем туда точка, но я хочу больше оказываться в больнице из-за минму Смита», – сказал Наруто. «Что же, Наруто, удачи тогда тебе там точка. Если что, дай знать, мы поможем, чем сможем», – сказал Фугаку. «Фугаку-сан, Хиаши-сан, я бы хотел забрать с собой Саски и Нэджи», – сказал Наруто. «Не думаю, что мама согласится», – сказал Саски. «Если Нэджи не будет против, то я его держать не буду», – сказал Хиаши. «Спасибо», – сказал Наруто. «Насчет Саски мы обсудим все дома», – сказал Фугаку. «Я бы хотел пойти с ним». «Тут все ровно покоя мне не будет», – сказал Саски. «Все решим дома». «А ты, Наруто, подправляйся», – сказал Фугаку. «Спасибо, что пришли», – сказал Наруто. И все пошли на выход из палаты, в палату зашли Анбу. И Наруто общался с ними часа два, пока дверь в палату не открылась, и тогда зашли Минму и Мита. «Стоять на месте. Вам запрещено тут находиться, покинь немедленно палату», – сказал Волк. «Мы хотим поговорить с Наруто, дай пройти», – сказала Мита. «Волк пропусти ее, а он пусть там стоит», – сказал Наруто. «Волк пропустил Мита. Говори, что хотела, я валю отсюда», – сказал Наруто. «Я бы хотела извиниться, мы с Минмой поняли, что неправильно поступали с тобой», – сказал Мита. «Врать ты так не научилась, лучше иди отсюда, пока не умерла», – сказал Наруто. «Я не вру тебе», – сказала Мита. «Врешь, я чувствую вранье из Элиса внутри меня. Так что говори права иди», – сказал Наруто. «Я сюда пришла из-за мамы, нам жалко ее, и мы поняли, что натворили с тобой и все, что мы делали с тобой. Она все это понимала, и ее было больнее всего», – сказал Мита. «Ну молодцы, радуйтесь, точка, сами выкопали себе могилу. А теперь вали отсюда, чтобы тебя больше не видел, пока я тут», – сказал Наруто. «Медведь выпроводил Мита Минму из палаты, и они начали дальше общаться». Наруто показался пару моментов с печатями, как можно их улучшить и усилить. Всю ночь они сидели и общались, даже не обращая на время. Утром в палату зашел Минато с Саски, Меджи и Акару. «Что же Наруто собирайся», – сказал Минато. «Да сейчас, прощайте ребята, спасибо, что побыли со мной», – сказал Наруто. «Спасибо, что подсказал пару фишек», – сказал Волк. «Только никому не говорите, а то неправильно поймут», – сказал Наруто. «Собирайся давай», – сказал Саски. «Дедушка, можно Саски и Меджи со мной отправиться в Узуши?» Спросил Наруто. «Можно, если их кланы не против», – сказал Акару. «Они не против, документы на них вместе с документами Наруто у Цунади», – сказал Минато. Наруто встал и начал отдавать свою одежду, которую ему принес Минато, когда он приходил к Наруто. «Я готов», – сказал Наруто, и они пошли в воротам Канухи, по дороге они встретили Сакура. «Рад, что с тобой все хорошо. Иногда хотя бы приходите в Канаху», – сказал Сакура. «Цунади-сан, а вам ученица не нужна?» – спросил Наруто. «Нужна, а что?» – спросила Цунади. «У Сакура отличный контроль чары, из них отличный медик получится, я уверен в этом», – сказал Наруто. «Твою мать, Наруто, так и скажи, что хочешь, чтобы она тоже с нами пошла», – сказал Акару. «Да я этого хочу, но не для себя», – сказал Наруто. «Минато, что скажешь?» – спросил Акару. «Сакура, что скажешь?» – спросил Минато. «Я согласна», – сказала Сакура. После чего она посмотрела на Саски и покраснела. «Я же говорил, что не забуду про вас», – сказал Наруто так команда номер семь без какаши, но Снаджи покинула Канаху. Два дня они передвигались спокойным шагом, по дороге они все время разговаривали. Акару рассказывал им про Узуше и как там красиво. Когда они прибыли, их встретила Микару. «Что так долго?» – спросила Микару, и Наруто обнял ее. «Здравствуй, бабуля!» – сказал Наруто. «Привет, Наруто, как я понимаю, ты прибыл с друзьями», – сказала Микару. «Ага», – сказал Наруто. «Акару почему так долго?» – спросила Микару. Наруто пока не восстановился полностью, поэтому сказала Кару. «Микару-сан, может пройдем в дом?» «А то дети, наверное, устали», – сказал отцу Наруто. «Так и скажи, что хочешь, Джирайя, побыстрей», – сказала Микару. «Наруто, Саски, Миджи, Сакура идемте. Я покажу вам Узуше и перекусим заодно», – сказал Акару. И Акару пошел впереди, а остальные за ним. По дороге склоняли голову перед Акару. «Часа два» – Акару показывал детям Узуше. Пока не появилась Микару. «Все показал Хватит, я хочу поговорить с внучком», – сказала Микару. Микару взяла детей и пошла в сторону дома. «Бабуль, скажи мне одно, почему я чувствую чакру Биджу в Узуше?» – спросил Наруто. «Все-таки заметил, Узуше находится по охране треххвостого Биджу. Не советую к нему подходить, он очень опасный», – сказала Микару. «Так всегда говорят, а в самом деле они добрые», – сказал Наруто. «Я бы так не сказала, этот Биджу никак все», – его хотели запечатать в джинчирике, так он смог довести своего джинчирики до нервных срывов. «Спустя время Биджу уже захватит его разум и джинчирики умер», – сказала Микару. «Я бы хотел увидеть Биджу, – сказал Наруто. «Нет, я не хочу тебя потерять, – хватит мне того, что ты и так чуть не умер в Канухе», – сказал Микару. «Пока со мной Курама, я буду жить», – сказал Наруто. «Потом обсудим это, а теперь идемте домой покушаем, – заодно скажешь мне про Канаху и что-то случилось с тобой». Они пошли к дому и зашли в него, после чего прошли на кухню и Микура полошила им покушать. Как поели легли спать, так как когда они пришли было поздно, – на ночах у себя разместили Акару с Микару. «Утром Наруто проснулся раньше всех и решил потренироваться за домом. Там он встретился и Акару. «Ты чего не спишь?» – спросил Акару. «Я привык рано вставать», – сказал Наруто. «Ладно, тренируйся, как все проснутся, приходи ко мне в резиденцию. «Будем думать, что с вами делать», – сказала Акару. Акару встал и пошел в резиденцию, а Наруто начал разминку, за этим наблюдал имя Кару. Но так, чтобы Наруто не смог ее увидеть, – через час разминки он начал складывать печати, но вдруг схватился за руку. «Рано пока, каналы пока не восстановились», – сказал Курома. «Как долго?» – спросил Наруто. «Еще пару дней, лучше бы ты тогда не использовал щит из ветра», – сказал Курома. «Благодаря ему я получил меньше урона», – сказал Наруто. «Хрен бы там. Если ты не заметил, ты не успел до конца его сделать», – сказал Курома. «Теперь понятно, почему меня так сильно отбросило тогда», – сказал Наруто. «Ты давай прекращай его, лучше использовать. Кто знает, успеешь в следующий раз или нет. Лучше тренируй другие техники, как каналы, придут в норму», – сказал Курома. «Только рука или еще что-то?» – спросил Наруто. «Рука, спина. С левой нога», – сказал Курома. «Хорошо, тогда через пару дней начну тренировки», – сказал Наруто. «За тобой наблюдает твоя бабушка, думаю, она уже знает, что у тебя проблемы с каналами», – сказал Курома. «Твой мать, ну хрен с этим быть, что будет», – сказал Наруто. «Наруто прервал ментальную связь и отправился домой, чтобы отдохнула рукаточка. Когда он зашел, он увидел Микару. «Давно у тебя проблемы?» – спросила Микару. «Нет, после взрыва только начались. Но это временно Курома мне их уже лечат», – сказал Наруто. «Кто такой Курома?» – спросила Микару. «Так зовут Девятихвостова», – сказал Наруто. «Значит ты подружился с ним, что же удивил ты меня внучок. Ты с детства удивлял нам Сокару», – сказала Микару. «Бабуль, я пойду прогуляюсь, всё ровно тренироваться, пока я не могу нормально», – сказал Наруто. «Нет, сейчас вы будете все завтракать, потом пойдёте к Акару», – сказала Микару. «Хорошо, а приготовишь блинчики?» – спросил Наруто. «Уже готовы, я же знаю, что ты их очень сильно любишь», – сказал Микару. «Спасибо», – сказал Наруто. «Наруто поцеловал в щёчку Микару и пошёл мыться после тренировки. Когда он искупался, все уже сидел за столом. Он сел за стол и всё начали кушать, через полчаса Наруто еле встал из-за стола, и они направились к Акару в резиденцию. Но перед резиденцией появился Анбу. «Стоять кто вы и куда?» – спросил Анбу. «Я к дедушке, он нас ждёт», – сказал Наруто. «Не думаю», – сказал Анбу. «Кируна, не думай, что я тебя забыл», – сказал Наруто. «Я уже подумал, что ты совсем про нас забыл. Узукагисама. Ждёт вас. Потом приходи к нас с друзьями. Поговорим-посидим, сколько лет там и не виделись», – сказал Анбу. Наруто с друзьями пошли в кабинет, где Акару им сказал, чтобы пока отдыхали и осмотрели Узуши. Но настрого запретил выходить из Узуши. Наруто решил зайти сначала с друзьями к Анбу, где они просидели часа два и вспоминали. Что когда они приходили у Канаху Сузукаги, то боялись Наруто и Зелиса, который запечатан в нём точкой, но потом поняли, что на самом деле боятся ничего. Как они обучали его техникам, Саски с Наджина просились к ним на пару тренировок совместных. Анбу согласились, заодно посмотрят на что способны Шинаби Канахи. После чего Наруто с друзьями пошёл полностью осматривать Узуши. Они были удивлены, как там красиво. Но они недолго гуляли перед ними, появился Акару из земли. Наруто, у вас три дня на подготовку, вы отправитесь представлять Узуши в Канаху на экзамене на Чунина, сказал Акару. «Экзамен это хорошо, но кто пойдёт с нами за командира?» Спросил Наруто. «С вами пойдёт Арачимару, он давно уже что-то никуда не выходит из своей лаборатории. Заодно подскажет вам пару моментов на экзамене. Только не умрите там, вы нужны живые в Узуши.» Сказал Акару. «Хорошо, дедушка, я как раз успею полностью восстановиться», сказал Наруто. «Узукаги-сама, а протекторы нам дадут?» Спросил Наджи. «Да, сегодня я их вам передам, но сначала, Наджи, идём со мной. Будем снимать с тебя эту печать, а то кто знает, может, Хьюго захотят, чтобы ты проиграл. Сказал Акару и Акуру, пропал с Наджи в Шумшине. И кто из нас не пойдёт?» Спросил Саски. «Сакура не пойдёт, она будет обучиться у Цунади-сан. Сказал Наруто. Я лучше буду обучиться, чем буду опять видеть Минму Смита», сказала Сакура. «Ага, так и скажи, что хочешь», из-за Саски. Сказал Наруто. И Наруто бежал от Сакуры, которая хотела его ударить за эту точку, а Саски стоя смеялся на этой картиной. Три дня Наруто, Саски и Наджи тренировались в Тайдюцу, Сакура тренировалась с Цунадой в лечении. И на четвёртый день они выдвинулись в Канаху Сарачимару, который бубнил, что лучше бы сидел в лаборатории. Их пустил бы на опыты. Из-за этого Саски и Наджи остерегали сообщение с ним. Наруто было по барабану, он всю дорогу общался с Курамой. Когда они уже были рядом с воротами, Наруто резко остановился. «Ты чего, Наруто?» Спросил Саски. «Я не хочу туда. Я понимаю, что я не могу подвести дедушку. Но я дал обещание», сказал Наруто. «Наруто-кун, не ты один такой. Забудь об обещании. Тебя послали на задание. «Я не думаю, что Акару будет рад, если ты сейчас просто уйдёшь назад», сказала Рачимару. «Вы тоже не хотите туда идти?» спросил Наруто. «Да, мы с Джиралью давно тут не были. В тот день я тоже дал себе обещание, что не вернусь сюда. Но, увы, у судьбы свои планы», сказал Рачимару. «Расскажите свою историю?» спросил Наруто. «Если сдадите хотя бы два этапа, то скажу», сказал Рачимару. «Деваться никуда идёмте», сказал Наруто. Они зашли, и Рачимару показал документы и приглашение на экзамен. «Экзамен начнётся через полчаса. В Академии будет первый этап. » «Наруто, Саски и Ниджи, придя в Академию, там их встретил Анбу. Наруто, третий этаж, 301-я аудитория», сказал Волк. «Я тоже рад тебя видеть», сказал Наруто. «Бегите давай, а то опоздаешь», сказал Волк. «Спасибо», сказал Саски. Они зашли в Академию и поднялись на три этаж, как и сказал Волк. Там они увидели других генинов с всех стран. И команду номер 15, когда Мимма хотел подойти, Наруто выпустил свою ки. Многие посмотрели на Наруто с опаской, но один шиноби выпустил свою ки. Чему Наруто очень сильно удивился, тогда Наруто решил показать, кто тут папа. Он выпустил ки-кураму свою, многие затряслись от страху точкой и к нему подошёл Шиноби. «А ты не так слаб, как кажешься», сказал Генин из Суны. «Наруто, Узумуки», сказал Наруто, «Собако, но Гара, было бы неплохо сразиться», сказал Гара. «Если встретимся, то почему бы и нет», сказал Наруто в аудиторию. Зашёл Ибек из Пятио Шиноби. «Всем сесть по месту, которые вам укажут», сказал Ибеки. Первый этап прошёл по кону, но когда уже было ясно, кто прошёл в аудиторию, зашла Анка, выбив дверь. «Много осталось у тебя что-то, Ибеки?» «Но, после второго этапа вас как минимум вдвое станет меньше. «Все идёмте самые на 44-й полигон», сказал Анка. «Все пошли за ней, когда пришли, многие были в шоке от полигона». «Правильно бойтесь, как я люблю смотреть на страхи детей. Ни это не променяю. Каждая из команд сейчас пойдёт в палатку и подпишет документ, что в случае смерти. Кноха ответственности не несёт, вам потом выдадут свитки. «Ваша задача за 4 дня взять противоположный свиток и добраться до башни. Теперь идите подписывать документ», сказал Анка. «Все пошли подписывать документы и брать свитки в палатках. Через 5 минут всё уже было готово и всех начали провожать к их воротам для входа в лес. «Наруто, скажи, что у тебя тут стоят печати», сказал Саски. «Стоят, так что не напрягайтесь просто так. Берегите силы, в любой момент на нас нападут ну или мы нападём». «Какой свиток умен мы, Смита?» просил Ноджи. «Нет их не трогаем, я хочу показать разницу между нами в силе на третьем этапе», сказал Наруто. «Тогда кто?» спросил Саски. «Десятую команду, думаю, не стоит трогать. Они всегда хорошо себя показывали как люди. Можно взять свитки у двух команд из Дождя и Зывы и Кума», сказал Наруто. «Берём дождь, а дальше как пойдёт», сказал Ноджи. «Я думал возьмём всех, чтобы меньше путались по ногами на третьем этапе», сказал Саски. «Так нас 22 команд, пройдут 10, 36 человек и точка, что многовато надо будет уменьшить как можно больше», сказал Наруто. «Может тогда и с Канохи уменьшим», сказал Ноджи. «Хочешь показать, на что способен Хибити?» спросил Наруто. «Ага, достала она меня, всегда тыкала, что я никто. Она следующая глава клана», сказал Ноджи. «Ну тогда и к ним зайдём на огонёк, и да чтобы вы знали. И на нас тоже хотят напасть две команды их Канохи, Кума и Ивы», сказал Наруто. «Не будем заставлять их ждать», сказал Саски. И ворота открылись. «Кто и где?» спросил Ноджи. «Вот тебе раз, сенсор в лесу. Сначала к кому пойдём на огонёк?» спросил Наруто. «Хината, потом дождь Ива с Кумой», сказал Ноджи. «Они сами к нам идёт, так что двигаемся вперёд. Ноджи на тебе, Хината, Саски на тебе, только не калечи его». «Он отличным другом был в Академии Точка-Акеба-Мой, ох я оторвусь», сказал Наруто. «Хрен там, Кеба-Мой, Анатебешина», сказал Саски. «Хорошо, идёмте вперёд, через 400 метров примет на Ни», сказал Наруто. Они выдвинулись навстречу команде из Канохи, но по дороге Точка-Ани встретили команду из Суны. «Какой у тебя свиток?» спросил Гора. «Как и у тебя земля, идите налево. Там будет команда из Ивы у них свиток неба», сказал Наруто. «Может на хрен свитки», сказал Гора. «Успеем подраться, главное пройди этот этап. А сейчас Гору мне нужно добыть свитки», сказал Наруто. «Ты не собираешь просто взять свиток пойти в башню?» спросил Гора. «Нет, надо сократить немного количества», сказал Наруто. «Это интересно, что же у Зунки, встретимся на третьем этапе», сказал Гора. «Пятьсот метров налево», сказал Наруто. «Брат, не верь ему, давай нападем», сказала девушка. «Пока рано, на третьем этапе сразимся», сказал Гора. Наруто с командой пали дальше, пока в их сторону не полетели куны и сюрикены. «Наджи отбил все». «Так-так отбросы из Узуши». «Не думал, что ваш Узукаги настолько глупый, чтобы отправить вас», сказал Гора. «Саски, Наджи делаемка и задумали», сказал Наруто. Наджи напал на Ахинуту, а Саски на Город. «Шина, я не хочу на тебя нападать, и тебе не советую на меня нападать», сказал Наруто. «Я не дурак, во чтобы просто так посылать жуков на верную смерть. «У вас какой свиток?» спросил Шина. «Земля, а у вас небо», сказал Наруто. «Ты как всегда шпионишь за людьми», сказал Шина. «Если что, знаешь, я не хотел, чтобы вы провалил этап», сказал Наруто. «У Кибы», сказал Шина. «Спасибо, но лучше и оставьте его себе». «Можно сказать, мы не за свитком пришли, а просто избить Кибу», сказал Наруто. И Наруто пропал в белой дымке, Саски быстро вырубил Кибу и хотел забрать свиток. Саски не стоит, лучше оставь и у тебя будет еще шанс сразиться с ним», сказал Наруто. «А сука, хрен с тобой, тогда пойдем за Наруто и искать свитки», сказал Саски. Наруто вовсе уже дрался с Химутой и одерживал верх над ней. Но в один момент Наруто появился и забрал его. Они появились рядом с Шина. «Наруто лучше оставь на потом это все, мы уходи надо добыть свитки», сказал Наруто. «Еще бы чуть-чуть и она бы не смогла больше сказать ничего», сказал Наруто. «Будет у тебя еще возможность, щас идем скинем пар на шинобе дождя», сказал Саски. Утром на следующий день они собрали четыре свитка и направились в башню. «Рядом с башней увидели команду 10 и 8, которая хотела напасть на Наруто, Саски и Наруто. Шикомару, не стоит, твой тень и тебе тут не помог», сказал Наруто. «Попытка не пытка, нам надо пройти этот этап, нам нужен всего один свиток», сказал Шикомару. Наруто достал из-под сумка свиток земли и кинул его рядом с Шикомару. «Благодарить не стоит», сказал Наруто. «Стоять, мы еще есть, в прошлый раз вам повело», сказал Кеба. «Наруто даем свиток, я хочу с кем-нибудь подраться, в тертим этапе», сказал Нэджи. «Наруто кинул им свиток и они зашли в башню, и открыли свитки, там появился Арачимару. «Молодцы, сейчас отдыхайте, пока все команды не придет». «Вас выделили комнату, покидать башню запрещено», сказал Арачимару. «Давай говори историю», сказал Наруто. «Не волнуйся, я держу свое слово, потом скажу, как уже закончится этап», сказал Арачимару. Арачимару пропал в Шумшине, Наруто с друзьями направились наверх, где ждали три дня. Наруто с друзьями находились в башне, чтобы не вылететь с экзамена и послушать потом историю Арачимару. «И вот всех собрали, чтобы завершить второй этап и узнать, когда будет третий этап. Все на небольшой арене в башне и появился Хакаги. Поздравляю всех с прохождением второго этапа, но вас прошло слишком много. «Счаясь, будет оборочные бои. Если кто-то из вас считает, что не сможет участвовать, может покинуть башню. Сразу говорю, это решение никак не будет касаться всей команды. Тут теперь каждый сам за себя будет. Так если кому нужна медицинская помощь или отказывается продолжать шаг в сторону», сказал Минато. «Никто не стал ничего делать, все стояли на своих местах. Что же раз так? Сейчас появятся два имени на табло, выбор будет рандомный. Прошу тут остаться только участников, а остальные пройдите на балкон и ждите своей очереди». Сказал Минато. И перед генинами появился Кукаши. «Всем салют, наоборочном я буду вашим экзаменатором». Объясню Провела, бой один на один. «Он будет идти до тех пор, пока соперник не сдаться. Если я посчитаю, что победитель уже определён и его соперник ничего не сможет противопоставить, я остановлю убой. Убивать соперника не советую. Я вам не дам этого сделать. Первый бой Саски Учиха и Кабута Якуши», сказал Какаши. «Не тяни, я устал здесь сидеть», сказал Наруто. «Смотри тогда внимательно», сказал Саски. Все поднялись на балкон Минма Смит и пошли к отцу поближе и стояли рядом с ним. «Саски Учиха и Кабута Якуши, начинайте», сказал Какаши. Саски достал Куны и Сюрикину и начал кидать их в Кабута. Кабута уворачивался от всех спокойно и хотел уже ударить Саски. Но Саски в последний момент активировал двух тамуин и Шаринган и Кабута попал в Гиндюцу. Хоть там он был всего пару секунд, этого хватило Саски, чтобы сделать подножку и подставить Куны к шее. «Победитель Учиха Саски», сказал Какаши. Саски поднялся на балкон и все смотрели на таблоточку, пока там не появилось два имени. «Наруто Узумаки против Кибы и Нузука», сказал Какаши. Наруто решил не тянуть и прыгнул с балкон, а Киба спускался по лестнице. «Наруто Узумаки и Кибы и Нузука, начинайте», сказал Какаши. Киба начал нападать на Наруто, но в ответ Наруто просто устраивался, чтобы узнать на что способен Киба. Через пару минут Наруто услышал. «Давай кончай с ним, Киба», крикнул Минма. Наруто решил показать разницу между им и Кибой, Наруто кинул домовые шашки и создал клонов, которые из дыма начали кидать Куны и Сюрикены в сторону Кибы. Киба хотел вернуться, но не получалось, шесть кунаев попали и оставили порезы. Киба решил напасть на Наруто в дым, думая, что там есть у него преимущество. Но когда Киба использовал технику Сакамару и полез в дым, он вылетел оттуда сразу же и рядом с ним оказался Наруто, точка которой пропитал куну стихией молнии и хотел ударить Кибу. Но его руку остановил Какаши. «Не стоит этого делать!» «Победитель Наруто Узумаки», сказал Какаши. «Пустил Кибу и использовал Шуншин, он появился рядом с командой. Быстрее не мог!» спросил Наруто. «Я хотел насладиться, но не получилось», сказал Наруто. «Ито было начало выбирать следующие имена». «Минма на Микадзе против Чоу Джоакимича», сказал Какаши. Когда они спустились, Чоу Джоил свои щупсы. «Минма на Микадзе и Чоу Джоакимичи начинайте», сказал Какаши. Минма начал использовать клонов и кинул домой шашку. Как и его отец, только и может воровать техники», сказал Наруто. «Интересно, он сможет как это ее использовать, не зная кто где находится?» спросил Саски. «Счез посмотрим», сказал Наруто. «Как они и думали, Минма не смог использовать полный потенциал этой техники, так как только Сенсор может ее использовать. Чтобы знать точно место нахождения противника, Минма вышел из дыма и начал бросать Куны и Чоу Джои и использовать клонов. Чтобы они отвлекли его на себя, один из клонов Минма решил подразнить Минму и назвал его жирным. Чоу Джо тогда напал на клона, но это были приманка. И когда Чоу Джо хотел уже ударить клона, Минма этим воспользовался и со спины хотел ударить Чоу Джо Куны и М. Когда уже оставались сантиметры до спины Чоу Джо, руку Минма поймал Наруто. «Экзаменатор, следите лучше за этапом, а не книгу читайте, свою», сказал Наруто. «Отпусти демон», сказал Минма. Наруто отпустил его руку и пнул с ноги в грудь. «Чоу Джо, дружишь ты как?» спросил Наруто. «Спасибо, Наруто, все хорошо», сказал Чоу Джо. И Чоу Джо протянул чипсы Наруто. Наруто взял одну и пропал в шумшине. «Победитель Минма на Микадзе», сказал Какаши. Когда Наруто оказался на балконе, к нему подошел Асума. «Что же, Наруто, спасибо», сказал Асума. «Да ладно вам, Асумасан, я просто помог другу вот и в СЁ.» сказал Наруто. И ты был опять начал выбирать имена. Ниджи Хьюго против Хинута Хьюго, сказал Какаши. Они спустились. Ниджи Хьюго и Хинута Хьюго начали, сказал Какаши. Они начали бой Наруто решил понаблюдать за этим. Но в один момент он заметил, что один Джанинов из клана Хьюго склал печать для птички в клетке. Чтобы Ниджи проиграл этот бой Наруто решил поговорить насчет этого с Хакаги. «Хакаги Сама, прошу вас остановить бой и присудить победу Ниджи Хьюго. Я увидел, как Джанин из Канухи клана Хьюго использовал запретную технику. Сказал Наруто. «Иди отсюда», сказал Имита. «И следите за своими детьми, а то могут возникнуть недопонимая между Конохой и Узуши. Сказал Наруто. «Какаши останови бой», сказал Минато. Бой остановили. Какое у тебя доказательство, что Джанин из клана Хьюго хотел использовать запретную технику. Сказал Минато. «Пусть Инаичи-сан посмотрит мои воспоминания и увидит это», сказал Наруто. «Шисую привезти Инаичи-сана». «Какаши пока перерыв, возникли проблемы», сказал Минато. «Через пять минут пришел Инаичи». «Инаичи-сан посмотрите в воспоминания Наруто Узумаки, момент экзамена Бойнаджи против Хинуты», и Джанин из клана Хьюго складывал как-либо печати. «Если, да то какие точка», сказал Минато. Наруто сел на лестницу и Инаичи начал просматривать этот момент, через пару минут он закончил. Хакаги-сама, да Джанин из клана Хьюго складывал печати. «Техника называется птичка в клетке», сказали Инаичи. «Хакаги-сама, название этой техники я подсказу, точка я знаю, как она используется, я уже видел пару раз. Так прошу отстранить Хинуты с экзамена прямо сейчас, думаю так будет честно», сказал Наруто. «Хорошо, какаши Хинуты Хьюго отстранена, победил Ниджи», сказал Минато. Итабла опять выдала имена, Гара против Мису Митсуруги. «Я сдаюсь», сказал Мису Митсуруги. Итабла закрутилась. Следующий бой Еора Акада против Шакамару, точка сказал Какаши Шакамару быстро выиграл этот бой, из-за ошибки Еора и потом были бои Шина против Конкуры, победил Шина. Митта против Нэ, выиграла Митта Тимари против Сая, победила Тимари. Когда прошел последний бой все, кто прошел, собрали внизу. «Что же вы прошли в третий этап, но вас нечетное количество?» «Сразу спрошу, никто не хочет покинуть экзамен?» спросил Минато, в ответ тишина. «Что же следующий этап через неделю на главной арене Канохи?» «За это время потренируйтесь, а те, кто пострадал, обратитесь в больницу», сказал Минато, и Минато пропал в желтой вспышке, все начали расходиться. Наруто с командой отправились в отель. Всю неделю команды из Узуши тренировались, чтобы на третьем этапе не опозориться. Утром в 10 часов всех их собрали на главной арене Канохи. Там Наруто увидел Акару, который сидел с другими Каги. В центре арены появился Какаши, он посмотрел на Минато, который кивнул головой. «Что же сегодня третий и последний этап названия Чунина?» «Осталось 9 участников, каждый будет биться один на один. Первый бой Саски, Учхо и Янман и Микадзе, остальных прошу подняться на балкон. Сказал Какаши, Саски, не лезь в ближний бой, используй техники лучше», сказал Наруто. «Все пошли на балкон. Начали», сказал Какаши. Саски решил узнать, почему не лезть в ближний бой. И достал Кун и пошел на Минму. Минма начал использовать клонов, чтобы отвлечь Саски. Саски начал бросать Кун и Сюрикены в клонов. На один момент Саски потерял Минма с поля зрения и Минма утащил его под землю и у Саски торчала только голова. И тогда у Минма появился Росинган в руке, но небольшой он хотел им ударить. Наруто посмотрел на Какаши. «Беги», — сказал Кураму и Наруто сорвался с балкона. После него поднялась вся пыль, что там была точка. Наруто прописал Минме с ноги в бог и Минма полетел в Какаши. «Хакагисама, это так вы проводите экзамены?» — спросил Наруто. И около Наруто появился Минато и Акару. «Все было под контролем», — сказал Минато. «Если все было так, то вы бы остановили бы бой раньше, чем я вмешался», сказал Наруто. Наруто ступай наверх, «Я сам поговорю с Минато», — сказал Акару. «Бой против Минму и Мите следующим», — сказал Наруто. Это услышала все толпа и они начали сходить с ума. Что кто-то согласился выйти один против двоих. «Нет, этому не бывает. Иди на балкон и жди свою очередь», сказал Минато. Наруто использовал шуншин и оказался на балконе. «Если они попадутся мне, я поквитаю с ними», — сказал Наджи. «Они вам и достанутся. Хакаги боится, что я могу убить их», сказал Наруто. «Не повезло тебе, может сможешь спустить пар на сопернике», — сказал Наджи. Минато в этот момент обсуждал Сакару и Какаши, действия Какаши в момент экзамена. «Победитель Минму на Микадзе», — сказал Какаши. Саски вытащили и забрали в больницу, как выяснили Минму под землей, пробил ему две ноги и оставил там два куна и точка. Когда это увидел Наруто, все почувствовали ки, которая шла от него. Следующий бой Наджи Хьюго против Гары, сказал Какаши. Наджи только в Тайдюцу, «Если попадешь, больше никак не сможешь», — сказал Наруто. «Попробуем», — сказал Наджи. Наджи спрыгнул с балкона. «Начали», — сказал Какаши. Наджи решил послушать Наруто и начал навязывать бой в Тайдюцу. Гары хотел отойти, чтобы использовать техники. Но Наджи не отпускал его и пробивает по танкетцу. В один момент кода Наджи хотел пробить в голову. Гары рассыпался и оказался взаде и начал поднимать Наджи песок и сдавливать его. «Гара, отпусти его», — победитель Гара, сказал Какаши. Гара отпустил Наджи, пошел на балкон. Наджи потребовалась скорая помощь. «Следующий бой, Наруто Узумаки против Тимари», — сказал Какаши. И Гара обернулся и посмотрел на Наруто, который улыбнулся. Наруто спрыгнул с балкона и ждал, когда спустится Тимари. «Мне повезло тебе, Узумаки», — сказал Тимари. «Начали», — сказал Какаши. Тимари отпрыгнула назад и достала веер, а Наруто стоял на месте и закрыл глаза. Тимари использовала стихии ветра и в Наруто полетели лезвия ветра. И когда техника уже почти его ударила, он просто увернулся от него и бросил домой шашку. Тимари пустила технику в верто, чтобы рассеять дым, но не стоило этого делать. Когда дым рассеялся, там она увидела, что никого нету и Наруто стоял уже в задине ее. И он поднес Куной к ее гору и по Куной и начала пробегать в молнии. «Это тебе не повезло, а не мне», — сказал Наруто. «Наруто, убери Куной, победитель Наруто Узумаки». Следующий бой — Мита на Микадзе против Шина. Наруто влялся Тимари за плечо и пропал в Шумшине. Они оказались на балконе. Тимари пошла к своей команде, а Наруто смотрел бой. И ждал, когда скажут его имя и соперника. «Начали», — сказал Какаши. «Шина-то использовала жуков, а Мита стихия огня. Жуки начали сгорать все без исключения». «Я сдаюсь», — сказал Шина. «Слабак», — сказал Мита. «Победитель Мита на Микадзе. Следующий бой — Минман на Микадзе против Гары». И к Наруто подошел Гара. «Сильно хочешь его крови?» — спросил Гара. «Да», — сказал Наруто. Гара пропал в песке и оказался на арене. «Я сдаюсь», — сказал Гара. «Слабаки одни на экзамене собрались», — сказал Минма. «Поверь, я буду долго и с удовольствием наблюдать. Как Наруто будет убивать тебя?» — сказал Гара. «Победитель Минма на Микадзе. Следующий бой — Мита на Микадзе против Шикомару Нара», — сказал Какаши. Оба появились на арене. «Как же сильно Наруто хотел оказаться на месте Шикомару сейчас!» «Начали», — сказал Какаши. Шикомару начал использовать тени, но Мита достала печати и тени начали уходить туда. «Хм, значит, нашли мои печати», — сказал Наруто. «Аха!» — сказал Карума. «Ох, будет весело, когда их будет использовать против меня», — сказал Наруто. Пока Наруто общался с Курамой. Шикомару сдался. Победитель Мита на Микадзе. Следующий бой — Минма на Микадзе против Наруто Узумуки. Наруто спрыгнул с балкона и встал около Какаши, Минма спустился и встал в стойку. «Начали», — сказал Какаши. Минма бросил шашку Наруто, понял, что Минма удумал, и Наруто прыгнул на стену. Когда Минма показался, он не увидел Наруто и начал сам его искать. Потом он увидел его на стене. «Узумаки, только можете убегать», — сказал Минма. Наруто спрыгнул с стены. «Давай покажи, на что способен сынок Хакаги», — сказал Наруто. Минма побежал на Наруто и хотел ударить ноги. Но Наруто достал кун и пробил ногу насквозь точка. Толпа на арене завелась и начали кричать. Наруто это понравилось и он достал еще один кун. Минма отпрыгнул назад и хотел использовать подобие Росинган. Но когда он хотел ударить им, Наруто поймал его руку. «Позволь показать тебе Росинган, как он должен быть», — сказал Наруто. И в руке у Наруто появился Росинган, как у Минато. Наруто только хотел им ударить, как Минато убрал Минму от удара. «Какаши, Наруто победил», — сказал Минато. «Победитель Наруто Узумаки, следующий бой Наруто Узумаки против Мита Намикадзе», — сказал Какаши. Мита спустилась и приготовила печати. «Зря ты их украла у меня», — сказал Наруто. «Я не украла мне их мамы дала», — сказала Мита. «Начали», — сказал Какаши. И Наруто склал три печати, и все печати Мита начали взрываться по очереди. Когда взрывы окончились, Мита лежала на земле, и Наруто кинул куны в ногу и пробил ее. «Наруто стой точкой», — сказал Какаши. «Не, а воровство я не прошу», — сказал Наруто. Акору появился за спиной у Наруто и положил ему руку на плечо. «Успокойся, не стоит этого делать», — сказал Акору. «Победитель экзамена на чуни на Наруто Узумаки», — сказал Какаши. «Хакаги, я выдвигаю обвинение к Анахи», — сказал Наруто. Минато оказался рядом с ним. «Пройдем в кабинет, там все скажешь, Какаши отнеси Мита в больницу, пусть их подлечить там», — сказал Минато. Минато с Наруто и Акору переместились в кабинет Хакаги. «Ну теперь говори все по порядку», — сказал Минато. «Печати, которые использовала Мита в бою против Шикамару Нару. Это мои печати, я их лично делал, они находились у меня на квартире. Я их никому не давал сам лично, а если я не давал их, значит их украли у меня», — сказал Наруто. «Твоя квартира опечатана, туда никто не мает зайти», — сказал Минато. «Но вы и Кушина, сын, можете?» «Тогда скажите мне Хакагисама, зачем вы своровали мои печати и отдали их своим детям?» — спросил Наруто. «Это не я. Скорее всего это Кушина, когда ходила туда за вещами тебе», — сказал Минато. «Ты уверен в этом, Минато?» — спросил Акору. «Да, уверен», — сказал Минато. «Я требую вернуть мне все печати немедленно. Так как они моя собственность, если не вернете, я взорву их аточка, и тогда кто знает, что будет», — сказал Наруто. «Пройдем домой, там обговорим все это», — сказал Минато. «Нет, пусть их принесут все сюда», — сказал Наруто. «Наруто, пойдем сходим. Я хочу посмотреть в глаза Кушине», — сказал Акору. «А не могу тебе отказать, дедушка», — сказал Наруто. Акору взял Наруто, и они пропали в Шуншине, за ними пропал Минато. Они оказались в доме, и увидели, как Кушина готовит кушать. «Доченька, скажи мне одно, где печати из квартиры Наруто?» — спросил Акору. «Папа рада тебя видеть», — сказал Кушина. Она хотела обнять Акору точкой, но Акору выставил руку перед собой. «Папа, ты чего?» — спросила Кушина. «Кушина, отдай все печати, что взяла у Наруто», — сказал Минато. «Я уже все отдала Мита Минме», — сказала Кушина. «Каждая печать такая стоит тысячу рю. Там было пятьдесят печатей, вот и считайте, сколько я должен получить за них», — сказал Наруто. «Сынок, тебе что жалко печати для брата и сестры?» — спросила Кушина. «Вы сами говорили в детстве. Никогда не воровать. Если надо купить или попросите», — сказал Наруто. «Мита использовала двадцать печатей, точка Минму, значит, тридцать осталось, идем забирать их внучок», — сказала Куру. «Может оставишь им, они им очень сильно нужны», — сказала Кушина. «Чтобы вы понимали так для галочки, точка, если не знать, как их использовать правильно, можно сдохнуть», — сказал Наруто. «Научи их пользоваться, я уверена, они будут этому рады», — сказала Кушина. «Я не обучаю никого, точка Минма, с Митой в больниц, не нужно было давать им печати». «Которые могут использовать другие», — сказал Наруто. «Минато, как они?» — спросила Кушина. «Все хорошо, ничего страшного, точка Наруто не держи зла на маму, она хотела как лучше, точка печатища заберем у Минмы и все будет хорошо», — сказал Минато. «Я в больницу, буду ждать там», — сказал Наруто. «Наруто использовал Шуншин и оказался около больницы, точка спустя секунду там оказались Акару и Минато. Они пошли к Минме в палату, Минато зашел первым, потом Наруто и Акару. «Минма, сынок, отдай печати, которые тебе дала мама, они неисправны», — сказал Минато. «У меня их нету, я их продал». «Учхо», — сказал Минма. «Вот это поворот», — сказал Наруто. «Демон пошел вон отсюда», — сказал Минма. «Минато, заткни его, голова от него болит», — сказал Акару. «Что делать с печатями?» «Если их используют неправильно, точка будет много шума ненужного, и тень упадет на узыше», — сказал Наруто. «Можешь на расстоянии их уничтожить?» — спросил Акару. «Да, но кто знает, может, они находятся в доме или с Шинобе», — сказал Наруто. «Кому ты именно пропал?» — спросил Минато. «Итачи Синсею». «А что?» — спросил Минма. «Можно сказать, ты его приговорил к смерти», — сказал Наруто. «Я за ним быть тут», — сказал Минато. Минато пропал в желтой вспышке, через пару минут он появился с Итачи. «Итачи, давай печати, потом тебе все скажут», — сказал Наруто. «Я их уничтожил уже, так что не волнуйся», — сказали Итачи. «Хорошо, а то много людей могли погибнуть», — сказал Наруто. «Минма, с тебя сорок тысяч, и срё. За печати, которые ты пропал», — сказал Итачи. «Завтра отдам», — сказал Минма. Наруто достал свиток из-под сумка. «Тут сто печатей, передай их Фугакусан и Минма в расчёте». «Больше не покупайте ничего, если это не из узыше», — сказал Наруто. Итачи взял свиток и пропал в огне. «Как только Саскинаджи будут в норме, мы покинем Канаху», — сказала Кару. И Акару с Наруто покинули кабинет. Когда Наруто покинул палату Минмы, он отправился к Саскинаджи. Когда он убедился, что с ними всё хорошо, и они скоро подправятся. Он решил отправиться и забрать свои вещи у Шикаку. «Всё время, пока он туда шёл, он общался с Курамой. Пока в него не врезалась девушка, и Наруто упал на пятую точку, а девушка упала на него». «Ой, простите, я не хотела», — сказала девушка. «Я так и понял», — сказал Наруто. Наруто встал и помог встать девушке. «Позвольте узнать имя, той, кто хотел украсть печати», — спросил Наруто. «Я не хотела этого делать. Я просто споткнулась», — сказала девушка. «Во-первых, ты сенсор, я это узнал ещё на втором этапе. Значит, ты знала, кто и где, и не могла спотыкнуться просто так. Я почувствовала твою руку, когда ты хотела быстро залезть в подсумок. И в-третьих, я сам сенсор, и знаю, что да и как. И я даже знаю, что ты врёшь сейчас. «Убегать не советую, бесполезно, так говоришь туда, как и причём тут кабуто», — сказал Наруто. «Не знаю таких», — сказала девушка. «Не ври. Ещё раз соврёшь, убью на месте», — сказал Наруто. Девушка побежала от Наруто. Наруто не стал её догонять. В любом случае он будет знать, где она, пока она будет в Канахе. Он решил дальше отправиться к Шикаку. Через пять минут он был уже в клане Наруто. Когда я забрал свиток с вещами из квартиры, точка направился в гостиницу. Когда Наруто уже почти зашёл в отел, к нему подошла Хинато. «Нам надо поговорить», — сказала Хинато. «Не думаю, прошу, отойди, пока в своему любимому не отправилась», — сказал Наруто. «Почему ты так сильно изменился?» «Где тот Наруто, который был добрый и всегда ходил, улыбался?» — спросил Ахинато. «Ты знала, что нравилась мне очень сильно, точка, и всё ровно, когда мы с тобой должны были пойти погулять. Ты поцеловал именму и пошла за ручку с ним гулять по клану, точка. Как думаешь, почему я изменился?» — спросил Наруто. «Сердцу не прикажешь», — сказал Ахинато. «Ты могла просто подойти ко мне и сказать, чтобы я не мешал тебе, и Минми ушёл в сторону, точка. А тебе иди отсюда, пока клан Хьюга не потерял химиклана», — сказал Наруто. «Давай пройдёмся и поговорим», — сказал Ахинато. «Хинато, сын, прошу по-человечески, пока я ещё добрый, уйди», — сказал Наруто. «Нет, пока не согласишься, просто пройтись немного», — сказал. «Сука, хрен с тобой, потом ты уйдёшь», — сказал Наруто. «Они пошли в сторону клана Хьюга, чтобы там погулять, точка. В клане они гуляли минут десять, пока Хинато не села на скамейку. Нашёл себе подругу», — спросила Ахинато. «Не собираюсь даже искать, точка. Мне этого урока на всю жизнь хватило, точка. Вот неинтересно, что ты нашла в нём?» — спросил Наруто. «Он добрый, честный, и любит меня, точка», — сказала Ахинато. «Врать ты так и не научилась, ну что же, Хинато, мне пора, точка. Я очень сильно надеюсь, что мы больше не увидимся никогда с тобой, точка», — сказал Наруто. «Давай посидим, ешь немного, мне скучно одной, точка», — сказала Ахинато. «Скучно. Заведя себе домашнее животное, точка, а я забыла, у тебя же есть минма, так что иди к нему лучше в больницу», — сказал Наруто. И Наруто пошёл на выход из клана. «Неплохо задвинул, а плохо», — сказал Курома. «Спасибо, что будем делать пока тут?» — спросил Наруто. «Тренироваться не вариант, всё время будут мешать, точка. Может, как раньше испытаешь печати на людях?» — спросил Курома. «Не лучше не надо, точка, а то, может, не сдержусь и убью кого-нибудь, точка», — сказал Наруто. «Давай идём, вон алкаши уже ходят, делают грязь», — сказал Курома. «Уговорил, только один раз, точка, потом идём, тогда в отеле спать, точка», — сказал Наруто. «Да-да-да», — сказал Курома. Наруто достал печать и под сумкой быстро прикрепил её на алкаша, который шёл мимо клана Хьюга, точка. Когда Наруто уже отошёл от него на расстоянии, он склал быстро печать, и точка алкаша упал на землю и обоссался. «Давай дальше идём, и не говори, что тебе это не нравится, точка. Ты сегодня выиграл, так давай праздновать», — сказал Курома. «Ох, доведёшь меня до могилы раньше времени», — сказал Наруто. «Вон ещё трое идут, точка, сука, но это уже будет грехом, если над ними не поглумиться, точка», — сказал Курома. «Хрен с тобой уговорил», — сказал Наруто. Наруто создал клонов и со спины прикрепил печать каждому из троих пьяных шинаби, точка, и ты увидела Кару. «Ты чего творишь?» — спросила Кару. «Развлекаюсь, на экзамене-то они дали мне этого сделать», — сказал Наруто. «Только не навреди им, не нужно просто так без причины это делать», — сказал Акару. «Посмотреть не хочешь?» — спросил Наруто. «Хочу, но я у Зукаги, и не должен этого допускать. Точка, а хрен с тобой, давай делай грязь, точка», — сказал Акару. Когда шинаби отошли подальше от Наруто и Акару, Наруто склал печати и шинаби упали на землю. «Что-то не так, они не должны были упасть», — сказал Наруто. «В смысле?» — спросил Акару. «Это слабой гендюцу, я на них поставил точка. Кто ещё поставил на них печати?» — сказал Наруто. «Начинай искать», — сказал Акару. «Уже это дело, пока не могу найти», — сказал Наруто. «Готовься к нам, гости, точка», — сказал Акаруто. «Дедушка, к нам направляется около 140 шинаби. Примерно пять минут пути, чакра у них странная, ни из конохи и ни у Зуши», — сказал Наруто. «Уходи, иди к Саскинаджи. Ставь там барьеры, вмешиваться в бой не стоит, ты ещё молод для этого», — сказал Акару. «Я, может, и молод, но Курама так и просится в бой», — сказал Наруто. «Тогда, Акминато, ты отправляй клонов в кланы, пусть будут на готове точка», — сказал Акару. Наруто создал восемь клонов и отправил в кланы, чтобы предупредить точку. Через пять минут около ворот Канохи в центре деревни начались взрывы, Акару появился около Наруто. «Сколько хвостов сможешь контролировать?» — спросил Акару. «Три минут. Потом уже не смогу сам», — сказал Наруто. «Отправляйся к воротам Канохи. А то, думаю, люди будут напуганы, если увидят тебя в центре», — сказал Акару. «Дедушка, сможешь поставить барьер, чтобы я мог разгуляться на полную?» — спросил Наруто. И Акару взял Наруто за плечо, и они оказались около ворот. «А теперь держись», — сказал Акару. «Давай прямо в центр, старик», — сказал Наруто. Акару взял Наруто руку и ногу и кинул в центр толпы точкой и начал складывать печати. Через секунду появился барьер, и Наруто начал покрываться чекрой Курамы, и у него появилось три хвоста. «Я сегодня добрый, двадцать минут попробуй», — сказал Курама. И Наруто начал нападать на Шиноби и Вайкума, за этим наблюдал Акару и был горд, что его внук не струсил, как он в детстве напал на толпу Шиноби и не собирался даже отступать. Спустя минуту к Наруто присоединились Минато, Какаши и Тачи и Шисой. Когда Шиноби увидели Минато, они начали отступать. Акару не стал держать их и убрал барьер, и Шиноби Кумаева в страхе начали убегать точкой. Но для Наруто это не конец, он взял кун и побежал за ними на полной скорости. «Стойте, сука, я только разогрелся», — крикнул Наруто. Акару с Минато отправились за Наруто, чтобы остановить его. «Делаем или нет?» — спросил Курама. «Не хочу, но надо. Так, брат, лучше на полную точку», — сказал Наруто. У Наруто появился четвертый хвост, и Наруто пропал. Акару с Минато искали его, но найти так и не смогли. И Минато хотел переместиться на метку на Наруто, но не получилось. «Только не говори, что он умер», — сказал Акару. «Я не знаю, я пошлю за ним Анбу на поиски. Они смогут его быстро найти», — сказал Минато. И Минато пропал в желтой вспышке, а Акару посмотрел в сторону, куда убежал Наруто. «Прости меня, внучок», — сказал Акару. И Акар увидел печать у себя под ногой, он хотел ее взять, но она начал сгорать. После того, как печать сгорела, Акару, используя Шуншин, оказался в больнице Канохи. Он решил все узнать в Саске с Нэджи, знаю они или нет, что удумала Наруто. Когда он зашел, Нэджи и Саски сидели и смотрели в окно. Нэджи, Саски скажу как есть. Наруто покинул Каноху и сейчас никто не знает, где он и что с ним. «Скажите, если знаете что-то об этом, может он вам что-то говорил», — сказал Акару. «Да знаем, он сказал нам, что он знает все правду. О том, где когда он родился и почему лист на самом деле вырвался. И просил передать, что он станет палачом для Канохи и Узуши», — сказал Саски. «Узукаги-сама, можете сказать нам, что тогда случилось? Нам интересно, почему Наруто так сильно стал ненавидеть Каноху и Узуши», — сказал Нэджи. «Не могу, ребята, простите, даже для меня то решение. По сей день не дает покоя», — сказала Акару. «Я знаю, что его объявят преступником. Но не торопитесь, пожалуйста, с этим. Дайте нам поговорить с ним сначала, может есть шанс, что все будет хорошо», — сказал Нэджи. «Завтра утром мы отправляемся в Узуши, там все и будет решаться. Так отдыхайте лучше», — сказал Акару. Акару вышел из палаты. «Как думаешь, Саски, где сейчас Наруто?» — спросил Нэджи. «Посмотри на тумбу», — сказал Саски. Там Нэджи увидел печать. «Наруто, если ты слышишь нас, точка, удачи тебе, но не нападай на Каноху и Узуши, точка. Мы не знаем, что было в тот день, но не думаем, что за это нужно уничтожить две деревни, точка», — сказал Нэджи. «У тебя в квартире через два часа. Надо все обговорить», — сказал Саски. «Так не хотелось никуда сегодня, иди», — сказал Нэджи. Но они встали и начали собираться, после чего оставили клонов в больницу. А сами направились в квартиру, где жил раньше Наруто, точка. Когда они пришли, то увидели, как на полу лежат Анбу. А Наруто сидит на стуле. «Куда ты направишься?» — спросил Нэджи. «Эх, я не знаю, друзья, возможно, просто уйду в путешествие, точка, как буду готов вернуть, чтобы вернуть долг», — сказал Наруто. «Ты один идешь?» — спросил Саски. «Да не хочу вас в это втягивать, точка, и у тебя, Саски, есть семья, хоть она и Канохи, а ты в узыше, точка, и у тебя, Нэджи, есть дядя, которому не плевать на тебя, точка. Так, ребята, до свидания и берегите себя, искать меня не советую, не получится», — сказал Наруто. «Ты сам сказал, что не оставишь нас и будешь с нами», — сказал Нэджи. «Ты как хочешь, но я пойду с тобой». «Не дай бог попадешь в неприятности, а спину прикрыть никому», — сказал Саски. «И куда мы пойдем?» — спросил Нэджи. «Хрен с вами, все ровно не отстанете. Сначала я хотел попадаться в Акацуки, чтобы набраться опыта у них. А дальше будет видно», — сказал Наруто. «Выхода у нас не будет, точка, если вступим сразу попадем в книгу Бинова, точка, и за нами будет объявлена охота, точка уха, я в деле, мне это нравится», — сказал Нэджи. «Хотел бы я видеть глаза Итачи, когда он увидит меня в книге Бинова», — сказал Саски. «Тогда уходим, а то скоро Анбу проснуться и будет жарко», — сказал Наруто. «Жди нас за кланом Учих, мы оттуда выйдем, точка, там никто не пойдем за нами», — сказал Саски. «Наруто пропал в белой дымке, Саски и Нэджи пошли в клан Учих, используя Хинги, точка, чтобы по дороге в клан никто не задавал лишние вопросы, точка, в эклане Саски и Нэджи без вопроса пропустили. Через полчаса бродилок и проверили, чтобы за ними никого не было. Саски показал тайный проход, они ушли через него, точка, там их уже ждал Наруто, и они отправились на поиски Акацуки, чтобы вступить к ним и набраться опыта. На следующий день утром, когда Акору пришел за Саски и Нэджи в больницу, когда он зашел, кланы пропали. Акору понял, что они ушли с Наруто. Он решил все сказать Минато, чтобы начинали быстрый их поиск и все объяснить Наруто. Акору только хотел выйти из больницы, как увидел, что туда идет Минато, и Кушина, точка, Акору не стал уходить и подождал, когда они зайдут, точка, когда они зашли, то Акору не стал медлить. «Минато, Кушина, у нас большие проблемы», — сказал. «Ты о чем, отец?» — спросил Акушина. «Наруто знает правду о том ДНЕ, точка, и сказал, что станет палачом для Канохи и Узуши», — сказал Акору. «Я же говорил, что не стоит этого делать, точка, надо было послушать меня, и все было бы хорошо», — сказал Минато. «С ним отправились Саски и Нэджи, срочно отправляй лучших сенсоров на их поиск, точка», — сказал Акору. «Отец, ты же сможешь сделать это?» — спросила Кушина. «Нет, я уже раз ошибся и теперь сожалею об этом, точка. Когда Наруто придет в Узуши за мной, я просто приму смерть, как и полагается», — сказала Акору. «Минато, его срочно надо найти. Я понимаю, что он наш сын, но сейчас он стал уже большой проблемой для нас», — сказал Кушина. «Нет, хватит, Кушина, я устал тебя слушать, точка, именно из-за тебя я потер сына, и сейчас он стал отступником, точка. Когда Наруто найдут и приведут в Канаху, я просто попрошу прощения у него, точка, а дальше, если так будет лучше. Я выполню долг отца, а не Хакаги», — сказал Минато. «У нас тогда небо выбора, если так не сделали, Канаха могла остаться без Буджу», — сказала Кушина. «Лучше бы осталось без Буджу, чем я без внука, точка Минато, когда придет Наруто за тобой. Скажи, что я буду ждать его около треххвостого», — сказал Акару. «Да хорошо, Акарука, думаешь, может, стоит, когда он придет эвакуировать людей?» — спросил Минато. «Стоит», — сказал Акару. «Я сама отправлюсь за ним, раз вы не можете», — сказал Кушина. «Отправишь за ним, можешь не возвращаться домой, точка, лучше закрой свой рот и иди к своим любимым детям, которые живы благодаря Наруто и третьему Хакаге», — сказал Минато. «Скажите Минми и Мита правду, пусть они будут готовы, что Наруто может прийти из-за ними, точка, а я отправляюсь в Узуши Сарачимару, точка, нужно будет быть готовым, когда Наруто придет, чтобы жители не пострадали», — сказал Акару. «И Акару пропал в Шумшине». «Минато не стоит им говорить. Они еще больше будут его ненавидеть, кто знает, чем это обернется», — сказал Кушина. «Лучше помолчи, сейчас мы идем к ним и я сам все скажу». «Будь что будет, но дети должны знать правду», — сказал Минато. Они направились к Минми и Мита в палату, Кушина сразу села на кровать к Мите и обняла ее. А Минма подошел к ним и обнял Кушину. «Мама, что с тобой?» — спросила Мита. «Сейчас вам папа все скажет», — сказал Акушина. «Минма и Мита, как бы вам это сказать?» — сказал Минато. «Что такое отец?» — спросил Минма. «Минма, сынок, в день, когда вы все родились, был очень печальным для Канахи. «Девяти хвост и напал на Канаху, если вы не забыли, — сказал Акушина. Его извлекли из вашей мамы и хотел уничтожить всю деревню. Я смог победить человека в маске. Впоследствии я убил его, но оставался и лис, которого нужно было запечатать», — сказал Минато. «В этот момент в Канаху прибыл ваш дедушка, и нас был один только вариант. Запечатать биджу в одного из вас. Мы долго думали, в кого именно, и я решила запечатать его в Наруто. На споры времени у нас не было, но был другой вариант. «Мы хотели сначала разделить лиса на две части, чтобы в Канахе было два лиса и два джинчурики, но я забоялась за вас. Я знала, как относиться к джинчурики и не могла позволить страдать двоим детям», — сказал Кушина. «И у Кушины пошли слезы. Тогда Хирузин Сарутаби запечатал всего девяти хвостов в Наруто. Спустя пару дней вы очень сильно заболели. Врачи не знали, что с вами и как лечить, но был выход. «Если влить в вас чакру лиса, она будет вас лечить. Я этого не хотел так, а Наруто мог просто умереть в тот день. Мне плевать было на лиса внутри него, плевать на всю деревню в тот момент. Но ваша мать втайне от меня, Сакару, нашли способ извлечь немного чакру из лиса, который сейчас находится в Наруто. После этого случая Наруто целый год не мог ничего делать. Многие говорили, что он умрет в любой момент. Все из-за Кушины, Сакару. Мы решили скрыть всю эту точку и прочистили многим людям память об этом, «Благодаря клана учих. Но увы вы со временем стали ненавидеть Наруто, избивали его и издевались над ним. Хоть благодаря ему вы живы и можете жить спокойно. Но недолго», — сказал Минато. И Минато отвернулся, и у него упали слезы. «Вы о чем?» — спросила Мита. Наруто узнал все это, и теперь он стал отступником Озуши. «Как нам сказали Наруто, будем мстить за тот день, что из-за меня Сакару он мог умереть, а взамен вы были жили и радовались жизни.» — сказал Кушина. «Меня больше дома не ждите, я устал от вранья. Дети знаете одно, то, что Наруто так сделал, есть и ваша вина. И надо было так с ним поступать, хоть он и демон, как вы говорите. Но он ваш брат и как и вы мой сын. Которого я люблю больше всего в этой жизни», — сказал Минато, и Минато пропал в желтой вспышке. Так прошло целая неделя, Микару узнав правду о Токару, не смогла этого выдержать и переехала в другой дом. Напоследок оставив кольцо, которое он подарил ей, и краткая точка Минато ни разу не появился дома, он шил на квартире, в которой до этого жил Наруто. Он все обставил, как было до этого точка Кушина. Поняв, что из-за ей ошибки распалась семья, первенец стал отступником, точка Минато переехал от нее, и она осталась только с Минной и Мита. Которые помогли ее не сломаться до конца. Анбу так и не смогли найти ни следа Наруто, Саски или Ниджи. Когда Фугаку узнал, что Саски с Наруто и Ниджи стали отступниками. Он слышал с себя полномочия главы, потому что винил себя, что не следил за сыном и не уделял ему время для простого даже разговора с ним. Главой клана стал Итачи, который понимал, что в этой есть и его вены. Хиаши каждый день ходил на могилу к брату и просил прощения, что не уследил за племянником. Арчимару поняв, что Озуши как и Кинаха прогнила вся, покинул ее. Он не стал нечего говорить Цун и Дизжирай, которые готовились стать родителями, и молча ушел. Компания Наруто, Саски и Ниджи искали Акацуки, чтобы вступить к ним. Но не могли найти никаких следом. Они уже хотели идти в Суну и начать искать там, пока не услышали пьяный мат из Баро. И что кто-то кричит там, что убьет всех, кто посмотрит на него. Наруто, Саски и Ниджи применили Хинги и зашли, там они увидел трех людей в черных плащах с красными облаками. Они решили подойти к ним и поговорить с ними. Но как только Наруто хотел обратиться в его сторону, полетел Куной, который он отбил, и кинул свой Куной в голову. Но человек просто поймал его одной рукой. — Неплохо для Шиноби, — сказал мужчина. — Долго мы вас искали, — сказал Наруто. — Тогда, может, покажешь себя, какой ты на самом деле, — сказала девушка. И наша компания отменила Хинги. — Ха, дёте, — удивила, — сказал мужчина. — Мой ребёнок тебе в рот не полезет, — сказал Наруто. — Мальчик, следи за словами, а то можешь решиться его, — сказала девушка. — Хочешь с ним поиграть, так и скажи. — Отрезать не нужно ничего и никому, — сказал Саски. — Ха, а яйца у вас есть, ничего не скажешь, — сказал мужчина. — Поверь побольше твоих, — сказал Ниджи. — Зачем вы нас искали? — спросила девушка. — Да думаю, зря мы вас искали, вступать в клуб алкашей. — Желаний нету, если честно, — сказал Наруто. — Ты ещё мал, чтобы понять, что да как, — сказал мужчина. — Из чего ты взял, что вы могли понадобиться, Акацуки? — спросила девушка. — Нет так нет, точка. Умолять алкашей мы не собираемся, точка. Если хочешь всё по-честному, убери клоны и покажись сама, — сказал Наруто. — А молиться не так просто, не каждый из Шинаби сможет понять, где мой клон, а где оригинал, — сказал девушка. — Дети, идите отсюда, поверьте вам, делать ничего в Акацуки. — Не дай бог убьют вас там или поранитесь, — сказал мужчина. — Мы тебя услышали, точка, но скажите свои имена напоследок, чтобы знать, как к вам обраться, — сказал Ниджи. — Не стоит, не нужна узнать. — Просто не Акацуки, а алкаши, точка, в с её уходим, не будем мешать им отдыха, — сказал Наруто. — Хочешь имена, купи книгу Бенвы и там всё узнаёшь, — сказал мужчина. — Да тупое поколение растёт, — сказала девушка. — Кокозу из водопада, хидан из источников, и ты фука из небольшой деревни, страны огня, — я да глупые не мы, а вы, — были бы вы умны и сидели бы тихо, что вас не поймали за ваши преступления, и не наказали, — так нет, вы орёте, как кончены, — и прежде чем мы уйдём, запомните узу унки, учха и хьюга, — сказал Наруто. И они вышли из заведения. — Что думаешь делать? — спросил Наджи. — Нахуй Акацуки, будем сами по себе точкой, но сначала надо заявить о себе, чтобы люди нас знали, — сказал Наруто. — Может убьём кого-нибудь и всё. — А нас быстро все узнают, — сказал Саски. — Нет, мой друг, ты неправильно понял. Нам нужен заработок, чтобы мы могли там себя показать. Сейчас нам сначала нужны деньги, чтобы кушать. У меня лично скоро они закончатся и потом ходить голодным я не собираюсь, — сказал Наруто. — Давайте так, щас пройдёмся, собираем информацию. Может кому что надо, сможем заработать и будет по чуть-чуть делать себе ими, — сказал Наджи. — Хорошо, делаем так, щас идём по всей деревне. Через час собираемся около ворот, и там уже будет всё ясно. Если работы не будет, отправляемся в другие деревни. Пока не найдём себе чем зарабатывать, — сказал Наруто. — Печати можешь ещё делать? — спросил Саски. — Продавать их я не буду, кому попала точка, хотя пойдёмте посидим и перекусим. — Я лучше и отправлю клонов, чтобы поискали работёнку, — сказал Наруто. Наруто создал клонов и отправил их по всей деревне. А сами направились в забегаловку, чтобы перекусить. Полчаса спустя, у нас есть две работы, одну я точно не пойду. Нужно сопроводить людей до Канухи, другая сопроводить до Ивы. — В Канаху не очень хочется, но платят очень хорошо. Точка, что будем делать? — спросил Наруто. — Может, ты в Канаху, а мы с Саски в Иву? — спросил Ноджи. — Там смогут меня вычислить, — сказал Наруто. — Просто скажи, что не хочешь сам туда иди, — сказал Саски. — Не хочу, но выхода нет. До Канухи отсюда три дня пути, если иди пешком. Точка до Ивы пять дней, где встретимся? — спросил Наруто. И Ноджи достал карту. — Тут есть ущелье. За два дня ты сможешь добраться до туда. — Если быстро будешь передвигаться, точка там можно будет встретиться и отправлять дальше, — сказал Ноджи. — Договорились, деньги вам отдадут сразу, как придете к воротам Ивы. Если захотят обмануть или кинуть вас, уходите. — Потом его найдем и накажем за обман и возьмем больше, — сказал Наруто. — Если что беги парк, там сможешь использовать хинги и потеряться в толпе, — сказал Саски. — Парк нет, я пойду через лес смерти, чтобы сенсоры не смогли меня выследить. — ВСЁ выходим иди к большому дому с красной крыши. — Когда придете, скажите, что вы из организации Курама. — Вам скажут, что да как, — сказал Наруто. — Опа, уже название придумал, а плохо, — сказал Саски. — Наруто пять дней, если вовремя не придешь. — Мы ждать не будем тебя, — сказал Ноджи. И все пошли по своим заданиям. Через пять дней они встретились в ущелье, как и договаривались и направились дальше. Ни подалеку от Уива они нашли работенку. Помощь местным жителям с разбойниками, которые грабят их. Они решили срезаться за задание. Они ждали два дня, когда появятся разбойники. И Наруто с компанией появились перед ними. Никто не должен вышать. Если хотя бы один будет жить, он будет и дальше грабить простых людей, — сказал Наруто. И они начали нападать на разбойников. Саски благодаря Шарингану смог уворачиваться и спокойно атаковать в ответ. Ниджи Тоши не составило большого труда выбить все дерьмо из разбойников. Наруто решил показать себя в полной красе. Он выпустил Кикураму и разбойники затряслись от страху. Наруто достал куна и начал убивать им разбойников. Когда уже все они были мертвы, Наруто брал Кикураму. — Все мертвы? — спросил Наруто. — Нет тут один ребенок, я не могу, — сказал Саски. — Не трогай, женщины и детей мы не будем убивать никогда, — сказал Наруто. — Мальчик тебя как звать? — спросил Ниджи. — Я и Нари, делайте, что должны, — сказали Нари. И Нари закрыл глаза. — Мы тебя не будем убивать, ты еще можешь исправиться и стать отличным человеком, — а не разбойником, — как и царь Броса, — сказал Наруто. — Я больше ничего не умею, — сказали Нари. — Наруто может возьмем с собой? — спросил Ниджи. — Не думаю, ему лет десять. — Пусть он лучше живет и радуется жизни, пока может. — Нари как насчет попробовать начать все сначала? — спросил Наруто. — Нет, я буду убивать, как они, — сказали Нари. — И Нари, убьешь кого-либо просто так. — Мы придем за тобой, поверь, тогда ты будешь жалеть, что это сделал, — сказал Саски. — Идем, думаю, я смогу найти тебе ремесло, — сказал Наруто. — Они отвели его к заказчику. — Химиари-сан, — все сделано, как и договаривались, — и вот еще что, этот мальчик, Инари, думаю, в будущем сможет стать защитником этой деревни. — Если, конечно, его будут обучать, — сказал Наруто. — Что же, я не против. — Если он будет защищать, то нанимать с него не надо будет, — сказал Химиари. — Хотел убивать. — Убивай тех, кто будет грабить эту деревню. — Буду вопрос и скажу все вопросы к организации Курама, согласен. — Сказал Наруто. — Да, хорошо, — сказали Наре. — Химиари передал им деньги за задание. — Инари, держи это тебе на одежду и на еду. — Не забывай, ты должен защищать их, а не убивать, — сказал Наруто. — Компания пропала в Шумшине. — После того, как Наруто, Саски и Ноджи пропали в Шумшине, они оказались за пределами деревни. — Куда двинем? — спросил Саски. — Может на источнике, чтобы отдохнуть? — спросил Ноджи. — Почему бы и нет, отдых тоже нужен, — сказал Наруто. — Огонь или туман? — спросил Саски. — Огонь, он ближе к нам, — только если что дайте знать, — я не хочу биться против Шинобеконахи, — сказал Наруто. — Тоже бы не хотелось, — сказал Саски. — Увидим их, там уйдем. — Так что давайте быстрее идемте, — сказал Ноджи. — Может заодно и отметим, а то уже сколько заданий выполнили. — Так ни разу не отметили, — сказал Саски. — Я за, — сказал Ноджи. — А потом будем как о кацуке, — сказал Наруто. — Разок думаю можно, заодно попробуем, что это такое, — сказал Саски. — Уговорили, — сказал Наруто. — Надеюсь там будут девушки. — Что бы поговорить с ними, — сказал Ноджи. — Нельзя тебе было с Джирай общаться, — никаких девушек и подглядывание за ними. — И будем забывать мы отступники. — Они конченые, алкаши и извращенцы. — Сказал Наруто. — Все, все понятно, — Идемте, — сказал Неджи. — Полдня они передвигали верхними путями, пока не пришли к источникам. — Там они переоделись и зашли в купальню. — Наруто заметил, что Неджи смотрит в сторону женской купальни. — Неджи, ты конченый, знаешь об этом? — спросил Наруто. — Джирайасын говорил, что когда девушки на источниках и их там большая толпа, тогда им можно увидеть всю прелесть, — сказал Неджи. — Хорошо, давай так. Я дам тебе возможность их увидеть голыми. Но больше ты не будешь на них пилиться, когда мы на источниках согласен. — спросил Наруто. — Я бы тогда тоже хотел увидеть, очень интересно, что там у них, — сказал Саски. — Наруто, скажи еще, что тебе неинтересно, что у них там. ВСЁ время мы все только видели. Что-то то выбирает у них на груди и в ВСЁ точка и у нас есть член, а у них что? — спросил Неджи, связался с извращенцами, — теперь получай, — сказал Курома. — Хрен с вами уговорили, только тихо. Я сделаю маленький барьер и мы потихоньку пойдем к ним. Только нужно, чтобы их кто-то отвлек, а то там могут нас увидеть, — сказал Наруто. И тут им принесли Саки. — Вот Саски пей лучше Саки с Неджи. — А поглазеем в следующий раз, — сказал Наруто. Саски с Неджи налили себе поступки и выплюнули все. — Фу, горько-найкакое, — сказал Саски. — Ну-ка дай попробую, — сказал Наруто. Наруто налил себе в пиалу и выпил. — Ох, хорошо пошла, давай еще точка, — сказал Наруто. Саски налил всем по пиале и все быстро выпили ее. Точка, когда они так выжрали бутылку, они начали собираться уже точкой, но Саски с Неджи хотел подсмотреть за девушками. — Дружище, можешь нам помочь? — спросил Саски. — Смотря что вам надо, — сказал работник. — Нам надо, чтобы в нужный момент ты отлег девушек. — Не бойся, никто не узнаем, мы даже тебе заплатим, хэта, — сказал Неджи. — Саски, Неджи, вы чего творите, я вам сказал, потом все увидите. — Прошу прощения за моих друзей, — сказал Наруто. — Да ничего страшного, у нас часто такое тут, — сказал работник. — Ну вот сколько бы стоило, если вы согласились бы это сделать? — спросил Саски. — Вчера Яшина Беконохи взял 2000 рио, — сказал работник. — Быстро уходим, три минуты на сборы, — сказал Наруто. Саски с Неджи поняли, что значит что-то не так, и пошли быстро одеваться. Через пять минут они вышли из источников и бежали к границе, но там их уже ждали Яшина Беконохи. — Твою мать, — сказал Саски, — сдавайтесь с мыла, бежать нету. Мы вас все ровно догоним и арестуем, — сказали Нод. — Простите, но этого не будет. — Саски, Неджи готовьтесь, у нас будет одна возможность это провернуть. Когда я кину куны в них, бегите на них, я клонами попробую, выиграть нам пару минут. — Впереди граница, туда они не могут заходить, — сказал Наруто. Наруто бросил куны и создал клонов, и клоны применили Хинги. Все клоны побежали кто куда, Анбу начали погоню. Как они думали за настоящими, когда они их догнали. Тео поняли, что это была ловушка, Наруто, Саски и Неджи спрятались под землю и ждали момента. Когда Анбу начали погону за клонами, они выбрались и побежали вперед. Когда они уже перешли границу, они побежали дальше. Чтобы Анбу не видели, куда они побежали и в какую сторону. Спустя часа три Бегатни в пьяном состоянии, Саски вывернула за ним и Неджи. Наруто стоял и смотрел на них с улыбкой. Куда дальше? Спросил Саски. Туман, там я думаю будет для нас работенка. Если нет, то отправимся в маленькие деревни и там будем искать, сказал Наруто. Они направились в туман, но по пути увидели магазин. И там были книги Бинка, они решили их купить и посмотреть, есть они там или нет. Точка, они купили три книги, чтобы заодно в будущем всех отступников знать в лицо. В начале книги они увидели себя. Наруто Узумаки отступник из Озыши, особо опасен. Мастер Фуина, техники неизвестна. Награда 200 тысяч рио. За живого 400. Саски Учиха отступник из Озыши, особо опасен, использует техники стихии огня. Награда 200 тысяч рио, за живого 400. Хьюганаджи отступник из Озыши, особо опасен, искусный боец ближнего боя. Награда 200 тысяч рио, за живого 400. Написали бы еще что и о джинчурики, сказал Наруто. Видно они решили взяться за нас серьезно, сказал Саски. Что будем делать? Спросил Наджи. Придется забыть нам о стране огня на время. Как я знаю, в других странах нас не тронут, если конечно мы сами чего не натворим там. В туман не идем, у них мир с коныхой, они выдадут нас туда. Ну пиздец, а хотя сыграем по их правилам. Саски ты хотел, чтобы нас узнали через убийство людей? Спросил Наруто. Что-то мне не нравится, что ты удумал, сказал Саски. В книге полно шиноби, если мы поймаем пару человек, можно будет немного уйти в тень, чтобы не привлекать внимание. Тело можно сдавать на черный рынок, там больше дадут. Начинаем искать там шиноби, которые нам по силам сначала. Потом пойдем все выше и выше, сказал Наруто. Вот что кстати Наруто, я ни разу не видел, чтобы использовал техники, сказал Саски. Не хотел показывать все, что умею, точка, сказал Наруто. Сколь стихи? Спросил Наджи. Три, молнии, ветер и вода, сказал Наруто. Тогда у нас большие шансы, на охоту, сказал Саски. Вот нашел, шат Джоджи владеет стихи, мани и ветром, мастерски. Наград пятьсот тысяч, берем? Спросил Наджи. Мастер двух стихий, берем. Будет интересно, как долго он простоит против нас троих, сказал Наруто. Еще есть у нас Амедыри из тумана, за него дать то же самое. Заскучим за ним? Спросил Наджи. Запомните их лица, если кого увидим первым, того и убьем, точка, потом дадим о себе знать и уже будет охотиться за отступниками с большей наградой, сказал Наруто. Тогда выдвигаемся на поиски. А то устал уже просто убить разбойников, сказал Наджи. Хорошо, куда сначала? Спросил Наруто. Кума или Ивы, там они должны находиться ну или рядом ними. Куда сначала? Спросил Наджи, Ива, потом Кума, если кто нападет, убиваем на месте. Кроме женщин и детей, точка, сказал Наруто. Только давайте сначала зайдем перекусим, а то после саки кушать захотелось сильно, сказал Саски. Они пошли в маленькую деревушку рядом, где перекусили и отправились за своими жертвами. Три месяца у них ушло на поимку и убийство двух отступников. После чего они решили обосноваться в маленькой деревне, точка, чтобы отдохнуть и залечь на дно. Наруто, сходим на задание? Спросил Саски. Денег у нас и так пока хватает, смысла нету, сказал Наруто. Есть, а нас еще не знают, точка, пора уже, думаю, заявить о себе как можно громче, сказал Наджи. И отпуститься, как о Кацуке, которые охотятся биджу? Спросил Наруто. Жаль их, потеряли одного, когда хотели напасть на Кынаху, точка, думая, что там есть джинчурики, сказал Саски. И тут в дом забежал и Наруто. Наруто, тут пришел большой заказ для вашей шараги, сказали Наруто. Опаньки, значит, о нас уже кто знает, точка для бизнеса это хорошо, сказал Наджи. Что за заказ и Наруто? Спросил Наруто. Из Канохи, пропало два отряда Шиноби. Тут сказано, что он пропал и на территории сына, точка, сказали Наруто. Что думаете? Спросил Наруто. Хоть мы ушли оттуда, но деньги нам пригодятся, точка, сказал Наджи. Взять деньги мы не сможем. Когда мы за ними придем, нас схватят, не забывайте и за нас уже другая награда, сказал Наруто. Возьмете меня с собой? Хочу посмотреть, как вы будете биться, сказали Наруто. Делаем так, идем все четвером, точка, Наруто заберет награду, а мы подождем его, сказал Наруто. Тут сказано, что деньги передадут лично Наруто Узумаке, сказали Наре. Твою мать, теперь понятно, откуда ноги растут, точка, сказал Наруто. Стоп, Суна, там же горы живет с экзамена, сказал Наруто. Да, он еще и джинчурики, как и я, там можем нарваться на Акацуки, сказал Наруто. Откажемся? Спросил Наруто. Не люблю песок, честно, сказал Саски. И Наре идешь с нами, только не бойся ничего, точка, ты идешь в Канаху и передай Хакаге записку, которую я тебе дам, сказал Наруто. Ага, а сколько я получу с этого? Спросили Наре. Не волнуйся, мы тебя не обидим этим, точка, так иди умойся, переоденься и выходи, точка, сказал Наруто. Хорошо, точка, сказали Наре, записку возьмешь у себя на столе, сказал Наруто. И Наре побежал домой, приводить себя в порядок. Может зря ты его туда хочешь отправить? Спросил Наре. Пусть учится сему, ему надо понять, что мир не так просто, как он думает, точка, если на него там нападут, что же записку они все ровно прочитают, я уверен в этом, точка, тогда мы уже заявим о себе как можно громче, сказал Наруто. Мы собираться, точка, сказал Саски. Десять минут, потом выходим, сказал Наруто. Наруто создал клона, который написал записку и отнес ее и Наре в маленький домик, точка, после чего они выдвинулись в Суну. На дорогу до них ушло три дню, когда прибыли увидели, что Акацуки бьются против Шиноби и Сконохи. Смотрим или идем? Спросил Саски. Там было написано два отряда, а тут их три, точка, ждем, когда будет два и тогда поможем, сказал Наруто. Смотри, там Сакура, сказал Наруто. Сможешь смотреть, как она умирает? Спросил Наруто. Нет, сказал Саски. А твой мать хуй с вами идемте, точка, но потом надо будет вырубить Шиноби и Сконохи допросить Сакуру, точка, сказал Наруто. Лучше я допрошу ее, сказал Саски. Ага, а потом еще и обыскивать ее будешь. Знаю я тебя, извращенца, ты первый извращенец, из-за чих, точка, сказал Наруто. Я бы обыскал Тентин, сказал Наруто. Идемте, конченые вы мой, точка, сказал Наруто. Они выдвинулись, помогает Шиноби и Конохи в бой против Акацуки. Наруто подобрал один идеальный момент и со спины неожиданно для всех ударил блондина из Акацуки Рассенганом в грудь. Твой мать Дейдара, крикнула Фулка. Я же говорил вам, что вы конченные алкаши, сказал Наруто. Идейдара упал с дыркой в груди. Надо было вас там в баре убить всех, сказал Хидден. Надо было, но уже поздно, Хидден. А где твой напарник? А да я же его убил, сказал Наруто. Хидден не вздумай нападать, он тебя провоцирует, сказал Афуко. Он убил Дейдару, не прошу, сказал Хидден. Ну иди ко мне, давай убей меня. Я даже не буду уклониться, сказал Наруто. И Хидден со злостью побежал на Наруто и совсем забыл о защите. Когда он уже был близко, Меджи с Саски воспользовались этим и отрезали ему голову. Ой, Хидден, ты кажись голову потерял, сказал Наруто. Срать на это я тебя убью, сказал Хидден. И в проду бессмертный, Саски, Меджи на вас Канаха. На мне Фуко, сказал Наруто. Малыш, я тебе не по зубам, точка, сказала Фуко. Жаль, ты очень красивая и сильная, не хотелось бы делать тебе больно, точка, сказал Наруто. Спасибо за комплимент, сказала Фуко. Стой, я не закончил, ты красивая, сильная, точка, но старая, я знаю, как ты продлеваешь молодость, точка, сказал Наруто. Не заиграйся с ней, а то умрешь, сказал Саски. Вырубайте-ка наху, они так уже еле на ногах стоят, сказал Наруто. Малыш, иди сюда, я тебе кое-что покажу, сказала Фуко. Не хочу показаться невоспитанным, точка, но то, что с тебя сыпется песок, я и так вешу, сказал Наруто. Поверь, за эти слова ты дорого заплачешь, сказала Фуко. Что будет? Поцелуешь меня? Спросил Наруто. Четыре предела, сразу и быстро, сказал Курома. Когда Фуко хотела напасть, ее схватили за плечо. Фуко не стоит этого делать, забирай Хидона и уходим, сказала Кацуки. Но пейн, я смогу его убить. Заодно заработаем денег, сказала Фуко. Это приказ, сказала Кацуки. Фуко забрал Хидона и пошла к пейну. Значит пейн, хм, интересный этот тип. А особенно Ренинган, сказал Наруто. Скоро я приду за твоим питомцем и заберу его, сказал Пейн. Буду ждать Ида. Скоро ждите нас, когда будем охотиться на вас, сказал Наруто. Селенок у вас не хватит, малыш, сказал Пейн. Как говорил один человек, придет время, я искупаюсь в крови своих врагов, сказал Наруто. Мальчик, иди домой к родителям, а то они тебя уже наверное ищут, точка, сказал Пейн. Пиздец ты шутник, Ида чуть не забыл, точка, вали отсюда и забирай своих, пока не стало поздно для вас, сказал Наруто. Жди, когда пропадут первые восемь, мы придем, сказал Пейн. И Акацуки пропали, уйдя по землю, точка, а Наруто повернулся и увидел, как Саски и Нэджи лапают Сакуру и Тинтээн, точка, и остальные вырубленные. Прекращайте, Сакура, что ты тут делаешь? Спросил Наруто. Меня послал Узукаги само в помощь Канахи, точка, сказал Сакура. Я двигаюсь дальше к встрече, Санари, точка, Саски, Нэджи уходим, сказал Наруто. Да погоди, ты дай нам побыть с ними, сказал Саски, сюда идет шина Бессуны конченной, так что уходим, точка, сказал Наруто. Саски, не уходи, мне скучно без тебя, сказала Сакура. Пойдем с нами, сказал Саски. Нет, не забывайте, зачем мы тут. Уходим, точка, сказал Наруто. Идем, Саски, времени у нас мало, сказал Нэджи. Возьмите меня с собой, сказала Сакура. Передай Акару и Минато, скоро я приду, сказал Наруто. И Наруто вырубился Куро одни ударом в солнечное сплетение, точка, и они побежали из страны песка, как можно дальше, точка, но перед этим Наруто забрал труп Дейдара и запечатал его в свиток. Они направились в точку встречи, чтобы забрать деньги. Когда они прибыли к месту встречи, там были три джанина. Где инрия деньги? Спросил Наруто. В Кунохе, пройдем с нами, сказал Какаши. «Хатаки, шутить с нами нехорошая идея, точка, и у вас две минуты, чтобы тут оказался и Нарри и оплата за задание», сказал Наруто. «Демон заткнись», сказал Джанин. «Демон говоришь, как думаете, с покровом из четырех хвостов справитесь?» спросил Наруто. «Не стоит горячиться так, Хакаги-сама, хочет тебя видеть лично», сказал Сума. «Я отказываюсь, за то, что Куноха обманула нас. Поверьте, я не заставлю вас ждал долго, точка, я возьму все сполна и сделаю то, что Лис не доделал четырнадцать лет назад», сказал Наруто. «Никто вас не обманывал, деньги у Хакаги, как и было написано. И он предаст их только тебе, вот и ВСЁ, точка, сказал Сума. Вызывайте его сюда тогда. И не говорите, что не можете, я не поверю вам», сказал Наруто. «Какаши достал Куно и влел в него чакру и кинул около Наруто. В желтой вспышке появился Минато. «Ну здравствуйте», сказал Минато. «Где Нария-плата?» спросил Наруто. «Какаши, Асума, Куриной, возвращайтесь в Канаху. Я пока поговорю с Наруто», сказал Минато. «Да Минато Синси», сказал Какаши. И Джанина пропали в Шумшине. «Не перешивайте, я нападать не собираюсь, все по-честному и открыто», сказал Минато. «Было бы по-честному и открыто раньше. Было бы всем намного лучше», сказал Наруто. «Вот ваша оплата и Нари скоро сам придет», сказал Минато. «Что же, Хакаги, тогда до свидания». «И да заберите своих Шиноби и Сыны. А то, кто знает, что с ними там может случиться», сказал Наруто. «Как мне тебя найти в следующий раз?» спросил Минато. «Я сам найду тебя, когда буду нужен». «Все уходим», сказал Наруто. «Саски, Маджи по вам очень сильно скучают в кланах», сказал Минато. «Мы знаем и что?» спросил Маджи. «Ничего, Наруто, сынок, надеюсь, ты знаешь всю правду о том, ДНЕ. НЕ убивай брата и сестру. Лучше приходи за мной, я не буду давать отпор», сказал Минато. «Прощайте, Хакаги», сказал Наруто. «Наруто забрал деньги и они пропали в Шуншине, они побежали в деревню, чтобы отдохнуть там и подождать Инари. Как они прибыли, на следующий день прибыл Инари, Наруто дал ему процент от задания. Саски, Маджи, чтобы больше этого не повторялось, как в Суне, сказал Наруто. «Ты о чем?» спросил Саски. «Вы поставили свои желания выше задания. Хотите быть с девушками, тогда делайте это в свободное время. Когда мы на задании ничего лишнего не делать», сказал Наруто. «Да ладно тебе, ничего же не случилось», сказал Саски. Саски Наруто прав, если бы мы задержались бы еще минут на пять. «У нас были бы большие проблемы», сказал Наруто. «И да, к нам никогда не вступит девушка, из-за баб всегда скандалы. Но если кто-то из вас захочет привезти к нам в организацию девушку, ваше дело, я не буду тут оставаться и просто уйду», сказал Наруто. «Наруто без девушек никуда, точка надо же с кем-то общаться, да и прогуляться иногда», сказал Наруто. «Я все сказал, дальше выбирать вам, точка моя задача предупредить вас, а дальше время покажет, из-точка», сказал Наруто. «Что девушки тебе такое сделали, что ты ненавидишь их так?» спросил Саски. «Ничего, сами подумайте, головой. Восу не был скандал между Пиуном и Фука. Это уже показывает, что девушки не нужны нам тут, лучше будем набирать пацанов. Скоро я выдвинусь за пару человек и попробую уговорить их вступить к нам, точка», сказал Наруто. «А мы что будем делать?» спросил Саски. «Сынари ходить на задание, точка, через неделю я выхожу в страну демонов. Только, ребята, не попадитесь никому и не приводите девушек», сказал Наруто. «Не волнуйся, все будет хорошо, девушек тут не будет», сказал Саски. «Надеюсь, так и будет, недельку отдохнем. Заодно поможем местным жителям», сказал Наруто. И к ним в дверь постучались, и Наре пошел открыл дверь, там был глава деревни. «Ребята тут, жители деревни, решили сделать вам подарок, чтобы хоть как-то отплатить вам за помощь деревне», сказал Химери. «Да ладно, вам не стоит, мы помогаем от чистого сердца», сказал Наруто. «Ну тогда примите от чистого сердца четыре плаща», сказал Химери. И Химери передал четыре плаща Наруто в руки. «Там старались подобрать вам под размеры», сказал Химери. «Спасибо, Химери, а сможете сделать еще плащи? Не волнуйтесь за них, я заплачу, сколько скажите», сказал Наруто. «Сколько надо плащей?» спросил Химери. «Еще восемь», сказал Наруто. «Как быстро они должны быть готовы?» спросил Химери. «Полторы недели, хватит», спросил Наруто. «Будет трудновато, но успеем», сказал Химери. «Прощу на каждом сделать цифры, от одного до восьми, и возьмите три плаща и те. Пусть на них сделают цифры одна, два и три», сказал Наруто. «Почему три, а не четыре?» спросили Наруто. «Хим придумал, на этом плаще пусть будет цифра двенадцать, сказал Наруто. И Наре он будет твоим», сказал Саски. «Нет, это будет мой плащ, не нужно всем знать, на что я способен. Возьму на себя роль дурачка, там будет дальше и видно, что к чему», сказал Наруто. «Два дня и будет готово», сказал Химери. «Надеюсь, двадцать тысяч рев хватит», спросил Наруто. «Да, конечно, еще и останется», сказал Химери. «Остаться не должно, и Наре как закончится изготовка плащей. Саски с Наре дадут тебе деньги, пойдешь в магазин и накупи продукты. Ни надо забывать о детях, которые тут одни остались», сказал Наруто. «Хорошо, все будет в лучшем виде». «Сказали Наре, или может кто-то против?» спросил Наруто. «Нет, никто не против. Эта деревня приняла нас, надо отплатить им добрым», сказал Наруто. «Саски вы с Наре и Наре, пока меня не будет, отправляйтесь на одно задание. Потом сидите тут и ждите меня. Химери сам смотрите, чтобы никто сюда не заходил, пока нас тут нету», сказал Наруто. «Да не волнуйтесь, все будет хорошо, позвольте узнать, куда вы собрались?» спросил Химери. «Страну демонов, и пора нам расширяться», сказал Наруто. «Страна была уничтожена полностью, но есть слухи людей, что осталась одна девочка, которую смогли спасти оттуда. Ее можно найти в горном хребте за туманом», сказал Химери. «Значит придется забыть о ней», сказал Наруто. «Твою мать Наруто, может она сможет нам помочь», сказал Наруто. «Ага, помочь, знаю я вас», сказал Наруто. «Не волнуйся ты, мы не будем трогать ее точках, и ты считаешь нас извращенцами, но сам знаешь, мы знаем рамки», сказал Цаски. «А зачем она нам нужна, люди в стране демонов?» спросили Наруто. «И Наруто, в той стране жили очень сильные кланы, которых отвергало общество, они смогли бы нам помочь», сказал Наруто. «А какие кланы?» спросил Наруто. «Клан Курамы и клан Ченойки. Каждый их них мастер гендюцу высокого уровня», сказал Наруто. «Слышал я про Ченойки, они вторые, кто может накладывать сильное гендюцу. А вот про клан Курамы я не знал», сказал Цаски. «Мало что про него известно. Но есть точная информация, что когда человек теряет контроль над собой, он становится монстром и останется в этом обличье навсегда», сказал Наруто. «Лучше бы Ченойки, но нахрен монстров, сказали Наре. Планы поменялись, я беру с собой Наре, Саски и Наджи на задание не ходите. Помогите жителям и детям, а ты Наре, собирайся и мы выходим сейчас», сказал Наруто. «Пусть она будет лучше, будет и с точкой», сказал Наджи. «Если будет девушка, я убью ее на месте, чтобы никому она не досталась», сказал Наруто. «Не надо, пусть лучше к нам вступит и поможет», сказал Саски. «Если я приду и увижу тут посторонних, она умрет». «И вы следом за ней», сказал Наруто. «Наруто, я готов идем», сказали Наре. «Не волнуйтесь, я присмотрю за ними», сказал Химери. Наруто с Инари отправились в туман. Два дня Наруто с Инари передвигались в туман. Чтобы их никто не видел и чтобы сенсоры не смогли их найти. Когда не прибыл в ущелье, Наруто увидел гору трупов. Инари, ни в кое случае не доставай свою катану. «Что бы ни случилось, ты понял?» спросил Наруто. «Да понял», сказали Наре. «Я знаю, что ты тут, может покажешься», спросил Наруто. «Значит, ты сенсор, что же быстренько тебя убью, а потом мальчишку», сказала девушка. «Твою мать, я думал, может люди ошибались, эта девушка», сказал Наруто. «Ты что-то против девушек имеешь?» спросила девушка. «Да от вас много проблем и головной боли». «Инари, идем отсюда», сказал Наруто. «Вы не уйдете отсюда живыми», сказала девушка. Девушка взяла кун и порезала себе руку. «Инари, закрой глаза и не открывай, чтобы ты не услышал», сказал Наруто. «Инари, закрыл глаза». «Это ему не поможет», сказала девушка. «Ему нет, а мне да». «Не нужно ему видеть, что я с тобой сделаю», сказал Наруто. «Интересный ты человек. Как я знаю, Сенсора очень слабый в Гиндюцу, Ниндюцу. Я мастер в Гиндюцу», сказала девушка. «Ошибочка у тебя вышла, я не просто Сенсора. Так давай повеселимся, и да поймать в Гиндюцу даже не пытайся, боюсь ты умрешь после того, как его увидишь», сказал Наруто. И Наруто пропал с поля зрения девушки, та прыгнула в воду красного цвета. Начала искать Наруто, и когда она его увидела, заметила, что его глаза изменились. «Она хотела поймать его в Гиндюцу, но не получалось почему-то. Она начала беситься и напала на Наруто в Тайдюцу, но там Наруто и шанса не дал. После пары ударов она влетела в воду головой в Эммизу. «Наруто уже хотел уходить, но заметил, что девушка не выплывает. Наруто с разбегу нырнул за ней и вытащил ее оттуда. Создав клона, он сделал массаж сердца и искусственное дыхание. И девушка начала приходить в себя. После этого Наруто развеял клон и пошел к Наре. «И Наре открывать глаза», сказал Наруто. «Нет, не открою, не поймаешь меня в Гиндюцу», сказали Наре. Наруто дал ему леща и Наре открыл глаза. «Все, идем отсюда», сказал Наруто. «А как же она?» спросили Наре. «Она слаба», сказал Наруто. «Может, пусть идет с нами? Будешь обучать ее и меня заодно», сказали Наре. «Учителем я не буду, я еще не заслужил такое наказание», сказал Наруто. Они повернулись, чтобы уйти. Девушка встала и кинула куны в Наруто. Он его поймал и бросил в гору. «Спасибо тебе», сказала девушка. «Не за что, все идем, Наре», сказал Наре. «А как тебя зовут?» спросили Наре. «Чина», сказала Чина. «Я и Наре, а это Наруто Узумаки», сказали Наре. «Я знаю, кто он, скажи мне Узумаки. Зачем ты сюда приходил на самом деле?» спросила Чина. «Тебе не надо знать», сказал Наре. «Мы набираем людей к нам в Шарагу. Поэтому и пришли сюда», сказали Наре. «Что у тебя с глазами?» спросила Чина. «Меньше знаешь, крепче спишь», сказал Наре. «Чина не хочешь к нам?» спросили Наре. «И Наре, закройся», сказал Наре. «Да ладно тебе, вон Саски с Маджи ни хера ничего не делают. А она сможет помогать тебе и мне», сказали Наре. «Это верно, но отвечать за нее будешь ты согласен», спросил Наре. «Да согласен», сказали Наре. «Ну так что Чина пойдешь с нами?» «Сразу говорю, приставать к тебе, там никто не будет», сказал Наре. «А сколько вас человек?» спросила Чина. «Четверо, Наре у нас за старшего», сказали Наре. «И Наре, я тебе когда-нибудь оторву твой язык», сказал Наре. «А что я то?» спросили Наре. «А жить есть где?» спросила Чина. «Досчет крыши над головой, а еды проблем у тебя не будет, точка, но есть обязательства, которые надо делать обязательно, точка, сказал Наре. «И какие?» спросил Чина. «Выполнять задание, которое я дом, точка, помогать деревне, в которой мы живем», сказал Наре. «Какую часть доли я буду получать?» спросила Чина. «Если ходить будешь с кем-то, то 40% твой, точка, 10% отдаете мне, я их буду откладывать на запас, точка, обманывать я никого не собираюсь», сказал Наре. «Соглашайся, будет весело», сказали Наре. «Только если возьмете мою подругу», сказал Чина. «Твою мать так узнал, что будет подвох», сказал Наре. «А кто она?» спросили Наре. «Якума, она из клана Курамы», сказала Чина. «Контролировать она его может?» спросил Наре. «Да с трудом, но может, точка, но иногда надо давать ее свободу действий, точка, а то будет херовато», сказала Чина. «Где она сейчас?» спросил Наре. «Тут рядом, но есть проблемы с ней», сказала Чина. «Что с ней?» спросил Наре. «Ее ранили сильно в последнем бою, точка, денег у нас не хватает на хорошего врача», сказала Чина. «Наре, мы же поможем им», спросили Наре, «Видя давай только быстро, может еще не поздно будет», сказал Наруто. Чина бежала через ущелье, Наруто с Энари побежали за ней, точка, там они увидели, что от девушки ничего не осталось, там уже был монстр. «Чина, забери Наре и иди к озеру», сказал Наруто. «Прости, Якума», сказала Чина. Чина с Энари отправились к озеру, где до этой Чина билась Наруто. Монстр стал нападать на Наруто и использовать гендюцу. Но Наруто не попадался в них благодаря чак релизу. Когда очередной раз монстр хотел поймать Наруто в гендюцу, Наруто пропал, оказался за спиной, использовал Росинган и ударил им в голову, точка, после этого он запечатал труп в свиток и сжег его, чтобы никто и никогда не смог узнать тайну этого клана. Спустя пару минут он догнал Чина с Энари, они отправились в деревню. Три дня у них заняла дорога, так как Чина очень сильно хотела кушать и поспать по-человечески, точка, когда они прибыли, увидели, что в доме находятся посторонние люди, точка, а Саски с Нэджи сидит на диване и общается с Сакурой и Тентин. «Я вам что говорил?» спросил Наруто. «Да ладно тебе, они просто пришли в гости», сказал Саски. «Для вас, что, блядь, быть отступником, какая-то игра, что ли?» спросил Наруто. «Они сейчас уйдут и все, чего сразу кричать», сказал Нэджи. «Поздно я вас предупреждал, точка, вы подставили целую деревню ради себя, точка, теперь ее жители будут под угрозой, так как они приняли у себя отступников и не выдали их, а точка, молодцы, просто ничего сказать, берите свой сук и идите отсюда», сказал Наруто. «Не горячись, все будет хорошо, если мы их примем к себе», сказал Нэджи. «Вы слепые, как думаете, почему они оказались в Суне, когда там было задание у нас? И теперь они пришли сюда, прошу заметить, никто не знал, где мы находимся, точка, а теперь вопрос, кто из вас им все сказал?» спросил Наруто. «Да ладно тебе, Наруто, все хорошо будет, точка», сказал Сакура. «Я даю вам три минуты, чтобы покинуть деревню, точка, или выше головы отправиться в Канаху, а трупы будут похоронены тут», сказал Наруто. «Не пойдем мы никуда», сказала Тинтин. Тинтин встала и хотела пойти на кухню. И Наруто заметил печати на спине под свитком. «Наджи Саски, знайте, нас поймали из-за вас», сказал Наруто. «Ты чего?» спросил Саски. «На них стоят печати, это корень Анбу», сказал Наруто. «Догадался все-таки», сказал Атинтин. «Твою мать, быстро собираемся и уходим отсюда», сказал Наджи. «Чина, убей этих двух клуш, чтобы не мешались мне больше», сказал Наруто. «Да с радостью», сказал Чина. «Не смей, с них можно убрать печати и все», сказал Саски. «И на рейде сюда, мы уходим, сюда уже идет Анбу», сказал Наруто. «Подожди нас, точка, мы сейчас возьмем деньги и выходим», сказал Наджи. «Последний раз, у вас четыре минуты. Потом уходим, никто из вас не будет знать, куда мы идем», Чина вырубая их, сказал Наруто. «Чина использовала Кетсу Рюгана и Сакура Стентин, вырубились с точкой и они все покинули деревни, но послали клонов по другому пути, чтобы сбить Анбу с следа. Они решили передвигаться в сторону деревни Звука, чтобы там скрыться на время, точка, но Наруто почувствовал, что за ними идет отряд Анбу, точка, Наруто остановился. «Забирайте Нарея и иди в деревню Звука», сказал Наруто. «Ты чего?» спросила Чина. «Сюда идет отряд Анбу, им нужен только я из-за Биджу, точка, а вами они не пойдут, чтобы времени тратить. И до Саскинаджи, проверьте свои вещи, там думаю вам подарки от Сакура Стентин, точка, а теперь уходите, вам пора», сказал Наруто. «Я не оставлю тебя», сказал Нарея. «Чина забирай его, и уходите», сказал Наруто. «Удачи тебе Наруто», сказал Чина. «Прости, мы не знали, что так получится», сказал Саски. «Поздно, присматривайте друг за другом, если я не вернусь», сказал Наруто. «И Наруто пропал в Шумшине, он оказался около Анбу». «Значит собаки Корни, а где ваш хозяин с вашими поводками?» спросил Наруто. «Наруто Узумаки, ты арестован, ты обвиняешься в нападении нашей на Беконохе». «Лучше сдайся без боя», сказал Анбу. «Где Данза?» спросил Наруто. «Тебя не должно это интересовать», сказал Анбу. «Знаете, чем отличается печать Узумаки от других?» спросил Наруто. «И Анбу начали переглядываться между собой». «Значит не знаете, позвольте преподать вам один ваш урок. Каждый из Узумаки может уничтожить свои печати. Дам совет, бросайте свои сумки и бегите», сказал Наруто. «Все хватит», сказал Анбу. «Я не хотела напасть на Наруто, но когда не ударя по нему, он пропал в облаке белого дыма. И появился барьер. Наруто вышел из-за дерева. Ребята, нечего личного, время тратить на вас не хочу честно. В прошлый раз я не стал вас убивать, просто выключил ИВСЁ. Но в этот раз ваши останки будут с земли соскребать», сказал Наруто. «Анбу начали выбираться из барьера, но ничего не получалось. Не трогайте барьер, а то чакры решитесь, а я хочу насладиться этим моментом. Спрошу только один раз, кто самый слабый из вас всех, или это его первая миссия есть такое?» спросил Наруто. «Среди нас нету слабаков», сказал Анбу. «Хорошо решите, кто из вас один выживет, а кто умрет. У вас минута на выбор, знаете, если вы не выберете сами. Это сделаю я, и тогда остальные умрет. Сказал Наруто. Наруто сел и облокотился на дерево, а Анбу смотрели на него и не понимали, что он хочет делать. Минута прошла, кто хочет выжить?» спросил Наруто. «Наши дети придут за твоей головой, чтобы отомстить за нас», сказал Анбу. «Они тоже умрут, и поверьте, что вы умрете тут. Ни кто узнает из ваших родных, скажут, что на задании ВСЁ. Я знаю, как работает Данза, так что пусть выйдет человек сам лучше», сказал Наруто. «В другую сторону», сказал Курома. Наруто перепрыгнул барьер «Точка» и появился Данза Шимару. «А вот и ваш хозяин, поводки их принес или забыл?» спросил Наруто. «Позор вас поймал ребенок». «Наруто лучше сдайся», сказал Данза. «Выбери одного из Анбу, кто будет жить, но остальные умрут тут», сказал Наруто. «Крота выбираю, остальные слабаки», сказал Данза. «Простите, ребята, я вам говорил, чтобы вы сами выбирали. Но ваш хозяин сделал это за вас», сказал Наруто. «Данза сама, пусть безликий останется, он еще молод, чтобы умирать», сказал Крот. «А чуть не забыл Данза, о чем меня еще обвиняют у вас?» спросил Наруто. «Нападение на Шиноби, побег с деревни, убийство Шиноби другой страны», сказал Данза. «М-м-м, серьезно, а стоп иди нахуй. Я не Шиноби Канохи, если ты не забыл мой документ в Узуше, я считаюсь Шиноби Узуше, и да, как насчет обмена?» спросил Наруто. «Какого обмена?» спросил Данза. «Отряд Анбу, на деревню с жителями», сказал Наруто. «Анбу, я смогу еще набрать себе точка, аж жители хорошо смогу повеселиться», сказал Данза. «Вы все слышали, ребята, так что прощайте», сказал Наруто. «Стой, я согласен, хрен с тобой», сказал Данза. «Ты пальцем не тронешь там ни одного жителя. Анбу забудут туда дорогу». «Раз и навсегда, согласен?» спросил Наруто. «Тогда ты выдашь мне учиху их юга, скажем так в шесть доброй воли», сказал Данза. «Хоть они за носа у меня в одном месте точка, но они мои друзья, так что нет точка, через десять минут барьер спадет, и вы отправитесь в Канаху точка, на деревню даже не нападайте, а то у вас будут проблемы с нами Акацуки», сказал Наруто. «Акацуки, хорошо, я согласен точка», сказал Данза. И Наруто покрылся тремя хвостами, Лиса быстро убежал в страну страны звука. На границе он решил сделать круг точка, чтобы сбить Анбу с следа и неплохо так наследил там точку, после чего решил убрать хвосты и направиться к друзьям точка. Спустя сутки Наруто смог добраться до друзей и увидел там Арачимару. «Опа, Арачимарусан, вы как тут оказались?» спросил Наруто. «Живу тут, после вашего ухода, я узнал правду и покинул Озуши», сказал Арачимару. «Скажи мне одно, бабушка знала про это или нет?» спросил Наруто. «Нет, она не знала и больше не живет Сакару», сказала Арачимару. «Амина ты знал?» спросил Наруто. «Это я не знаю честно, точка, давай лучше зайдем в бункер, чтобы никто не увидел нас тут», сказала Арачимару. После чего они пошли в бункер Арачимару, там уже вовсе веселились с Аскинаджи и девушкой. «Еще раз увижу, отправлю вас в канаху в мешках», сказал Наруто. «Тут-то безопасно, и мы нашли у себя три печати, точка, но не волнуйся, мы по дороге их прикрепили на животных, точка, так все хорошо», сказал Саски. «Наруто, как там жители?» спросили Нару. «Пока не знаю, но я сказал, чтобы не трогали деревню». «Вроде бы я смог договориться, Данзо», сказал Наруто. «Не думаю, я знаю Данзо». «Он понимает, только если силы ему все объяснить», сказал Арачимару. «Ну, значит, мы с ним тогда договорились», сказал Наруто. «Наруто, что теперь?» спросила Чина. «Арачимару-сан, как насчет, если мы поживем у тебя недолго? Пока не сможем найти безопасное место?» спросил Наруто. «Живете сколько хотите, места у меня много, тут свободного, точка, главное не мешайте им и не трогайте заключенных, точка», сказал Арачимару. «Ты еще собираешь клетки интересных с Шиноби?» спросил Наруто. «Да, а что?» спросил Арачимару. «У меня есть один такое, Дейдара, его звали из Акацуки, интересен он тебе?» спросил Наруто. «Очень где его тело искать?» спросил Арачимару. «Оно у меня в свитке, только не уроду его, точка, я хочу сдать его тело в приемник, точка, деньги-то нам нужны как-никак», сказал Наруто. «Давай его скорей, у меня уже руки тешатся», сказал Арачимару. Наруто достал свиток, полошил его на пол, и появилось тело Дейдары. «Завтра заберешь его, а пока я поработаю с его клетками», сказал Арачимару. «Где мы можем ночевать?» спросил Наруто. «Хоть где, только не шумите по ночам», сказал Арачимару. И Арачимару взял тело Дейдары и отправился к себе, точка, Наруто пошел осмотреть комнату и когда нашел нужную для себя, он зашел туда и закрыл дверь. Все остальные пошли по комнатам. Когда Наруто проснулся, он решил выйти и посидеть в общей комнате и все обдумать, точка, но там он увидел, как Саски с Мэджи общаются с щиной и им всем весело. Он решил пойти к Арачимару, но тот не открывал дверь, точка, Наруто не стал мешать и отправился дальше, пока не наткнулся на девушку, которую он видел в Канухе. «Не думал, что тебя здесь увижу», сказал Наруто. «Давай потом поговорим, мне надо сходить кое-куда», сказала девушка. «Скажи хотя бы свое имя, точка», сказал Наруто. «Я Карин Узумуки, твою я знаю, Наруто Узумуки», сказала Карин. «Помощь не нужна?» спросил Наруто. «В этом деле нет, я сама смогу это сделать», сказала Карин. «Ну ладно, тогда не буду больше тратить твое время», сказал Наруто. Наруто развернулся, убрал руки в карман и пошел дальше, точка, Карин посмотрела на него и почувствовала, что хоть он выглядит, как добряк, точка, но внутри него много злобы, которая так рвется, нарушу, точка, она решила узнать все о Наруто, что известно о Рачимару и его друзьям, точка, Карин пошла в общую комнату, где были все, с кем прибыл Наруто. «Сразу говорю, приставать даже не думайте, убью», сказала Карин. «Да они не будут», сказали Наре. «Ты значит и Нарей?» спросила Карин. «Да, а ты кто?» спросили Наре. «Я Карин Узумуки», сказала Карин. «Еще один Узумуки, ну пиздец», сказал Саски. «Все умолкни у Чиха, голова уже болит от твоего голоса, Карин. Карин, ты чего-то хотела?» спросила Чина. «Да узнать кое-что об Наруто», сказала Карин. «Ничего не знаем», сказал Нэджи. «Не ври, ах, юга.вэ с ним жили в одной деревне, вместе учились.вэ даже с ним покинули деревни и стали отступниками, ходите на задания», сказал Карин. «Наруто не так просто, никто ничего о нем не знает. Но кроме того, что он мастер фуин и джинчирики», сказал Саски. «Совсем ничего больше не знаете, спросила Карин. Нет он человек, загадка для всех. Хочешь узнать, спроси у него, может скажет», сказал Нэджи. «Но скорее всего, ты не узнаешь, а пойдешь как можно дальше. » «Скажем так», сказал Нэджи. «Карин, иди к Наруто, он все скажет, если захочет», сказали Нэри. Карин только хотела пойти к Наруто и узнать, хоть что-то о нем. Но в комнату зашел Арчимару. «Карин, не трогай Наруто, все ровно он о тебе ничего не скажет», сказала Арчимару. «А вы что-нибудь знаете о нем?» спросила Карин. «Никто не знает о нем ничего. Вот точка в Сью засекречена, многое Наруто, я думаю, не показывал еще никому. Сказала Арчимару. Арчимарусан, а вы знаете правду о его дне рождения и что было дальше?» спросил Соски. «Да, но не скажу, эта тайна умрет со мной. Если хотите узнать, пусть вам лучше все скажет Наруто. А теперь марш отсюда все, я буду кушать», сказала Арчимару. Все пошли кто-куда, но Карин смогла понять, где сейчас Наруто и пошла к нему. Инари и Щчина пошли с ней, им было интересно, что ей скажет Наруто. Точка, когда они пришли и они увидели, как Наруто сидит просто и смотрит в небо. «Что вам нужно?» спросил Наруто. «Я знаю все об Учихе Хьюго. Но с тобой проблемы, на тебя ничего. Никто же Ди не знает твоей техники, кроме Росингана», сказала Карин. «Это хорошо, больше шансов удивить соперника в бою», сказал Наруто. «Наруто можешь сказать о твоем дне рождения. А то никто не хочет ничего говорить», сказали Наре. «И Наре лучше тебе не знать, поверь, так будет лучше. Та и мне лучше скажи, как внук плотника стал отступником», спросил Наруто. «Откуда ты это узнал?» спросили Наре. «Скажем так, это и мой секрет, так что расскажешь свою историю мне? А я помогу тебе, если захочешь отомстить», сказал Наре. Шина Беконохи убили моего дедушку и маму. «Я тогда был дома и только проснулся, чтобы попить, но увидел Шина Беконохи, который перерезали горло моей маме. Лицо я не видел, но голос я запомнил навсегда. «Когда я его встречу, я отомщу, чтобы мой дедушка и мама могли спокойно уйти», сказали Наре. «Когда это было?» начиная описывать Шина Бе. «Сколько их было?» «Примерный рост цвет волос или глаз с точкой казал Наруто. «Это было, когда пятнадцатая команда из Канохи была в стране волн, чтобы охранять моего дедушку. Когда они покинули наш дом, в эту же ночь убили всех моих близких. Глаза я не видел рост, примерно как у тебя. Точка только поменьше на сантиметров 5-6. Их было двоя, это точно один из них. Парень может мужчина, голос у него был не женский. Точка повязка была на плече «Связана точка», сказали Наре. «Очень жаль, знай, если мы их найдем». «Я лично помогу тебе перезать им горло», сказал Наруто. «Теперь твоя очередь», сказали Наре. «Потом узнаешь, а сейчас пойду каяк Арчимару. А ты тренируешься, давай ничего, просто так сидеть без дела», сказал Наруто. Наруто встал и пошел в общую кухню, где сидел и кушал Арчимару. «Ну как тебе, испытуемый?» спросил Наруто. «Неплох, я долго бы смог его разбить по клеткам, точка, когда говоришь, ты его хочешь забрать», спросил Арчимару. «Хотел сегодня, но если он тебе еще нужен, могу и подождать. Только не уроду его и руки не тронь. А то не поверят еще, что это он и есть», сказал Наруто. «Я понял, они тебя не достали вопросами о тебе», спросил Арчимару. «Нет, это нормально, я знаю, что твой призыв это змея прав», спросил Наруто. «Хочешь подписать контракт?» спросил Арчимару. «Не я, пусть лучше его подпишется с Келиноджи. Я пока без призыва побуду», сказал Наруто, «когда будешь подписывать свой». «Знай у Джирайи твоего отца жабы с горами и буку», сказал Арчимару. «Утсу на деслизень, это я уже знаю и так точка какова вероятность, что жабы будут и мой призыв», спросил Наруто. «Больше, но может тебе, повезет и будет свой призыв уникальный. Так не расстраивайся, у тебя воскресенье впереди», сказал Арчимару. «Можешь потренировать их, пока я пойду к яку, да?» спросил Наруто. «Кого именно?» спросил Арчимару. «Всех, им не хватает дисциплины сильно. Кроме Инари, он все быстро понимает и схватывает налету. Но чакры не может использовать никак», сказал Наруто. «Я могу помочь ему с этим, но тогда придется попрощаться с трупом Дейдары». «Сказал Арчимару. Для Инарии миллионы не жалко, делай точка, я пока на поиск еще людей к нам. Заодно узнаю, как там Химери-сан поживает у деревни. Ну и в Канаху надо забежать за документами на пару людей», сказал Наруто. «Про Канаху забудь, пусть пройдет время, чтобы они расслабились и забыли о тебе. А потом уже можно будет делать, что хочется, они не будут этого ожидать никак», сказал Арчимару. «Хорошо, тогда я прогуляюсь по маленьким деревням, точка, может найду кого, чтобы пригласить к нам, точка», сказал Наруто. «Аккуратно, и до скорой собрания Каги будет, точка, лучше тебе успеть до него всех собрать, пока не стало поздно», сказал Арчимару. «Только тренируй их, не забудь, точка, кроме тебя, это никто не будет делать», сказал Наруто. После чего Наруто развернулся и направился к выходу из убежищ и отправился в путь. Наруто решил сначала зайти в деревню, где они жили до этого и посмотреть, что там точка за полдня быстрого бега он добрал и увидел, что многие дома разрушены, люди покалеченные, он решил отправиться к Химере, чтобы все узнать, точка, но его дом сгорел дотла, он хотел уже уйти, но к нему подошла женщина. Наруто, они просили передать вам послание, точка, что они освободят жителей, которых взяли в плен с Химере, только если ты придешь в Канаху и сдашься», сказала женщина. «Я понял, не волнуйтесь больше, они сюда никогда в жизни не придут». «Прости, что мы причинили вам столько боли», сказал Наруто. «Перед тем, как его забрали, он попросил передать вам плащи, они уже готовы», сказала женщина. «Женщина зашла в свой дом и принесла двенадцать пищалей с цифрами». «Спасибо вам большое, на днях сюда прибудет помощь, точка, они помогут вам и восстановят деревню», сказал Наруто. «А теперь ступай, сынок, а то и за тобой придут», сказала женщина. «Не придут, зря они это сделали». «Пора мне навестить Канаху и показать всем, кто я на самом деле», сказал Наруто. И Наруто пропал в Шумшине, он отправился в Канаху. По дороге он надел плащ с цифрой двенадцать, точка, когда он был уже около Канахи, перед ним появились Анбу-корни. Наруто не стал играть с ними доброго человека и загнал их в барьер и поставил там печать и точка, после чего он взорвал барьер и от Анбу остались лишь пятна крови и куски тела, точка. «Тогда Наруто решил навестить сначала Данзо, точка, он пробрался в Канаху через старые забытые проходы и отправился на базу Корни. Наруто уже хотел просто поставить барьер и взорвать на хрен ВСЁ, точка, но там были люди с деревни, тогда Наруто выбил дверь, точка, и появились три отряда Анбу-корни. «В прошлый раз тебе повезло», сказал Анбу. «Вам пиздец. Зря вы напали на деревню ту, ох зря, точка, я вам сказал, не трогайте ее, там были невиновные люди, точка, я ему так досталась во время битв всяких рядом с ними, точка, сказал Наруто. Вот и демон явился сам лично, что Наруто пришел сдаться», спросил Данзо. «Нет, Данзо не угадал, точка, год назад я тебе говорил, что рано или поздно, точка, ты узнаешь, чем я занимался в барьерах своих, точка, что же прощается с Анбу», сказал Наруто. Наруто не стал снимать плащ и напал на Анбу в Тадзюцу, но пропитывая удары чекрой огня, точка, Данзо видя, что Анбу в Тадзюцу проигрывают, начал снимать печати с руки, чтобы убить Наруто побыстрее, точка, Наруто это увидел и лишь улыбнулся на это и продолжил дальше свой танец с Анбу. «Может покажешь им пару техник?» спросил Курома. «Рано, надо, чтобы они отпрыгнули подальше и тогда можно будет делать, точка», сказал Наруто. Враз горбой в Наруто со спины бежал в шина без кунаем в руке. Наруто просто поймал руку и направил выпад в сторону Анбу. «Ты зачем своих убиваешь?» спросил Наруто. После чего он кунаем пробил горло Анбу корни. «Правильно, ты полежи устала, наверное», сказал Наруто. И тут Наруто заметил, что Анбу отпрыгнули от него и начали складывать печати, точка, Наруто не стал медлить и кинул три куная в землю и сам начал складывать печати, точка. В момент атаки техник Анбу Наруто успел в последний момент поставить барьер и техники вернулись уже назад к Анбу. «Вы там что выдохлись или еще можете?» спросил Наруто. «Да как он это делает?» успевает говорить. «При этом может атаковать спокойно», сказал Анбу. «Нападайте он, ребенок», сказал Данзо. Анбу стали снова складывать печати. «Давайте, я даже уберу барьер и спокажу пару трюков», сказал Наруто. Наруто начал складывать печати и когда в него полетели три техники стихий, Наруто поставил перед собой щит из молнии. «В него ударили огненный шар, водяной дракон и каменные пули». «А вы что делали, или только начали?» спросил Наруто. «Еще чуть-чуть и они будут готовы зли их больше», сказал Курома. «Счездая пару секунд и они будут готовы», сказал Наруто. «И в Наруто полетели пули из земли». Наруто взял Анбу, который еще немного дышал и использовал его как живой щит. «Ой, вы опять убили своего». «Да, ребята, с вами нельзя никуда ходить, не дай бог перебивайте друг друга», сказал Наруто. Анбу как будто с цепи сорвались и начали использовать самые опасные техники. Чтобы быстрее убить Наруто, точка, они нападали, не думая, что да как, просто хотели отомстить Наруто за смерть их друзей и товарищей. Может, позовешь его, чтобы быстрее убить их. Заодно спросишь, знала правду или нет», сказал Курома. «Сначала Анбу, когда останется Данзо, тогда думаю можно», сказал Наруто. Наруто стал наращивать темп все быстрее и быстрее нападать на Анбу, точка, которые уже перестали правильно рассуждать и подставлялись под удары. Через пять минут у Корня было уже минус два отряда и оставался один отряд и Данзо. Тогда Наруто достал Куну и начал вливать в него чакру и появился Минта. «Корень предатель, надо убить их». «Пока они не убили меня», сказал Наруто. «В этот раз я тебя не подведу», сказал Минта. Анбу в виде Хакаги начали складывать печати, а кто-то достал печати и с подсумка начал кидать их в Наруто Минато. В один из моментов, когда Наруто понял, что это его печати, он склал три печати и печати Анбу в руках начали врываться. Через пять минут с Минато они убили Анбу Корни и направились к Данзо, который снял печать с руки. «Прощай, тупой», сказал Наруто. «Щи ты узнаешь мою истину силу?» сказал Данзо. Но что-то пошло не так, и шаринганы начали закрываться все сразу. И по телу Данзо пошла цепь из символов. «Я же тебе говорил, что убью тебя за ту деревню?» сказал Наруто. Данзо понимает, что с рукой он ничего не сможет сделать. Он отрезает ее и хотел сбежать, но Минато не дал ему это сделать. «Давно надо было тебя уже убить», сказал Минато. И Данзо снял с себя верх кимоно, там Минато увидел печать и забрал Наруто. Через пять секунд Данзо осталось только безжизненное тело. «Я заберу его тело», сказал Наруто. «Не за что был рад помочь, точка», сказал Минато. «Скажи мне правду, ты знал о том, что сделала Кушина и Акару?» спросил Наруто. «Нет, об этом знали только они, точка, если бы я знал, я бы не допустил это поверить, точка, я никогда не хотел, чтобы ты страдал из-за других людей», сказал Минато. «Позаботься о том, чтобы все знали, что это сделал я?» «Скажем так, это будет восхождение организации Курама», сказал Наруто. «Не волнуйся, сделаю, береги себя, сынок, точка, надеюсь, чтобы еще встретимся, не как враги, а как отец с сыном, точка, сказал Минато, и у Минато пошли слеза. Надежда умирает последней, и да, Сакура с Тентин. Проверьте их, они виноваты в нападении на деревню полдня, путе отсюда быстрым бегом, точка, туда бы отправить медиков и Шиноби, чтобы помогли людям». «Как-никак, на них напали анбу корни, значит, это ваши проблемы, Хакаги. На базе корней есть люди с той деревни, они покажут вам дорогу до деревни, точка, сказал Наруто. «Хорошо, сейчас отправлю», сказал Минато. «И вот еще, что самая главная точка, страна волн, задание команды номер 15, точка, кого посылали зачистить?» спросил Наруто. «Никого, как мне известно, там все хорошо», сказал Минато. Шиноби Конохи убили моста строителей и его дочь. Его внук Нари остался живым, он сказал, что двое человек с моего роста. Повязка на руке мужской голос. «Кого посылали?» спросил Наруто. «Значит, и Нари внук Тазунысон, что жиль его, точка, но я никого не посылал, кроме Кукаши, чтобы помог ему в СЮ. «Сказал Минато». «Что-то мне подсказывает, что это Минма и Мита», сказал Наруто. «Нет, быть этого не может», сказал Минато. «Ты как всегда, открой глаза Хакаги. Знай Нари будет мстить, я помогу ему, чего бы это мне не стоило, точка, лучше выдать и нам убить его семью и все», сказал Наруто. «Через день встретимся в той деревне, точка, я попробую узнать правду и уже там решим», сказал Минато. И Наруто пропал в Шумшине. Когда Наруто пропал, Минато позвал к Себу Анбу, точка, и появился отряд Анбу. «Хакаги-сама, что тут случилось?» спросил Медведь. «С этого момента Наруто Узумаки становится уже отступником С ранга, точка, известить об этом Мазуше немедленно», сказал Минато. «Хакаги-сама, может не стоит?» спросил Волк. «Он убил Анбу Корни и Старейшину, точка, и в книгу Бенва пусть допишут организации Курама, туда входит Наруто Саскинаджи, как я понимаю, точка», сказал Минато. «Да Хакаги-сама», сказал Анбу. Минато пропал в желтой вспышке, через час, о том, что сделал Наруто, узнал о всякой Наха, точка. Многие были в шоке от этой новости, а те, кто знал Наруто, понимали, что это не все, что он может сделать с этой деревней, точка, как Минато обещал, он отправил людей в деревню для помощи, точка, а сам начал смотреть отчет об миссии в стране Волн. Но что-то не сходится, он приказал привезти Кукаши и Тачи к нему немедленно. «Не скажите, что я хочу услышать и убью нахрен, точка, кто из вас убил двоих людей и сказал Кукаши. Их внук видел шины Беконохи, которые перерезали горло им, сказал Минато. Хакагисама, это не мы. Мы работаем чисто и не оставили бы свидетелей, точка, сказали Тачи. Хотя, когда мы устроили привал, Минма и Мит отходили, точка, когда они пришли, Минма был в крови, он сказал, что они охотились на животных, точка, сказал Кукаши. И Тачи, я не твоя команда, точка, узнаю правду любыми способами, точка, сказал Минато. Может мы сможем все обсудить с мальчиком, точка, а если что загоним его в Гиндюцу, там я исправлю воспоминания, точка, сказали Тачи. Инари находится с Нарутой вместе, точка, как я понял, Нарута поможет Инари отомстить тем, кто убил его родных, точка, и у вас срок до ночи, так что добывайте информацию, как это делали в Анбу, точка, или сами окажитесь на их месте, сказал Минато. Через пару часов мы предоставим информацию, сказали Тачи. Свободны, сказал Минато. Иса Тачи пропали Минато, решил немного отдохнуть, и достал Саки из стола и налил себе, точка, после пары рюмок он набрал Саки и начал дальше заниматься документами, точка, через пару часов он узнал, кто убил Тазану и его дочь. Он решил собрать всех джанинов и глав клана, чтобы сделать то, что уже давно хотел. Через полчаса все собрались в большой зале, точка Минато появился и увидел, что прибыли все. Что же рад, что все смогли прибыть во время, на сегодня у нас три проблемы, точка, первая организация Курама, вторая убийство жителей чужой страны, третью потом скажу, точка, сказал Минато. Что за организация такая? Спросил Фугаку. Они уничтожили Анбу Корни и Данзашамуру, точка, там 12 человек, сказал Минато. Может просто соберем лучший отряд Шинаби и отправим за ними? Спросил Хеши. Так будет намного лучше, чем ничего, сказал Ацуми. Хорошо, так теперь насчет убийства нашими Шинаби, точка, которые убили простых людей из страны Волн, сказал Минато. Да хрен с ними, максимум они попросят деньги за это, дадим и все, сказали Нейчи. Не получится, за это взялась организация Курама, точка, Хрен им, пусть приходит, сказал Ацуми. Думаю Анбу Корни были атакова же мнение, точка, а теперь они стали удобрением для травы, сказал Минато. Пошлем 10 очах, 10 хьюга и все будет отлично, точка, сказал Хеши. Хорошо, я последний, точка, сказал Минато. Минато встал и снял с себя шляпу Хакаги. Из меня может и получился хороший Хакаги, точка, но взамен я стал хреновым отцом. С этого момента я оставляю пост Хакаги, точка, выбирайте нового сами, сказал Минато. Минато, ты чего? спросил Фугаку. Устал я уже от этого, точка, первенец стал отступником С ранга, его брат с сестрой ненавидит его постоянно, точка, и всячески старается напакостить всем вокруг, точка, сказал Минато. Хакаги, самодумайтесь, вы оставляете деревню без защиты, сказал Ацуми. Мне плевать, давно надо было мне так сделать, точка, может не потерял бы сына и все было бы по-другому, сказал Минато. И Минато направился на выход из зала, оставив пост Хакаги свободным, точка, обеэтом быстро узнала вся деревня и все начали осуждать Минато за эту точку, а ему было все ровно, он пошел в квартиру и там начал пить саки, точка, когда он уже почти же пил бутылку в дверь, постучали, он открыл дверь и увидел там Кушину с детьми. Вам чего? спросил Минато. Дорогой, возвращайся домой, сказала Кушина. «Нет, спасибо», сказал Минато. «Папа, мы скучаем по тебе», сказала Минато. «Закрой свой рот, я знаю, что вы с Минмой сделали в стране вон, точка, теперь вам лучше бы начать прощаться с близкими, скоро за вами придут, точка», сказал Минато. «Кто придет?» спросил Минато. «Организации Курама, они хотят вашей головы», сказал Минато. «Я тебе говорила, что не стоило этого делать», сказала Минато. «Надо были убить Инарияс, точка», сказал Минма. «Я не поняла, вы кого убили?» спросила Кушина. «Они убили простых людей и оставили маленького мальчика, одного точка, а теперь мальчик нашел тех, кто сможет ему во многом помощь. В то числе отомстить с ха-смерти дорогих людей», сказал Минато. «Любимый, но ты же спасешь их?» спросил Кушина. «Нет, я устал, помоги то или это точка, а взамен только я получаю от тебя болит голова или что-то, как всегда. Даже я ни разу не услышал спасибо за помощь, так что сами разгребайте», сказал Минато. И Минато закрыл дверь и продолжал дальше пить саки. Когда наступило утро, Минато решил направиться в деревню, где должен был встретиться с Наруто. За пару часов в быстром бегом пьяном состоянии он прибежал в ту деревню и видели, как Шина Беконохи помогает жителям. И около Минато из-за спины появился Наруто. «Имена?» спросил Наруто. «Мимо и Мита», сказал Минато. «Видит Бог, я этого не хотел, не стоило им этого делать», сказал Наруто. «Может, пусть они живут?» спросил Минато. «Не мне решать, это будет решать и Наре. Так как это для него личное», сказал Наруто. «Давай прогуляемся, заодно обговорим многое», сказал Минато. «Где ваши Анбу Хакаги?» спросил Наруто. «Я больше не Хакаги, пусть им будет кто-то другой, я устал», сказал Минато. «Тогда лучше идите к детям, поговорите с ними, пока можете», сказал Наруто. «Я и так это делаю сейчас», сказал Минато. «Мне пора, скоро я приду за ними», сказал Наруто. «Вам помощь не нужна?» спросил Минато. «Хороший план разрушить нас внутри», сказал Наруто. «Скоро на вас объявят охоту и за вами пойдут у Чихих Хьюго. «Сынок, прошу, поверь мне, я тебя не подведу», сказал Минато. «Брат, что думаешь?» спросил Наруто. «Он не врет и всегда будет плюсом тебе, если кто-то кроме меня прикроет тебе спину», сказал Курома. «Попрощаться дать время или нет?» спросил Наруто. «Я уже оставил им послание, что я покинул Канаху», сказал Минато. «Тогда идем, правду о том не знают, только Рычимару остальные не знают. И не стоит им говорить, сказал Наруто. «Я понял», сказал Минато. «Тогда пойдем проищем еще людей к нам. Чтобы Акацуки раз и навсегда захлопнули свой рот», сказал Наруто. «Страну Луны идем, там есть храм, как я знаю, точка, во нем живет жрица, она видит будущее, думаю, она будет нам нужна», сказал Минато. «Что же идем тогда, и да твой плащ», сказал Наруто. Наруто дал ему плащ с первым номером и они выдвинулись в страну Луны. Пять дней у них занял путь до страны Луны. Они передвигались по деревьям и на корабли. Когда они прибыли, то увидели монстры, которые были похожи, из книг про страшилки. «Не думай ни о чем, подави все чувства и эмоции в себе, когда все будет хорошо», сказал Минато. «Кто они?» спросил Наруто, стража, «они питаются страхами людей. Так просто не думай ни о чем». «Идем в храм», сказал Минато. Они пошли дальше, Наруто разглядывал местность и видел горы трупов там. Через десять минут они увидели вход в храм, где стоили двое людей с масками. «Уходите отсюда, или умрете», сказал страж. «Эх, простите, но не думаю, что мы уйдем просто так», сказал Наруто. «Наруто узумаки Минато намекады уходите. нам не ровнее», сказал страж. «Это вызов», спросил Наруто. «Тво фунь тебе не поможет против нас», сказал страж. «А кто вам сказал, что я буду его использовать?» спросил Наруто. «Наруто стой, точка, нам надо увидеть жрицу срочно», сказал Минато. «Мы знаем зачем, и знаем, что ты больше не Хакаги, а отступник», сказал страж. «Хорошо всего есть своя цена, что ты хочешь взамен?» спросил Наруто. «Твою голову и Минато сможет против», сказал страж. «Очень заманчивое предложение, но думаю ваша голова будет лучше смотреть у вас на копиях», сказал Наруто. Страж хотела напасть, как ворота открылись. «Стоять, и хочет видеть жрица», сказал мужчина. «Да Сакумасан», сказал страж. «Не может быть, ты же умер?» сказал Минато. «Ну как видишь я тут живой и невредимый?» сказал Сакумасан. «Белый клак Канохи, Сакумасан Хатаки, признаться честно удивлен вас тут видеть живым?» сказал Наруто. «Идемте ж он хочет вас видеть», сказал Сакумасан. Пока ниж Минато общался с Сакумасан, через три минуты они остановились около больших ворот. «Наруто ты зайдешь туда один нападать на нее не советую и убью за это», сказал Сакума. «Я понял не волнуйтесь нападать даже не собираюсь», сказал Наруто. Сакума открыл ему ворота и Наруто зашел туда один точка там он увидел женщину и девочку его годов. «Наруто Кун присаживайся, я знала что ты придешь сюда», сказала женщина Наруто сел на пол «Выбора у нас нету», сказала женщина «Мама это с ним я должна буду уйти», спросила девочка «Да доченька именно с ним точка но с вами пойдет еще и твой отец точка так же он собирайся», сказала женщина «Прошу простите меня, но вы знаете кто я, но кто вы», спросил Наруто «Всегда забываю представляться, я Митсури точка а теперь я задам тебе один очень важный вопрос подумай пока есть время точка когда сможешь очистить свой сердце от злости и ненависти», спросила Митсури «Нет пока есть люди будет злость и ненависть», сказал Наруто «Что-то в тебе изменилось и меня это пугает обычно я все вижу а это как будто что-то блокирует», сказала Митсури «На мне стоят печати чтобы никто не смог поймать меня в гиндюцу или залезть ко мне в голову точка сказал Наруто «Сними-ка их на пару минут хочу понять что в тебе изменилось за годы точка сказала Митсури Наруто склал семь печати и печати пропали с его разума точка и цвет глаз и Митсури поменялись с синих на фиолетовые с окантовками внутри зрачка точка Через пару минут ее глаза снова стали синими Наруто поставил назад печати вот оно что ты слишком рано узнал правду о себе точка но почему-то внутри тебя есть маленькая часть добра которая еще не сломалась точка у тебя два пути у Зумаки будет на выбор но знай выбор будет очень непростый но если выберешь именно тот который укажет твоя маленькая часть добра точка ты поверь мне проживешь очень долгую и счастливую жизнь точка сказал Митсури вы ошибаетесь во мне больше добра чем кажется просто люди сами можно сказать выбрали каким хотели меня видеть сказал Наруто все возможно Наруто кун но ты заберешь три жизни но взамен ты потеряешь душу точка так думай сам как делать это твоя жизнь и ты сам пишешь свою историю сказал Митсури я понял про кого вы говорите Минмамита Кушина но я хотел забрать четыре а не три сказал Наруто не успеешь ты забрать четыре иногда совесть убивает раньше чем нужно сказал Митсури я вас понял думаю больше мне не нужно знать точка как я понял вы остаетесь тут спросил Наруто да скоро сюда прибудут акацуки зашон точка если я не встречу их многое поменяется и твоя история закончится намного быстрее чем нужно сказала Митсури что требуется от меня спросил Наруто скоро к вам вступит один мальчик у него есть сестра точка ей и нужна будет твоя помощь ты должен будешь помощь точка и приглядывай за шеон сакума это моя последняя просьба сказала Митсури я вас понял не волнуйтесь шеон и сакума будут в безопасности сказал Наруто роль дурачка думаю тебе пойдет как нельзя лучше точкой возьми у своего отца маску которую он снял 14 лет назад с ученика сказала Митсури зачем спросил Наруто ты скоро должен будешь умереть для всех в мире точка маску будешь использовать как прикрытие свое сказала Митсури мама я готова сказала Шен иди к папе мне надо сказать кое-что Наруто лично чтобы никто не знал сказала Митсури Шен обняла Митсури и пошла на выход к вратам зная последнее когда луна станет красный мир погрязнет войне точка умрет многие люди и ты должен будешь переступить через себя и трупы людей точка а теперь ступай Наруто узумаки скоро сказал Наруто знаю Наруто знаю не забывай одну точку убить легче всего а простите жить с этим очень тяжело точка а теперь позови Сакума сказала Митсури Наруто встал поклонился и вышел Сакумасан зайдите сказал Наруто Сакума зашел через пару минут он вышел идемте пока есть у нас время сказал Наруто они выдвинулись в страну звука но по дороге они встретили Шенобекума и тумана дай мне маску которую ты снял с ученика в день моего рождения сказал Наруто Минато достал ее из печати откуда ты знаешь про ней спросил Минато скоро все узнаешь сам теперь уходите пора Наруто у Зумаки пропасть сказал Наруто Сакума понял что Митсури ему что-то предсказал Минато уходим он знает что делает сказал Сакума деревня звука Арачимару сказал Наруто Минато обнял его и они пропались Сакумой и Шион Ку если что прости сказал Наруто делай изумаки сказал Курома живи красаво сказал Наруто уйди достойно сказал Курома Наруто напал на Шенобекума и тумана и начал покрываться Чакрой Биджу точкой но в один момент его сильно роняли в бок и Наруто воспользовался трупом который он приготовил на такой случай точка он кинул домовую шашку и оставил труп а сам пропал использовать стихию земли скрытие точка когда дым пропал и не увидел труп который был как Наруто даже цвет волос и цвет глаз точка они хотели отнести его в Кума но по дороге на них напал человек в маске и сжег тело Зумуки как человек в маске сжег тело Наруто он бросил шашку в сторону Шиноби точка после чего Шиноби начали падать на землю а человек в маске скрылся точка он отправился в звук чтобы за него там не волновались точка когда он прибыл на него напали Саски Миджи Чина и Нари он решил повеселиться немного с ними решил дать бой точкой но выбежал и Карин с той дураки это Наруто сказала Карин но и Нари уже занес катану для удара но человек в маске просто поймал катану рукой бессильней сколько раз тебе это говорит спросил человек в маске Наруто снял маску и все увидели его что за шутки спросил Саски так нужно Минато Сакума и Шина прибыли спросил Наруто да они сейчас общаются с Арачимару и да Арачимару хотел тебя видеть сказала Карин Карин как насчет погулять потом спросил Наруто прости но нет сказала Карин Наруто она постоянно ходит с Саски а чины с Ниджи сказали Нари спасибо Нари что предупредил теперь марш тренироваться точка а то не сможешь отомстить сказал Наруто и Наруто заметил что в глазах и Нари в этот момент как будто что-то загорелось я понял сказали Нари и Нари побежал на полигон ты не слишком многое хочешь от него спросила Карин не твое дело сказал Наруто ты не выпендривайся а то умрешь на самом деле сказала Карин Наруто решил показать за что его боялись многие он выпустил кик свою Курамы на это выбежал Арачимару с Минато и Сакума точка Карин с Саски на Джи и Чина стояли в ступаре запомни хоть я добра точка но не стоит перегибать палку а то сама можешь умереть сказал Наруто Наруто убрал ки и все начали жадно глотать воздух кто-то не в духе точка сказал Арачимару да не все хорошо Арачимару как там проблемы Нарии спросил Наруто давай это лучше и обсудим потом наедине сказал Арачимару хорошо давай тогда через полчаса зайду к тебе точка там все и обсудим заодно у меня есть для тебя подарок сказал Наруто скажи что подарок это труп Данза сказал Арачимару именно он не хотел просто так уходить Канохи сказал Наруто Наруто ты стал отступником С ранга как и Минато сан сказал Наруто это хорошо скоро все узнают что я умер точка и тогда думаю можно будет набирать людей сказал Наруто скажи мне Наруто кто тебе сказал насчет маски спросил Минато Митсури сан она знала все что было со мной и про тот день тоже точка саски Наруто идите щены и тренируйтесь точка саски у тебя должен быть в трехтаму и как можно быстрей мы же попробуем решить проблему с слепой зоной чина тренирует гендюцу на саски наоборот сказал Наруто и Наруто пошел в базу там он зашел в комнату куда потом зашел Минато ты как сынок спросил Минато неплохо Минато сын если вы не против я пойду искупаюсь точка то скоро дело начнутся у меня точка сказал Наруто хорошо как будет время надо будет поговорить нам как отец с сыном сказал Минато это будет не скоро сказал Наруто Наруто снял с себя плащ экипировку и пошел в душ который был в комнате вспомнил сказал Курама ебаный в рот хули так пугаешь точка сказал Наруто замолчи слушай это про красную луну точка нам про нее говорил отец было одно время когда люди не могли использовать чакру ее просто не было ни у кого точка но было древо с плодом который содержал эту чакру его никто никогда не трогал все боялись это делать точка в один день в деревню где было это древо пришла молодая девушка точка она была из клана Ацуцуки она могла использовать чакру точка но немного и не сильно точка прошло какое-то время и она захотелось есть запретный плод в этот момент она была белимена и ее предали тот от кого она была белимена и жители деревни захотели ее убить из-за плода с древа точка она смогла уйти чтобы никого не убить. Через время она родила на этот свет двоих детей Хагаром и Хамару. Они уже родились с Чакрой, по силе им не было равных кроме их мамы. Дети росли, мать их была рада за них, потом она обучала их пользоваться Чакрой. Но за все есть плата, древо с которого она взяла тот плод превратилось в чудище, которого не видел никто раньше. Все убегать кто куда. Но это было бесполезно. От десяти хвостого никто не сможет убежать. Когда он хотел забрать что его по праву. Кагуя Асуцуки дала ему бой, Хагаром и помогал ее, но его брат Хамура, предал их и хотел запечатать в себя его. Стать первым дженчурики, но Кагуя с Хагаром и не стали его убивать, так как не смогли бы это сделать. Они запечатали его на луне. Но перед этим луна покраснела, она стала кроваво-красной. Кагуя хотел запечатать в себя потом десяти хвостого. Н сил было мало у нее после боя на себя это взял Хагаром и после смерти Кагуя. У него родились свои дети. Он был счастливым отцом и мужем. Но время никого не собирался жалеть, и старик перед смертью разделил десяти хвостого на девять честей. И появились Мэйбеджу. Потом старик на рассказал всю эту историю и сказал, чтобы мир больше не видел этого ужаса. Мэйбеджу должны будем помочь тому, кто захочет остановить все это и убить того, кто удумал это, сказал Курама. Бля да, ты мастер наебалово, сказал Наруто. Это не шутки, пока все будут думать, что ты умер. Воспользуйся этим временем правильно. Тренируйся и готовься. Тебе уже сказали, что может быть, сказал Курама. Смотри десяти хвосты, это один Мэйбеджу, который состоит из девяти других. Я умер, как все думают. Восстановление Мэйбеджу десять лет. Если кто-то хотел сделать что-то, поверь, его планы уже разбились, сказал Наруто. Наруто не дай этому случиться. Сказал Курама. Ого, это тебя пугает, что же значит это серьезно. Посмотрим Курама, что можно сделать, но мы вернемся к этому разговору. Ты мне все расскажешь про своего отца Рениган, сказал Наруто. Хорошо, но поверь, десяти хвосты и тебя напугает, сказал Курама. И Курама прервал ментальную связь. Наруто помылся и отправился к Арчимару. Когда Наруто зашел, он увидел, что Арчимару что-то химичит. Помощь нужна? Спросил Наруто. Нет, уже все готово, сказал Арчимару. Так что насчет Инарии? Спросил Наруто. Половину его чакроканалы просто порваны. Скорее всего это сделали в раннем детстве, чтобы он не смог никогда пробудить ее. Сказал Арчимару. Это уже интересно, зачем это делает и как это исправить? Спросил Наруто. Это делает для того, чтобы определенные люди не могли использовать чакру. В раннем детстве на них ставят печати, которая потихоньку уничтожает чакроканалы. Восстановить это проблемно, его каналы были уничтожены около очага. Самое проблемное место из всех, сказал Арчимару. Что тебе нужно для восстановления их? Спросил Наруто. Очень много подопытных, время и человек, который сможет в нужный момент подлечить, сказал Арчимару. Так подопытных я найду, это не проблема. Время у нас не так много, насчет помощника проблема. Сказал Наруто. Есть еще один выход, но я не знаю, как все пройдет. Сказал Арчимару. Что нужно? Спросил Наруто. Правая рука Данза. Я знаю, что она была из клеток первого Хакаги. Если я буду каждый день пересадить Инари его клетки, может получится, а может и нет, сказал Арчимару. Его рука у меня, это не проблема. Давай спросим у Инари, готов он или нет так рискнуть, сказал Наруто. Хорошо, тогда идем к нему, сказал Арчимару. Они пошли на полигон, где тренировался Инари на манекенах. Инари давай сюда, сказал Наруто. Инари убрал катану и побежал к Наруто. Что случилось? Спросили Наре. Мы с Арчимару поговорили, и как ты смотришь на то, чтобы рискнуть, а потом использовать чакру. Но знай, все может пойти не так хорошо, как кажется, сказал Наруто. А ты будешь меня тренировать? Спросили Наре. Я всегда готов это делать, есть чакра у тебя или нет, сказал Наруто. Я готов, будь что будет. Но если что Наруто отомстит за место меня, сказали Наре. Выживешь и все будет хорошо. Я тебе скажу имя тех, кто это сделал, и ты сам их накажешь, сказал Наруто. Арчимару вырубил Наре, кинул себе на плечо. Они с Наруто пошли в лабораторию, где Наруто передал тело, дэнзо и руку. Арчимару начал сразу пересаживать клетки, и Наре. Наруто все это время был сценарий, чтобы если что помочь. Как думаешь, что с ним будет? Спросил Наруто. Не знаю честно, но что-то мне подсказывает, что он тебе стал ближе, чем другие, сказал Курома. Ты прав, и Наре для меня не как все. Скорее всего, он для меня как младший брат, а ты старший, сказал Наруто. Тогда создай клона, который будет ходить по вашей базе. Зоодно будешь в курсе всего, что тут творится, сказал Курома. Хорошо, ты спать? Спросил Наруто. Да и наконец-то перестань думать о Карине Чина. Поезд твой ушел уже, надо было раньше говорить им, сказал Курома. Как мне повезло с тобой, без слов понимаешь меня. Ты сам знаешь, что не могу, Карин мне понравилась, она похожа на бабушку. Чина умная, сильная, и красивая. Сказал Наруто. На вид убийцы, а в душе ты так и остался ребенком, который скрывается глубоко в тебе, сказал Курома. Не надо им видеть меня настоящим. Я не так им доверяю хорошо, как тебе. А теперь отдыхай, сказал Наруто. Наруто прервал ментальную связь и создал клона. Чтобы клон бродил по базе, и Наруто был в курсе всего. Целую неделю Наруто пробовал сценари. Пока Рачимару пересаживал ему клетки первого Хакаги. А его клон отправлял всех на разные задания. Долго еще? Спросил Наруто. Этого я не знаю, все зависит чисто от него, сказала Рачимару. Когда пойдешь на кухню, захвати мне тоже покушать, сказал Наруто. Иди давай сам, я понимаю, что ты переживаешь за этого мальца. Но не стоит забывать о других, сказала Рачимару. Только Наре меня беспокоит, остальные смогу постоять за себя. Сказал Наруто. И в лабораторию зашла Карин. Наруто там тебя срочно хотят видеть, сказала Карин. Кто там? Спросил Наруто. Какой-то мальчик, его привели с Аскиснаджи сюда, сказала Карин. Они заебали меня всех приводить, пусть сами все решают, сказал Наруто. Встал и пошел, не забывай, что тебе говорили в храме, сказал Курма. Карин проводи его в общую комнату. Мое имя он не должен знать, если спросит, скажешь, что меня зовут наека. Лидером будет для всех Инари, никто не должен больше знать про меня, сказал Наруто. Хорошо, я все передам, через пять минут он будет в комнате, сказала Карин. Свободно, сказал Наруто. Карин вышла и пошла к Саске, чтобы предупредить его с Наруто. Через пару минут Наруто вышел из лаборатории, оставив там клоны и направился в общую комнату. Там Наруто увидел мальчика, возраст-то как и Наре. Во, а это что за дети? Спросил наека. Он к Наре, ему нужна его помощь, сказал Саске. Инарисон не может сейчас, он сильно занят, точка, может я чем смогу помочь? Спросил наека. Мне нужен ваш лидер, а с тобой я не буду говорить, сказал мальчик. Жди тогда пару недель, и Нарисон будет свободен, точка, сказал Наре. Вы же сказали, что он поможет нам с сестрой, точка, сказал мальчик. Кто знал, что он будет так сильно занят, точка, сказал Наре. Наре, может ты им поможешь? Спросил Саске. Не знаю, смогу ли я чем-то помочь, сказал Наре. Помоги хоть кто-нибудь, пока не стало поздно, сказал мальчик. Что случилось? Спросил Наре. Мою старшую сестру взяли в шинобетуманы и арестовали, точка. Они сказали, что моя сестра должна умереть, так как она опасна для всех, точка, сказал мальчик. Наре, может хоть в чем-то будешь полезен и поможешь? Спросил Наре. Туман опасен, Наре, может с кем-то пойдем, а то Наре не вернется и умрет еще, не дай бог, в тумане, сказал Наре. Сакума пойдет с тобой, думаю, он уже заскучал по заданиям, сказал Саске. Как найти твою сестру и как ее зовут? Спросил Наре. Шизука ее зовут, когда увидите ее, поймете, что это она, точка в тюрьме, где будет она сидеть, будет лед везде, сказал мальчик. А тебя как? Спросил Наре. Я и Кару, сказали Кару. Приятно познакомиться и Кару, а ты очень сильный? Спросил Наре. Не сильнее, чем ваш лидер, но думаю, сильнее тебя, точка, сказали Кару. Саскеисан, Меджисан, предупредите Сакумасана, что мы с ним идем на задание. Хоть бы впервые выйду на поверхность и посмотрю мир, сказал Наре. Наре, в подпрыжку пошел на выход, точка, через 10 минут Сакумаса и Наре отправились в туман. По дороге Сакума узнал, что Ода как теперь будет. И что имя Наруто больше не должно звучать нигде. Через полтора дня они были в тумане, Сакума вырубил стражу по-быстрому, чтобы тревогу не подняли. Сакума на тебе, Шиноби, на мне поиск, сказал Наре. Начинай, нужно быстро уходить, сказал Сакума. Наруто начал искать Шизуку, используя чакру. Нашел тюрьму, много там людей, однако, точка, сказал Наре. Идем туда, забираем ее и уходим сразу, сказал Сакума. Они отправились в сторону тюрьмы, скрывая свою чакру, чтобы их не смогли распознать. Через пару минут, точка, придя в тюрьму, Наре создал клонов и быстро начали искать Шизуку. Когда нашли Наре, взял ее на руки, они скрылись в Шуншине. Все точки оказались они за пределами тумана, выдвинулись в сторону звука, но чтобы просто так не уходить, точка Наре быстро сложил печати и в тумане начались взрывы. Через пару часов они стали помедленнее бежать. Может отпустишь меня? Спросила Шизука. А додощись Шизука-чан, сказал Наре. Как я понимаю, мой брат добрал до вас, сказала Шизука. Да, все остальное там узнаешь, сказал Сакума. А как вас зовут? Спросила Шизука. Я Наре, а это Сакума, сказал Наре. Что же спасибо, что помогли, сказала Шизука. Шизука-чан, как насчет прогуляться? Спросил Наре. Не думаю, ты двенадцатый, значит, самый слабый, точка, а я не буду даже гулять с слабаками, точка, сказала Шизука. Наре, иди впереди нас, сказал Сакума. Да, Сакума-сан, сказал Наре. И они выдвинулись дальше. Ха, тут ты успел, но прогадал, ты невезучий какой-то, сказал Курама. Да и хуй с ними, всем подавай сильных, или красивых. Заебало все это, сказал Наре. Все будет хорошо, да самое главное, с днем рождения тебя у шлепок, сказал Курама. Спасибо, коврик, ты мой блохастый, надеюсь, тебя блохи съедят, сказал Наре. Дам совет, выпил Саки, легче станет тебе на душе, сказал Курама. Как приду, выпью, а то тут еще не дай бог увидит мое лицо, сказал Наре. Позови ее еще раз погулять, сказал Курама. Поглумиться хочешь надомной? Спросил Наре. Да, я люблю это, сказал Курама. Придет время, я отплачу тебе за это, сказал Наре. За два дня они добрались до базы, Наре со всеми переговорил. Икару в очередной раз подумал, что Наре дурак какой-то. Смеются без повода, говорит иногда сам с собой. После общения со всеми, Наре пошел к себе в комнату, там он снял мазку и достал бутылочку Саки. И начал пить ей с горла, к нему в дверь стучались, но было лень вставать. Тем более он знал, кто за дверь там стоит, и еще больше не хотелось этого делать. После одной бутылки Саки Наре послал клона Карачимару, за пару бутылок Саки. Карачимару дал ему три бутылки, и чтобы надолго оставил его в покое. Так прошло три дня, Наре не выходил из комнаты. Многим было без разницы на это, но Минат и беспокоился за сына. Он решил зайти к нему, но дверь никто не открыл. Точка, когда Мината сломал ее и увидел там Наре, который спит, а вокруг него бутылки из-под Саки. Мината убрал все бутылки и взял Наре под руку и повел его в холодный Душа. Точка, чтобы освежить его, через минут пять Наре пришел в норму. Давай говори, что случилось? Спросил Мината. Ничего, просто решил отдохнуть, вот и ВСЁ. Точка, сказал Наре. Прекращай, давай так отдыхать, да добро этого не доведет, сказал Мината. Сам знаю, когда нужно остановиться, а теперь прошу покинуть мою комнату, сказал Наре. Минат развернулся и пошел на выход, но перед тем, как он ушел. Мусор захвати с собой, сказал Наре. Минат оказался около него и дал ему леща. Не забывай я твой отец, а не твой рабы. Точка, хочешь, чтобы выкинули мусор, сам иди и выкидывай, сказал Мината. Тогда ставь меня точкой, я хочу отдохнуть, сказал Наре. Тебя хотели видеть и коры Шизука, сказал Мината. Пусть нахуй идут, сказал Наре. Все хотят, чтобы они вступили к нам, сказал Мината. Дай угадаю, им уже дали плащи? Спросил Наре. Да, это сделал Саске, сказал Мината. А кто дал разрешение на это? Спросил Наре. Сам иди и узнай, а я пошел чай попью. Буду рад, если ты присоединишься, сказал Мината. Хрен с тобой идем, сказал Наре. Когда они пришли в общую комнату, он увидел, что на Шизуке плащ с номер три, а Наре кару шесть. Эй, Наре, я в два раза сильнее тебя. Сказали Кару. Кто давал вам разрешение, на это Саске сон? Спросил Наре. И Наре дал, Карин разговаривала с ним, он был не против, сказал Саске. Наре, а почему на тебе маска? Спросила Шизука. Сестренка он страшный, наверное, поэтому под маской, сказали Кару. Но поверь, я не страшнее тебя, сказал Наре. Так хватит, сказал Наджи. Да ладно тебе, что он сможет сделать, сказали Кару. Жаль, что Нарутосан умер, он бы в секунду переубивал всех, кто есть в этой комнате, сказал Наре. Давай не будем об этом, сказал Мината. Простите, Минатосан, не хотел сделать больно. Я лучше пойду отдохну, сказал Найка. У нас задание, пойдем с нами посмотришь, что должен делать сильный Шиноби, сказали Кару. Эх, жаль, что Наре занят сейчас, а то я бы поговаривал бы еще с ним, сказал Найка. Идем давай, сказали Кару, и Кару хотел взять Найка за руку, но Найка убрал руку в карман и пошел к себе в комнату, по пути он зашел к Арачимару и вляс пять бутылок Саки. Там ему Арачимару сказал, что Наре очнулся, но пока очень сильно слаб, через пару дней все будет хорошо. Два дня Найка никто не видел, а он сидел и бухал у себя в комнате и общался с Курамой на разные темы. Когда Найка хотел выйти еще уже за Саки, он увидел Наре. Спасибо, что присматривал, сказали Наре. Не стоит, а теперь давай пройдемся до полигона. Надо многое с тобой обсудить, сказал Найка. Они пошли на полигон, Найка поставил барьер и все сказал Наре, чтобы он был в курсе всего. Я постараюсь не подвести тебя, сказали Наре. Главное запомни одно, не показывай никому свою силу. Будут забывать глупые вопросы, не отвечай, просто говори, чтобы уходили. Ида с тобой захочет погулять, Шизука. Она думает, что ты настоящий лидер, сказал Найка. Но она нравится тебе. Спросили Наре. Эх, я не знаю Наре, сказал Найка. Я не могу так поступить с тобой. Мне Арчимар рассказал все правду о том дне, и что ты все время был со мной, сказали Наре. Никому не говори, что тогда там случилось. Не нужно это знать, сказал Найка. Кажется, кто-то мне обещал потренировать и сказать два имени, а помнишь таких братец Найка? Спросили Наре. Помню Наре, я не забываю, что обещал. А теперь взял Катану и я буду тебя обучать как младшего брата, сказал Найка. И Наре обнял Найка. Спустя минуту И Наре взял Катану в руки и начал тренироваться с манекенами. А Найка был рядом и наблюдал, как И Наре делает маленькие успехи. Через пару часов И Наре решил отдохнуть и он сел около манекена. Пс, ты не тренируйся, сказал Найка. Я устал немного, сказали Наре. Встал я тебе, сказал, и продолжай. Тэ пойми Наре, и меня на отдых, ты много времени уже потерял, сказал Найка. Все понял, сказали Наре. И Наре встал, вытер пот с лица и начал снова бить по манекену Катану. Найка решил проверить реакцию и кинул Куны в канату. Он перестарался и сломал Катану надвоя. Ты чего творишь, а если бы убил, сказали Наре. Не ной, новую Катану тебе достанем. Собирайся ты идешь со мной, заодно прогуляемся, сказал Найка. И Наре бросил сломанную Катану и побежал одеваться, а Найка подобрал Катану сломанную на две часы и убрал в печать. Курама просканирует кто где, чтобы я с Наре мог спокойно выйти, сказал Найка. Если только шуншина использовать, все сидят в общей комнате. Мимо пройти не получится, сказал Курама. Хорошо спи тогда дальше, сказал Найка. И Найка пошел за Наре. Когда он собрался, Найка все сказала Рачимару, и они пропали с Наре. Куда ты меня ведешь? Спросили Наре. Есть одно место, там можно будет купить тебе новую Катану. Сказал Найка. Это хорошо, а то ты мою сломал, сказали Наре. Да ладно тебе, она была плохого качества, поэтому и сломалась. И да откуда она у тебя? Спросил Найка. Это Катана моего отца, когда-то он был хорошим шиноби, который владел отлично Катаной. Но его убили от толпы, как трусы. Сказали Наре. Я тебя услышал, теперь мы тебе не купим Катану, а сделаем ее вместе, сказал Найка. Правда? Спросили Наре. Ты назвал меня братом, я тебя тоже считаю, как брата младшего. А старший должен помогать младшим, если нужно, сказал Найка. И Наре обнял Найка, и у него пошли слезы. Спасибо тебе, сказали Наре. Да не за что, а теперь прыгай на спину и пойдем, сказал Найка. И Наре запрыгнул на спину Найка, и они отправились в страну железа. Чтобы сделать для Наре новую Катану, точка ТР я дня Найка нес на себе Наре, который спал у него на спине, точка когда они прибыли, Найка встретил самураев. Стоять, кто и откуда? Спросил самурай. Стоя ребята, стоя, я Найка прибыл с младшим братом сделать Катану, сказал Найка. Значит организация Курама, сказал самурай. Ну да, есть такое, но как я знаю, вы соблюдаете нейтралитет, сказал Найка. Кто с вами еще, и насколько вы тут? Спросил самурай. Мы только вдвоем, насколько, не знаю ребята, точка когда будет готова Катана, мы сразу покинем страну железа, сказал Найка. Провелая знаешь? Спросил самурай. Чакру я подавлю, у моего брата ее нету, точка оружия с собой, только сломанная его Катана, точка, сказал Найка. Хорошо, проходите, но аккуратно тут пару человек с Акацуки бродит, точка, сказал самурай. Что будет, если я их убью тут? Спросил Найка. Проблемы у тебя, лучше сделайте это за границей страны, точка, нам не нужны неприятности, сказал самурай. Хорошо, удачи вам ребята, сказал Найка. Найка пошел дальше, но перед этим накинул на Инари плащ, чтобы он не замерз, точка, через два часа он нашел мастера, который занимается катанами. Прости, вы еще работаете? Спросил Найка. Да работа, а вам что нужно? Спросил мужчина. Сделать катану, у меня даже есть образец, сказал Найка. Мои услуги дорого стоят, сказал мужчина. Хорошо, только давайте сегодня начнем. И я хотел бы ей делать с братом, а вы подсказывали, что да как, сказал Найка. Это невозможно, я не раскрою свой секрет, сказал мужчина. Как долго ждать катану? И сколько будет она стоить? Спросил Найка. Два месяца, это смотря еще какой будет материал, сказал мужчина. Самый прочный, и чтобы не сломался от чакры, точка, сказал Найка. Два миллиона рёв, половина сейчас другая, когда работа будет окончена, сказал мужчина. Начинайте делать сегодня, и да где мой брат может пожить? Спросил Найка. Есть дешевый отель, пятьсот рёв в день, точка, сказал мужчина. Найка достал два свитка, один с деньгами, а в другом была каната. Нужна именно такая катана, но очень прочная точка, если она сломается у меня в руках, вы сделаете новую бесплатно, сказал Найка. «Да хорошо, оставь старую катану и деньги, точка, завтра приходи, обсудим детали», сказал мужчина. Найка ушел с Нари в гостиницу, где взял номер на два месяца. Когда они зашли в номер, Найка разбудила Нари. «Слушай внимательно, мне нужно сходить кое-куда, чтобы всё получилось, как я хочу, точка, ты завтра иди к человеку напротив отеля, точка, он будет сам делать тебе катану, точка, через недельку я вернусь сюда, всё понял?» спросил Найка. «Почему ты уходишь?» спросили Нари. «Немного у меня не хватило тебе на катану, не волнуйся со мной, всё будет хорошо, точка, и с тобой будет всегда мой клон, он будет знать, где я и что со мной», сказал Найка. «Только давай быстрей», сказали Нари. Найка обнял Нари, и создал клона, после чего выпрыгнул в окно и направился на поиски отступников. Наруто решил поискать отступников, ну или Акацуки, всё ровно за них хорошо заплатит, точка, он решил начать поиски с страны огня сначала, а потом иди дальше, точка, когда он пробегал мимо Канохи, он увидел, что она разрушена, и что там все ходят в чёрном. «Ты не успел её убить», сказал Курма. И Найка, как с цепи сорвает, побежал по Канохи на максимальных скоростях, чтобы найти Кушину с детьми, точка, но не смог найти их, а точка, он направился на могилу и увидел там людей, он загнул на дерево, чтобы посмотреть, кто умер, точка, там он увидел фотографию Кушины, «Начинай искать Минму Смита», сказал Найка. «Их нету в Дервине», сказал Курма. «Я у тебя не спрашиваю в Канохи они или нет, точка, начинай искать», сказал Найка. Курма прервал ментальную связь и начал молча искать, точка, а Найка начал добывать информации, он хотел зайти в Хакаги и поиграть с ним, но передумал, когда увидел Итачи, точка, который шел один с кладбища, точка, Найка появился около него, и они пропали в Шумшине. «Итачи, кто её убил?» «Ты кто такой?» спросили Итачи. «Ты прекрасно знаешь, кто я такой, кто её убил?» спросил Найка. «А Кацуки, Сминма и Мита», сказали Итачи. «Когда они были тут?» спросил Найка. «Пять часов назад, как там Саски?» спросили Итачи. «С ним всё хорошо, не волнуйся, точка, есть что-то, что я должен знать?» спросил Найка. «Да, Кушинасон была беременна, точка, сказали Итачи. «Никто не должен знать про этот разговор, точка, Минма и Мита будут убиты, и Акацуки захвачу с ними в придачу», сказал Найка. «Удачи тебе, Наруто», сказали Итачи. И Найка пропал в Шумшине, он оказался в квартире, где он шёл раньше, точка, и сломал стену, оттуда он достал большой свиток. «Даже не думай», сказал Курома. «Ты их нашёл?» спросил Найка. «Нет, они уже очень далеко», сказал Курома. «Отдыхай, братец, и пора использовать его, точка», сказал Найка. «Не вздумай его использовать, для тебя это плохо кончится, точка, даже я не смогу тебе помочь», сказал Курома. «Не сэ, я сам боюсь, точка, но только так я смогу больше забрать с собой, точка», сказал Найка. «Сразу скажу, я не буду в этом участвовать», сказал Курома. «Я тебя понял», «отдыхай», сказал Найка. Найка забрал всё, что было спрятано в стенах и пропал в Шуншине, точка, он направился сначала за отступниками, чтобы заработать побольше денег, точка, в сё время Курома молчал, но знал, что хоть Найка хотел сам её убить, точка, но то, что она была беременна, перевернула всё в его душе, точка, через день поисков Найка нашёл пару мелких отступников и отрезал им головы с плеч, и запечатал в свиток. «Три полкилометра влево», сказал Курома. И Найка отправился за тремя головами, когда он прибыл и увидел Мечника в туман, которые отдыхали. «Приветик, ребята, не подскажите, как пройти в тумана?» спросил Найка. «Подскажем, подойди сюда, чтобы не орать нам, точка», сказал Мечник. «Значит, организации Курома, хм, к вам мы не хотим», сказал другой Мечкин. «А кто сказал, что я здесь, на что этого?» спросил Найка. «Ты двенадцатый, значит, самый слабый из всех, точка, и за тебя нам неплохо так заплатят», сказал Мечник. «Тогда поднимай свою жопу, ёбок и ехали», сказал Найка. Мечники напали на Найка и хотел быстро с ним покончить, но Найка уворачивался. «Вы точно Мечники тумана?» «А то вы такие, а ты медленная, точка», сказал Найка. «Закрой свои рот, щенок», сказал Мечник. И Мечник не ждав атаки хотел ударить Найка сверху в Эммии за точкой, но Найка увидел, что Мечник открылся для удара, точка Найка пропитал кулак, чекрой огня и пробил в грудок со всей силы, точка Мечника отбросила в дерево. «Не сдерживайся, я знаю, что тебе плохо на душе, точка», сказал Курама. И Найка начал покрываться, чекрой биджу, у него появилось пять хвостов и начал появляться скелет, точка через пару минут Мечники были убиты, Найка успокоился и запечатал тело в свитке. «Бегом уходи, сюда идет шесть человек, точка в данный момент ты не справишься с ними», сказал Курама. «Спасибо», сказал Найка. И Найка бежал подальше отсюда, заодно сдать трупы и направиться в страну железа, точка, но по пути он достал кулаку Наймината и влел в него чакру, точка появился Мината и тарелка яд в руках. «Тебе чего, сынок?» спросил Мината. «Ты знал, что Кушинасон беременна?» спросил Найка. «Нет, надо будет навестить ее», сказал Мината. «Она рядом с Херузеном», сказал Найка. «Чего?» спросил Мината. «Ее убили Акацуки с Минной и Мита, вчера были похороны», сказал Найка. Мината начал плакать и убнял Найка. «Отправляйся на базу и быть там, на задание не ходи», сказал Найка. «Хорошо, сынок, только не убивай их, а точка дай сначала мне поговорить с ними, а потом делай, что хочешь», сказал Мината. Мината пропал в желтой вспышке, Найка отправился дальше, хоть под маской не было видно точка, но у Найка шли слезы, в самом хреновом состоянии в жизни он отправился в обменник телефон, где получился 4 миллиона рю за 5 телефон и направился в страну железа. «Когда он туда прибыл, он не стал ничего говорить, и Нари, чтобы и Нари не забивал себе голову его проблемами, точка Найка достал и свитка 3 меча тумана и отдал их кузницу, что тот сделал катану из них, точка кузнец-то жжёки, что Найка смог достать мечи тумана и так просто хочет их уничтожить. Ты уверен, что хочешь это?» спросил мужчина. «Делай, катана должна была самая прочная», сказал Найка. «Хорошо, меньше времени тогда потратим на выбор материала», сказал мужчина. «Сколько?» спросил Найка. «Месяц», сказал мужчина. «Дайте пока деревянную, чтобы он мог потренироваться», сказал Найка. Мужчина кинул ему деревянную катану, Найка взял и Нари и отправился на открытую площадку. «Тренируйся на моих клонах», сказал Найка. Найка создал 10 клонов и Нари начал тренироваться на них. Через час к ним подошли двоя из-за кацуки. «А и вы тут?» «Не знал, что страна железа принимает у себя мусор», сказал Кокузо. «Раз вы тут, значит принимает», сказал Найка. «Ты значит у них новенький, позволь представиться». «Я Фука, а это Кокузо», сказала Фука. «Я Найка, приятно познакомиться», сказал Найка. «Никогда о тебе не слышал, тебя даже нету в книге Бенва», сказал Кокузо. «Я недавно вступил, еще не ходил на задание», сказал Найка. «Может к нам пойдешь?» спросила Фука. «Не спасибо, мне тут хорошо», сказал Найка. «Фука, давай его тогда сразу убьем, чтобы проблем потом не было», сказал Кокузо. «Нельзя это тут делать, а то нам будет закрыт вход сюда. А ты Найка, подумай хорошо», сказала Фука. «Я вам все сказал, и я никогда не буду с теми, кто убивает женщин и детей, а потом убегает, как трус», сказал Найка. «Значит слышал о конохе, а плохо там наши ребята повеселись», сказал Кокузо. «Ну ладно Найка, удачи тебе, и лучше бы нам не встретиться, как врагами, а то быстро умрешь», сказал Афука. «А ты, я смотрю, любишь запугивать», сказал Найка. «Да, есть такое», сказал Афука. «Все идем, надо новеньких встретить», сказал Кокузо. «А вы про Минму и Митонамикадзе точкой низкого поля разберете к себе слабаков», сказал Найка. «Кто бы говорил», сказал Афука, «дам совет тебе, фукачан, найди себе парни, а то нервничаешь часто», сказал Найка. «Фука после этого покраснела», а Кокузо засмеялся. «Умер тот, кто ее нравился», сказал Кокузо. «Жаль, может ты поможешь ее Кокузо», спросил Найка. И к нему подбежал Инари. «Братец Найка, все хорошо?» спросили Найри. «Да не волнуйся, иди в отель, и жди меня там, я скоро буду», сказал Найка. И Найка пошел в отель, и ждал Найка там. «Сам отступник, еще и брата взял с собой точку, а еще говоришь что-то про нас», сказал Кокузо. «Кокузо, как я знаю, ты убил своего брата в прошлом, так что лучше молча.» сказал Найка. И Фука впервые увидела, как Кокузо отпустил голову вниз. «Что же до свидания, и до Фука-чан, смотри кто там», сказал Найка. Фука обернулась посмотреть, кто там, и Найка шлепнул ее по жопе и пропал. «Ха, а он не промах», сказал Кокузо. «Убью его», сказала Фука. «И дом пейн ждать не будет», сказал Кокузо. И Акацуки покинули страну железа. Месяц Найка тренировал Нари и приготовил для него подарок. Чисто от него с Курамой. «Когда они пришли за Катаной, мастер принес ее еще наручи с гравировкой, моему брату. Чему Инари был очень рад, и они отправились назад в страну звука, но по дороге Найка с Нари встретили Фука с Минмой и Мита. «Фука-чан, опять встретились», сказал Найка. «Фука-сан, может, его убьем?» спросил Минма. «Эй, малыш, ты лучше помолчи, когда старшие разговаривают», сказал Найка. «Найка, не думала, что тебя тут встречу с братом. Вот так мне повезло», сказала Фука. «Ты обиделась из-за того шлепка?» спросил Найка. И Фука покраснела. «Ладно, нам пора», сказал Найка. «Никуда вы не пойдете, вы умрете тут», сказала Мита. «То, что вы убили свою мать, не знает, что сможете меня убить», сказал Найка. «Сможем», сказал Минма. «Обычно я не убиваю детей и женщин. Но за то, что вы сделали, я сделаю исключение. Вы убили двоих людей, за это я и убью вас двоих», сказал Найка. «Мы убили только одного», сказала Мита. «Не, Кушина-сан была беременна, а вы ее убили. Значит, вы убили двух в тот день. Сказал Найка. Найка достал Куна и кинул его в дерево и там появился Минато, который поймал Куны. Что же, не думал, что я сам это сделаю, когда-нибудь, точка, но за это я вас сам убью», сказал Минато. «Посмотрите, предатель появился», сказал Мита. «Минато-сан, вы поговорили, все уходите, только захватите с собой Нари. еще не вот это увидеть», сказал Найка. «Да хорошо, Найка-сан», сказал Минато. Минато забрал и Нари, они пропали в желтой вспышке. «Фуко, лучше тоже уходи, к тебе у меня нету претензий», сказал Найка. «Не могу, они находятся по моей ответственностию», сказала Фуко. «Жаль будет убивать тебя, а я так хотел прогуляться пару раз с тобой», сказал Найка. «Просто Найка не нет, только с одним человеком я прогулялась бы точкой, но увы его уже нету», сказала Фуко. «Мита, нападем», сказал Минма. Они хотели ударить совместными техниками. Но Найка поставил барьер и техники вернулись назад. «Детишки, вы там не ушиблись?» спросил Найка. «Откуда ты знаешь техники клана Узумаки?» спросила Мита. «Наруто-сан научил меня перед смертью», сказал Найка. Минма решил напасть Росинганом, но Найка просто использовал скрытие в земле и ушел под землю. Потом утащил под землю Минму и там пробил ему две ноги. «Как Минма сделал на экзамене с Саски?» Мита решил напасть со спины, но Найка поймал ее за руку и сломал ее. «Ой-ёй-ёй, кажется, ваша рука сломалась, Найка так жарь вас», сказал Найка. «Хватит над нами издеваться, мусор», сказал Минма. «Фуко, прощайся с ними», сказал Найка. И Найка достал свиток большой, который он взял с квартиры и открыл его. «Как давно я хотел это использовать и обрести покой», сказал Найка. И Найка начал складывать печати, ему хотели помешать, но барьер не давал это сделать. «Техника Узумаки, призыв Бога Смерти», сказал Найка, и за спиной Найка появился Шенигами. «Заключаю сделку, моя душа взамен ты заберешь их двоих», сказал Найка. «Согласен», сказал Шенигами. И Шенигами начал проводить ритуал, и вытащил душу Найок и обхватил ее своими волосами. «Кураму времени мало у меня, так что знай, точка, хоть мы с тобой не всегда ладили, как сейчас, точка, но ты всегда присматривал за мной, я тебе сказал, что план врагов рассыпается, я сдержу свое слово, точка, прощай, мой дорогой брат», сказал Найка. «Прощай, Наруто, знай, ты был первым для меня другом из людей, точка, думаю и последним, не хочу я что-то воскрешаться», сказал Курама. «Живи красиво», точка, сказал Найка. «Умри достойно», сказал Курама. И они ударились кулаками, точка, Найка уже был на полпути к покою, точка, когда Шенигами убил Минму и Мита, и хотел уже забрать Найка с собой. Душа Найка вернулась в его тело назад, а Шенигами начал отделиться от Найка. «Быть этого не может», сказал Шенигами. И он увидел у Найка в глаза узакак, точка, и Шенигами не стал пропадать, а ждал, когда Найка скажет хоть слово. «Эй, почему я не сдох?» спросил Найка. «Простите, что хотел вас убить», сказал Шенигами. «Не понял, ты чего решил передумать насчет сделки?» спросил Найка. «Найка, посмотрите свои глаза», сказал Шенигами. Найка достал кун и увидел, что его глаз, который был открыт, точка, очень сильно изменился. «Ебаный в рот, что с глазом?» спросил Найка. «Узнаешь, и когда будешь вот в призове меня», сказал Шенигами. И Шенигами пропал. «Ты чего сделал с моими учениками?» спросила Фука. «Это не я, все вопросы к Шенигами, они ко мне», сказал Найка. «Теперь я тебя точно убью», сказала Фука, и она напала на Найка. А Найка просто уворачивался от ударов, но в один момент шлепнул Фуке по жопе, и потом он начал это делать каждый раз, как уворачивался и был момент. «Фука, с тебя уже песок сыпется», сказал Найка. «Достали, вы меня с этим песком, точка», сказала Фука. «Ты красивая, сильная, точкая, но старая, я знаю, как ты продлеваешь молодость», сказал Найка. «Быть не может», сказала Фука. И Фука встал в ступор, обдумывая все, что сказал Найка. «Как там Хидан?» «Голову ему пришили», спросил Найка. «Ты же умер, тебя убили Шинобекума с кем-то. Даже закрыли на тебя охоту и объявили мертвым», сказала Фука. «Горевала по мне?» спросил Найка. «Еще чего», сказала Фука. «Не ври, я знаю правду», сказал Найка. «Конечно скучала, мы с тобой уже сколько лет нормально не разговаривали», сказала Фука. И Найка обнял ее. «Прости, так нужно было, надеюсь, ты готова», спросил Найка. «Да готова, ну что у тебя с глазом?» спросила Фука. «Да хуй его знает», сказал Найка. «Может у него и спросим», спросил Фука. И они засмеялись. «Пойдем со мной, насчет Акацуки не волнуйся, я уже давно приготовил труп, чтобы подменить в нужный момент на тебя», сказал Найка. «Блядь, никогда не могла понять, как ты можешь так все планировать», сказала Фука. «И не надо, не забивай свою милую головку ненужными мыслями», сказал Найка. Найка достал труп из свитка, копия Фука, а Фука снила кольцо и одела его на труп и одела на него плащ. Найка взял ее на руки и побежали в сторону страны звука. По дороге на базу Найка все сказал Фуке, насчет себя, и какая у него роль в организации и про то-то его никто не должен знать. Когда они прибыли, Найка переместил Фука к себе в комнату, а сам пошел к Минато, сценария Рычимару. «По ему попались и Кару с Шизукой». «Эй, дурак, ты где был?» спросили Кару. Найка просто прошел мимо него как будто не слышал. «Я к тебе обращаюсь, Найка», сказали Кару. «Не до тебя мне сейчас, так уйди пока живой», сказал Найка. «Ты мне ничего не сделаешь», сказали Кару. Найка взял его за шею и прислонил к стенке и начал поднимать. «Не забывай кто мог тебе и твоей сестре. Точка о тебе пошел отсюда и сиди у себя в комнате пока не позовут», сказал Найка. Найка убрал руку и пошел дальше, а Икару с Шизукой были в шоке, они не ожидали атаковать на Йока. «Все тут?» спросил Найка. «Да все, ты их убил?» спросил Мината. «Да у меня не было выхода, точка они убили нерожденного и еще ребенка, за это я буду убивать любого», сказал Найка. «Кто прибыл с тобой?» спросил Рычимыру. «Подруга детства», сказал Найка. «Волноваться стоит мне?» спросил Рычимыру. «Нет, не стоит, она будет с нами, точка оточней со мной, на задание она не будет ходить», сказал Найка. «И как зовут твою девушку?» спросил Мината. «Фукукаюари», сказал Найка. «Отступница Сранга, из Акацуки, у тебя неплохой вкус», сказал Рычимыру. «Братья, а почему именно она?» спросили Нари. «Я давно с ней знакома Нари, она выросла в приюте в Канохе». «Я помогал ей, а она мне, именно поэтому я выбрал ее еще тогда», сказал Найка. «Сын преступник Сранга и его девушка преступница Сранга, идеальная пара, что сказать», сказал Мината. «Стоп, а как она попала к Акацуке?» спросил Рычимыру. «Я попросил ее вступить туда, я знал, что там позаботятся они, точка о после того, как я бы покинул Каноху, мы снова были бы вместе», сказал Найка. «И как давно ты это продумал?» спросил Рычимыру. «В двенадцать лет», сказал Найка. «Не потеряй ее, сынок, будь лучше с ней», сказал Мината. «Ага, ну ладно, ребята, я пойду, и да что это за глаза», сказал Найка. И в отверстие для одной глаза все увидел Узукок. «У кого спер?» спросил Рычимыру. «Мой, ты знаешь, что это?» спросил Найка. «Знаю, как-никак, я люблю собирать старые записи по миру. Это Узукок, по истории было всего два человека, у кого он был точка первого носителя, не знаю, как сказать, так как это было очень давно. Автором был Ашин Узумаки, основатель клана Узумаки. «И как я понимаю, теперь ты будешь истинглавой Узумаки.» сказала Рычимару. «Светки есть что?» «Да как?» спросил Найка. «Да где-то валяются, надо очень долго искать. Тебе как скоро они нужны?» спросил Рычимыру. «Завтра, скоро я хочу направиться в Узуше, пора покончить с третьим», сказал Найка. Найка вышел из лабораторной и пошел к Фуке, чтобы поговорить с ней точкой, но ему перегородили дорогу пьяные в хлам Саски, Меджи, и Кару с девушками. В сторону точка сказал Найка. «Сейчас мы тебя проучим», сказал Икару. «Знаешь, чем отличается мой плащ от ваших?» спросил Найка. «Ничем он не отличается», сказала Шизука. «Полигон минута, не будет вас там, я буду убивать вас по одному», сказал Найка. Найка пропал в Шумшине, он взял Фуке на руки и переместился на полигон, где они смогли немного посидеть в объятиях. На полигон прибыли все из организаций, чтобы посмотреть на это. «Нападайте», сказал Найка. Икару напал первым, Найка вырубил его одним ударом с ноги в голову. Но когда его хотели атаковать со спины, Найка отпрыгнул, так чтобы все его видели. «Вот чем я отличаюсь от вас», сказал Найка. «И его двенадцатый номер начал пропадать, а появился ноль. Как это понимать?» спросили Найка. «Так и понимай, сопляк, а теперь пошел нахуй отсюда», сказал Найка. «А понял ты, значит, полный ноль», сказали Найка. «Закрой свой рот, Найка считается сильнейшим и вас тут», сказали Нри. «Доплевать, Саскинаджи, давайте посмотрим, на что он способен», сказали Найку. «Я бы вам не советовал, чтобы вы понимали, точка цифры начинаются не с одно, а с нуля», сказал Мината. «Значит он сильней вас», спросила Шизука. «Ага, поэтому с ним никто не сырится, кроме вас. «Но думаю, скоро вы отправитесь на тот свет», сказал Сакума. «А к чему это шоу с дурачком?» спросили Кару. «Чтобы сбить соперника с толку, чтобы соперник думал, что Найка самый слабый у нас в организации и напал на него», сказал Мината. «Инари, знай, что хочешь, пойдем ко мне», сказал Найка. И Инари подошел к Найке и обнял его. «А нихера не понимаю», сказали Кару. «Лучше не выясняй, лидер организации Инари. Это все, что тебе нужно знать», сказал Найка. «Девушка, а вы не хотите погулять со мной?» спросили Кару. «Нет, я с Найока», сказала Фука. «Пойдем прогуляемся втроем», сказал Найка. «Я только за», сказали Найре. Все начали расходиться, кто куда, а Найка с Фуке и Нари прогуливались по базе и общались часа два. «Инари, не знаю, как тебе это правильно сказать, но те, кто убил твоих родных убит мной», сказал Найка. «А как их звали?» спросили Нари. «Минма и Мита на Микадзе. Наминатосан не сердись, он не знал этого, они это сами сделали по своему желанию. «Надеюсь, ты не будешь держать злость на меня», сказал Найка. «Нет, спасибо тебе», сказали Нари. «Так хватит, идемте перекусим, а то я давно уже не кушала спокойно», сказала Фука. «Да идем, конечно», сказал Найка. «Сестренка, ты приглядывайся за братиком Найока», сказали Нари. «Не волнуйся, Нари, я и так буду это делать», сказала Фуке. Найка обнял Фука, а Нари запрыгнул на спину Найока, и они переместились, используя Шуншин. Когда они покушали, Нари пошел тренироваться уже с новой катаной и наручами. Найка отправил с ним десять клонов, чтобы помогали. А сам Найка сидел с Фуке и любовались природой. «Как думаешь, Фуке, что будет дальше?» спросил Найка. «Я не знаю, даже представить не могу», сказала Фука. «Скажи честно только, ты еще испытываешь ко мне те чувства, что раньше?» спросил Найка. «Прости, конечно, меня, но нет точка, когда я отправилась к Акацуке, там я влюбилась в одного человека. И хотелось быть только рядом с ним», сказала Фука. «Я тебя понял, спасибо, что сказала правду», сказал Найка. Найка встал и повернулся спиной к Фуке. «Если хочешь, можешь иди куда хочешь, уговаривать или просить тебя остаться не буду», сказал Найка. И у Найка пошли слезы, но помазкой этого не было видно. «Спасибо, что ты понял меня», сказала Фука. Фука хотела его обнять, но Найка выставил руку, давая понять, что не стоит этого делать. Найка пропал в Шумшине. Когда Найка пропал в Шумшине, он оказался в своей комнате и достал Саке бутылочку. «Ты как?» спросил Курма. «Сам знаешь, зачем спрашиваешь?» сказал Найка. «Может нахуй все это?» спросил Курма. «Думал об этом, честно я заебался», сказал Найка. «Иди лучше потренируйся и выпусти пар, а бутылочку выкинь», сказал Курма. «Еще чего, потренироваться я всегда успею», сказал Найка. Курма хотел что-то сказать, но Найка игнорил его и начал пить Саки. Когда Саки кончилась, он решил отправиться с деревней поблизости и закупиться Саки. Заранее точка он пошел на выход из убежища, и там он увидел Фуке, которая общалась с Минатой и Рачимару. «Надо поговорить», сказала Фуке. «Тебе надо не поговорить, а отъебаться от меня», сказал Найка. «Может хватит материться?» спросил Мината. «Фуке захвати его с собой иди оба нахуй, а мне пора», сказал Найка. Найка вышел из убежища и отправился в маленькую деревню, где закупился всем Саки, что было в деревне. «Он купил около двадцати бутылок Саки, но ему это показалось не то. Он купил еще себе пачку сигарет и вернулся в убежище, где его ждали Мината, Рачимару, Фуке и Нари, Саски и Ниджи. Что у вас за собрание?» «А хотя не говорите, ну хуй голову забивать чем-то», сказал Найка. «Братец, надо поговорить», сказали Нари. «И Нари не лезь куда не просит, лучше иди тренируйся», сказал Найка. «Хватит бухать уже», сказал Саски. «Вам заняться нечем», спросил Найка. «Есть чем», сказал Найка. «Ну так пиздуйте и занимайтесь», сказал Найка. «Уже этим занимаемся, хватит пить», сказал Саски. «Были бы на моем месте, я бы посмотрел на вас, а теперь по-хорошему говорю, дайте пройти», сказал Найка, и у него в правом глазе появился Узуган. ВСЁ раступились и пошли кто куда. Найка пошел к себе в комнату и достал все бутылки Саски и сигареты. Приколив сигарету, он начал кашлять. Но потом все было хорошо, он курил и пил Саски. Неделю никто его не видел, все думали, что выйдет скоро, чтобы покушать. Но Найка была еда запасом, он ее купил в деревне, где купил Саски и сигареты. Когда уже прошло две недели, многие начали волноваться за Найка и хотел зайти к нему. Но дверь была под барьером, и никто не решался его тронуть. Тогда Нари решил узнать причину его поведения. Фука, почему Найка закрылся там? Спросили Нари. Ты не сможешь понять это, Нари, сказала Фука. Говори давай, там мой брат сидит и губит себя, сказали Нари. Скажем так, это дело сердечное, сказала Фука. Все такие девушки, только умеете делать больно людям, которые любят вас. Лучше бы у нас не было девушек, правильно говорил Наруто. От вас только проблемы, сказали Нари. Я же говорил и не поймешь, сказала Фука. Собирайтесь, вы идете на задание, ты будешь в команде с Саски и Шузина. ВСЁ узнаете по пути в свитке, сказали Нари. И Нари положил свиток на стол в общей комнате и уже к себе. Курама, твоя мать спишь? Спросил Найка. Как тут поспишь, когда ты бухаешь, сказал Курама. Ты прошел больше всех, вот скажи, чем я это заслужил? Спросил Найка. Накурама молчал. Вот я тоже не знаю ответа, сказал Найка. И Найка дальше начал пить Саки уже с горла. Еще через неделю Саки кончилась, Найка решил выйти и купить его. Но его остановил Минато. Ты не пойдешь больше за Саки и не будешь пить, сказал Минато. У тебя забыл спросить, сказал Найка. Не тебе одному плохо, сынок. Ты не можешь найти себе девушку, чтобы все было хорошо. А я потерял жену и ребенка, который даже не родился, сказал Минато. Если так смотреть, я потерял семью в 10 лет, убил брата и сестру, которые убили мать и нерожденного ребенка. И при этом я в детстве чуть не умер из-за них, сказал Найка. И Найка не знал, что сказать, чтобы Найка не пил больше. Найка, поняв, что Минато все завис, пошел на выход. Точка направился в деревню, за Саки с сигаретами. Еще и еду надо купить. Точка, когда он прибыл в деревню, там он увидел в Шинобе трех стран, которые нападали на людей и искали организацию. Курама точка, Найка решил купить, что нужно, и просто уйти точкой. Но он услышал, как миленький ребенок заплакал и Шинобеевы хотел убить его. Найка активировал узу, как и бросился, чтобы убрать ребенка из-под удара. В он успел его убрать. Не бойся, беги к родителям, сказал Найка. Ребенок побежал в дом и закрылся. Эй, ты кто такой? Спросил Шинобеевы. Я никто, просто мимо проходил. Вот и в с ее точка, сказал Найка. И пошел в магазин, там взял бутылку саки и в магазине начал ее пить. Взять его, он из организации Курама, крикнул Шинобе тумана. Ребята, дам совет, берите ноги в руки и бегите как можно быстрее. Точка, я сейчас не в том настроении, чтобы шутить с вами, сказал Найка. Ха, он еще угрожает нам, убить его, он слабый. Сказал Шинобе Кума. И у Найка показал им Мизу, как и его цифра на плаще поменялась с 12 на 0. Бегите, сказал Найка. Нас 40, а ты один, сказал Шинобеевы. Вас 36, а не 40, а теперь 35, сказал Найка. Найка допил саки, разбил бутылку и горлышком проткнул сонную артерию Шинобеевы. Ну падал, я вас предупреждал, сказал Найка. Найка начал использовать техники все что знал, чтобы повеселиться хоть как-то и снять напряжение. Шинобе начал нападать толпой, но быстро умирали. Он использовал стихию молний, для защиты стихии огня, земли и ветра для атаки. Полчаса он издевался над ними и убивал их ударами с пропитанной чайкой огня. Когда все окончилось, он купил 5 бутылок саки, сигареты и покушать. Он хотел оплатить и пойти назад. Но с него отказали брать деньги. Найка отправился на базу и сразу направился к себе в комнату и начал пить саки дальше. «Все-таки ты еще не забыл, что да как», сказал Найка. «Не могу смотреть, как хотят убить детей или женщин», сказал Найка. «Долго еще будешь жалеть себя?» спросил Найка. «Нет, когда пью, отправляемся в Узуши, пора покончить с этим всем. Точка сказал Найка. «Убьешь старика?» спросил Найка. «Я не знаю, двоих я уже забрал». «А как говорила Митсури-сан, когда я заберу троих, я потеряю свою душу», сказал Найка. «Помнишь, ты назвал меня братом?» спросил Курма. «Да помню и что?» спросил Найка. «Выкинь саки и приведи себя в порядок. Хватит уже бухать, как алкаш какой-то», сказал Найка. «О чем еще заняться, если не пить?» спросил Найка. «Я уже боюсь говорить, чем заняться, но лучше иди потренируйся, чтобы прийти в форму», сказал Курма. «Давай так ни тебе, не мне, я пару выпью и все», сказал Найка. «Хрен с тобой, но давай так, чтобы быстро их выпил и начинай тренировку», сказал Курма. «Хорошо, только отстань от меня», сказал Найка. Найка создал клонов и они начали распивать все пять бутылок саки. «На следующий день Найка, как и обещал, вышел на полигон. Там он увидел, как Фуука тренирует Инари, и Инари было весело с ней. Найка развернулся и пошел назад, чтобы не пересекаться с Фууки. Когда он пришел в общую комнату, там Саски с Карин сидели и целовались, и Найджа щена то же самое, и точка Оэн решил выйти из убежища и полюбоваться природой, но рядом появился Мината. «Может, потренируемся?» спросил Мината. «Я не против, но полигон занят», точка, сказал Найка. «Ничего страшного, там много места», сказал Мината. «В следующий раз давай, когда там никого не будет», точка, сказал Найка. «Но Мината перенес их на полигон, и к ним подошли Фуку и Санари. «А братья, потренируешь меня?» спросили Нари. «Пусть тебя тренирует Фууки-сан, у нее неплохо выходит, как я заметил, с точка, казал Найока. «Может, поговорим уже?» спросила Фука. «Фуука-сан, будете говорить с своим молодым человеком из Акацуки, когда я их уничтожу», сказал Найка Мината, дал ему Леща. «Не груби, достал уже», сказал Мината. «Думаю, тренировка наша окончена. Хотите потренироваться?» «Вон и Нари с Фууки очень сильно захотят этого точка, а мне пора», сказал Найка. «Ты куда собрался?» спросила Фуке. «Ебать тебя не должно», сказал Найка. Найка начал складывать печати, Мината узнал их и хотел остановить его, но не успел. «Вам чего?» спросила Шенигами. «Контракт», сказал Найка. Шенигами им кимоно достал свиток и дал его в руки Найка. «Когда он его подписал, Шенигами пропал, а Найка стоял живой и невредимый. Прощайте», сказал Найка. И Найка пропал в белой дымке. «Когда Найка пропал, он оказался в черном пространстве». «Что за шутки?» спросил Найка. «Это Наруто, твоя душа. Тэрис погряз в ненависти, злобе. Найти ту маленькую часть настоящего себя. У тебя год не больше, не сможешь найти, останешься здесь навсегда. Техники тут не работают, чакру тоже не сможешь использовать. Так приступай», сказал Шенигами. И Шенигами пропал, и начали появляться всего его вспоминая с дня его рождения. Уэнсел снял маску и начал их просматривать. Но когда было воспоминая про тот день у него пошли слезы. «Перестань», сказал Найка. «Нет, смотри все до конца, и начинай искать», сказал Шенигами. И он продолжил дальше смотреть. Уэн плакал, когда были печальные воспоминания и смеялся, когда веселые. «Точка, когда он в воскресенье просмотрел черное пространство, рассыпалась, и под ним появился знак иньянь. «Я думал, ты не успеешь», сказал Шенигами. Наруто встал и одел маску. «Сколько времени прошло?» спросил Найка. «Одиннадцать месяцев», сказал Шенигами. «А в моем мире?» спросил Найка. «Почти месяц», сказал Шенигами. «Может, потренируемся?» спросил Найка. «Прости, конечно, Наруто, но нет, точка, приходи, когда научишься контролировать свои глаза», сказал Шенигами. И знак иньянь начал появляться на спине и на йока. «А ебаный в рот, что это за хуйня?» спросил Найка. «Не матерись, как вы имея достали у Зумаки, что ты, что Ашина, точка, оба материтесь, никого уважения», сказал Шенигами. «Извини, можешь мне рассказать про Шину?» спросил Найка. «Всю правду найдешь там, где он жил», сказал Шенигами. «У меня к тебе вопрос, а точнее 2.1, ты знаешь, как пользоваться у Зуко Гом, и 2, и ты только забираешь душ или можешь отдать?» спросил Найка. «Нет, не знаю, как пользоваться, а насчет душ, рано тебе знать это точка, а теперь тебе пора, точка», сказал Шенигами. «Только с твоим Танто», сказал Найка. «Вы с Ашиной ни разу не встречались?» спросил Шенигами. «Нет, а что?» спросил Найка. «Он тоже хотел его забрать у меня, точка, запомни Наруто, я тебе там свое Танто, при одном условии, точка, ты будешь собой, хватит всего этого, точка, а то я заберу твою душу и тогда прощай», сказал Шенигами. «Так вот, про что мне говорили, убью третьего, потеряю душу», сказал Найка. «А теперь ступай, а да не призывай меня просто так, точка, я люблю, когда толпа людей, чтобы насладиться ихними душами», сказал Шенигами. «Как насчет маленькой сделки?» спросил Найка. «Что тебе еще нужно?» спросил Шенигами. «Твой Хари, прикольно выглядит», сказал Найка. «Вы точно походу родственники Сашиной, точка, ты от Анто им дай, то Хари, может тебе еще мой бузы дать?» спросил Шенигами. «Бессмертного сможешь забрать?» спросил Найка. «Нет, у него нету души», встречал я одного человека без души. «Мерзкое было чувство, точка», сказал Шенигами. «Спасибо, что сказал, как есть, точка, мне пора, надо многое теперь обдумать, точка», сказал Найка. Найка начал складывать печати и появился на поливоне, точка, там никого не было, он направился в убежище и решил сначала зайти к себе в комнату, точка, когда он открыл дверь, там была девушка, которая переодевалась. «Эй, ты кто такой?» «Выпросительный знак», спросила девушка. «Тебе правду или соврать?» спросил Найка. И девушка закричала, на крик все сбежались. «Блядь, да не ори ты так», сказал Найка, когда все уже прибежали и были готовы атаковать и Нари увидел Найка и подбежал к нему и угнил его. «Ты где был?» спросили Нари. «В мире призыва, а теперь бегом, почему моя комната занята?» спросил Найка. «Тебя долго не было, мы решили, что ты ушел от нас, точка, и мы отдали твою комнату новенькой», сказала Фука. «Кто отдал?» спросил Найка. «Я», сказали Нари. «А ты кто такой?» спросила девушка. «Помолчи, голова болит», сказал Найка. «Рюзицу, это Найка», сказал Саски. «Мне это ничего не говорит», сказал Рюзицу. «Найка, иди к Минату, он очень сильно хочет тебя увидеть», сказала Корен. «Не указывай мне, если меня почти год не было». «Это не значит, что вы мне можете указывать», сказал Найка. «А ты, думаю, не так просто, как кажется», сказал Рюзицу. «Я полон сюрпризов, и Нари, иди тренируйся, скоро приду. Ни, дай бог ты ничему не научился, я выбью из тебя все дерьмо», сказал Найка. «Хорошо, братец Найока», сказал Нари. «Эй, Найока, сегодня можешь заехать сюда, я в другую комнату перееду», сказал Рюзицу. «Живи и радуйся тут». «Мне щас не до сна и отдыха», сказал Найка. «Ты к нему?» спросил Найджи. «Да, и некого не хочу там видеть, точка, и дай Рюзицу, как насчет погулять?» спросил Найка. «А почему бы и нет, только знай, я люблю гулять на природе», сказал Рюзицу. И Найка пропал в Шумшине и оказался около Мината. Когда Мината его увидел, да без слов сначала дал леща, а потом обнял. «Твою мать, не делай так больше, и как ты остался жив после призыва Бога Смерти?» спросил Мината. «Шенигами мой призыв, и это отец, я пойду прогуляюсь, точка», сказал Найка. Мината был в стопоре, за столько лет, сын назвал его отцом, а не по имени. И Найка отправился к Рюзицу, и они пошли погулять по природе. «Найка, а почему ты носишь маску?» спросил Найка. «Так нужно», сказал Найка. «Ты не думай. Если там у тебя шрамы или что-то такое, я не боюсь этого, точка в тюрьме, я этого насмотрелась сполна», сказал Рюзицу. «Не нужно тебе пока знать, что под маской, точка», сказал Найка. «Ну ладно, пойдем в соседнюю деревню, перекусим. А то устала есть еду, которую готовят девушки, тошнит от нее уже, точка», сказал Рюзицу. «Пойдем, я как раз давно уже не кушал нормально», сказал Найка. «Они отправились в деревню, где Найка отличился по уходу в мир призыва, точка там он пришли в маленькое заведение и перекусили, Найка оставил деньги и они пошли гулять по деревне. А тут красиво как думаешь?» спросил Рюзицу. «Очень, особенно когда валятся трупы многих шиноби», сказал Найка. «Скажи мне одно, почему Фука на тебя так косо смотрит?» спросил Рюзицу. «Не знаю, мы с ней только работаем в одной организации и все, а что?» спросил Найка. «Мне говорили, что ты хотел с ней отношения и она отказала тебе, точка, но ты после этого три недели только и делал, что пил», сказал Рюзицу. «Это в прошлом, теперь я живу по новой. А у тебя есть парень?» просил Найка. «Пока нету, не везет мне с ними что-то, если честно, точка», сказал Рюзицу. «Все бывает, пойдем назад, скоро мне уходить надо будет», сказал Найка. Они отправились в страну звука. Когда они вернулись на базу, Найка сказал, что он отправляется в Узуше. С ним хотел отправиться Минато, но Найка сказал, что он пойдет с напарником и только с ней, точка, через два с половиной дня они прибыли в Узуше. Рюзицу, что бы ни случилось, даже не вздумай вступать в бой, поняла?» спросил Найка. «Поняла», сказал Рюзицу. «Перед ними появились Анбу. Яко Зукаги, сказал Найка. Узукаги сэн не общается с преступниками, точка», сказал Анбу. Анбу хотел напасть на Найока с Рюзицу, точка, но перед Найкой появился барьер, Анбу отступили назад. «Откуда ты знаешь техники нашего клана?» спросил Анбу. Найка активировал Зукаган, Анбу увидев его отпрыгнули еще дальше и достали оружие. «Позовите Узукаги или Микорусан, у меня для них послание от Нарута-сана», сказал Найка. «Скажи мне, я передам им», сказал Анбу. «У вас минута, если их не будет, вы будете виноваты, что слова Нарута-сана не были переданы его родным людям», сказал Найка. «Сурок, передай все Узукаги, ласка». «Передай Микорусан», сказал Безликий. «Не бойтесь, я нападать не буду на вас», сказал Найка. Анбу окружили их, а Найка с Рюзицу просто стояли и ждали пять минут Узукаги и Микору. «Когда они прибыли, он бы встали за Узукаги?» «Ты кто и чего надо?» спросил Акару. «Я здесь по просьбе своего покойного друга. Нарута-узумаки», сказал Найка. «Все-таки это правда, что он умер», сказал и Микору. «Микорусан, Нарута просил лично вам сказать, что больше всего ему будет не хватать вас и ваших блинчиков, которые вы каждый раз ему готовили. И просил, чтобы вы не плакали. А насчет вас Акарусан, Нарута сказал, что не держит на вас Зээла. Но никогда бы не простил вас за тот день», сказал Найка. «Он мучился?» спросил Акару. «Нет, он умер быстро», сказал Найка. «Можешь показать, где его похоронили?» спросила Микору. «Нет, простите, он этого не хотел. И да, я убил Минму и Мита за убийство Кушан и сына ее нерожденного ребенка. Сказал Найка. «Зря тогда мы их спасли с Кушаной. Лучше бы они умерли и все было бы хорошо», сказал Акару. «Прости, а кто убил моего внучка?» спросил Микору. «Не волнуйтесь, Микорусан, скоро я сам приду за ними. Смерть Наруто-сан я никому не прошу», сказал Найка. «Это все?» спросил Акару. «Нет, я бы хотел узнать у вас об этом», сказал Найка. И Найка показал Зуган. «Откуда он у тебя?» спросил Акару. «Это предсмертный подарок от Наруто-сан, он сказал, чтобы я его использовал правильно», сказал Найка. «У тебя один глаз или два?» спросил Микору. «Два», сказал Найка. «Пройдем со мной, я тебе покажу кое-что из точка», сказала Микору. «Отряд Анбу пойдет с вами», сказала Кару. «Узукаги-сама, не стоит. Если он друг Наруто, нападать на меня он не будет», сказала Микору. «Меня зовут Найка Мокорусан, нападать я не буду, вы как-никак бабушка моего друга», сказал Найка. «Идем со мной, Найка», сказала Микору. Найка с Рьюзицу и Микору пошли в сторону старого дома. «Узукаги-санбу направили в резиденцию. Когда они уже зашли в старый дом, Микору села в кресло. Найка, это домашина Узу Майки. Он был основателем нашего клана и первым, у кого были эти глаза. Наруто был вторым, кто смог их пробудить», сказала Микору. Найка с Рьюзицу заметили, что у Микору пошла слеза. В этот момент Найка сжалась сердце от этой картины. «Микору-сан, не плачьте, не думаю, что это бы понравилось Наруто», сказал Найка. «Там на полуках в шкафу есть пару свитков. Там есть описание техники, как правильно пользоваться Узуганом», сказала Микору. Найка взял два свитка и убрал под сумок. «Скажи, кто убил его», сказала Микору. «Шинобеку Маэвы, даже Лис не смог ему помочь никак», сказал Найка. «Ты будешь мстить за нее?» спросила Микору. «Да, Наруто для меня был больше, чем друг. » сказал Найка. «Не мсти не надо, и так много было смертей. Ашинобеку умрут за смерть внучка», сказала Микору. «Вы уверены?» спросил Найка. «Да, уверена, а Наруто на том свете встретит их, и я уверена, что тогда он сам сделает все», сказала Микору. «Микорусан, Наруто было интересно. Вы знали, что случилось, когда прошло два дня с его рождения?» спросил Найка. «Увы, но нет, я бы не позволила этому случиться», сказала Микору. «Спасибо, что сказали, вы только не торопитесь к нему туда», сказал Найка. «Простите, Микорусан, а почему Наруто копия Ашины?» спросил Рюзицу. «Ашина был моим отцом, но надеюсь, что Наруто его там встретил и знает про это», сказала Микору. «Рюзицу, выйди, мне надо кое-что сказать, Микорусан», сказал Найка. Рюзицу не стала ничего говорить и вышла точка Микору встал к Найка спиной. «Делай, что задумал, только не тяни с этим», сказал Микору. Найка оказался у нее за спиной и обнял ее. «Ты же знаешь, бабуля, я не смогу на тебя поднять даже свой голос», сказал Найка и Найка обнял ее точкой у него пошли слезы, но их не было видно из-за маски. «Наруто, я надеялась сильно, что ты живой точка», сказал Микору. И Микору развернулась и обняла его, и сняла с него маску и рукой погладила его по голове. «Прости, бабуль, но мне пора, я уже не все закончил», сказал Наруто. «Без блинчиков не отпущу тебя, точка», сказала Микору. Наруто одел маску и они вышли с Микору и направились к ней домой, точка там она наготовила ему блинчики. «Скажи мне, Найка, а это твоя девушка?» спросила Микору. «Не знаю, Микорусон, это надо спрашивать у Рюзицу», сказал Найка. «Рано об этом говорить», сказал Рюзицу. «Что же вам пора, пусть Минат лучше никого не возвращается в лес». «Точка, он там стал самым опасным преступником со времен Мадары», сказала Микору. «Обязательно передам, а вы лучше поговорите с Узукаги, точка, думаю, вам есть что обсудить. Вы очень долго были вместе, точка», сказал Найка. «Идите», сказала Микору. Найка с Рюзицу пропались дома и направились на выход из Озыши. Найка решил сделать подарок и Нари, как только сможет полностью овладеть глазами. Пу дороги он изучал свитки, а Рюзицу была рядом и упрашивала его снять маску. «Когда будем встречаться с ним и не раньше», сказал Найка. «Тогда это будет не скоро, и да мне пригодилась бы твоя помощь», сказал Рюзицу, «Что нужно?» спросил Найка. «Убить одно влиятельного человека, точка, он использует молодых девушек и секс-рабынь», сказал Рюзицу. «Обязательно зайдем к нему на огонек, может мне что перепадет», сказал Найка. И Рюзицу дала ему лещи. «Да я шучу, ты чего?» сказал Найка. «Знаю, как ты шутишь, мне уже говорили про тебя, точка», сказал Рюзицу. «Давай лучше сейчас к нему, а потом я буду спокойно изучать свитки», сказал Найка. «Только не надо там приставать к девушкам и так плохо там», сказал Рюзицу. «Посмотрим, но все, что я там найду ценного, будет мое», сказал Найка. «Хорошо, это будет моя плата за твой труд», сказал Рюзицу, и они направились в направление страны травы. Четыре дня у них ушло, чтобы добраться до страны травы, а точнее до тюрьмы, которая там находится. «Ебаный в рот, и как нам тадо пройти незаметно?» спросил Найка. «Никак, ты должен будешь вырубить меня и отдать им, точка, но в нужный момент прийти, когда никто не будет этого дать», сказал Рюзицу. «Поступим по-другому, все захотят меня арестовать, за многие убийства», сказал Найка. «Они снимут с тебя маску, тебе это надо?» спросил Рюзицу. «Если пойдешь ты, я не смогу понять, когда нужно действовать, так делай, что должна», сказал Найка. Рюзицу поставила на Найок о печати и повела его в тюрьму, там их встретили охранники. «А Рюзицу, господин, очень рад будет тебя видеть», сказал охранник. «Я привела вам преступника с ранга из организации Курама», сказал Рюзицу. Охранники забрали его и вырубили Рюзицу. «Господин будет рад еще пару раз с ней повеселиться», сказал охранник. Их повели к начальнику тюрьмы. «Мой сама прибыла Рюзицу и привела с собой преступника из организации Курама», сказал охранник. «Рюзицу, хорошо, а то она была одной из лучших моих пленниц. Я его в одиночку, но сначала, сказал Мой ему и хотел поставить на Найок и печать, но перед ним появился барьер. «Какого хрена?» сказал Мой. «Не все так просто», сказал Найка. И у него активировался узуган. «Эти глаза, твою мать», сказал Мой. «А теперь может обсудим кое-что», сказал Найка. «И что тебе нужно?» спросил Мой. «Твоя жизнь», сказал Найка. И Найка пропал из поля зрения, он забрал Рюзицу и привел ее в чувство. «Опять меня вырубили», сказал Рюзицу. «Как все закончится, ты мне все расскажешь или отправишь за ним», сказал Найка. «Хорошо, только помоги девушкам», сказал Рюзицу и в Рюзицу прилетел Куну и прямо в грудь. Ведя то у Найка тронулась крыша. «Лучше тебе быть готовым», сказал Найка. «Всегда готов», сказал Курама. Найка начал покрывать чекрой Курама и у него появились семь хвостов. Но он стоял на своих двоих точках и начали появляться кости, которые служили ему за счетой. Маска на его лице треснула сразу и там появилась маска из костей. «Да начнется танец», прокричал Найка. Когда это увидели заключенные и они были напуганы, кто-то забыл даже как правильно дышать и упал без сознания. Найка начал бежать на охрану потихоньку и потом ускориться, а охранники бежали на него. Они кидали оружие в него, но результатов этого не дало. Но один из охранников хотел забрать Рюзицу, это увидел Найка и призвал Шенигами. «Убей всех», сказал Найка. «Как я люблю, когда так много душ», сказал Шенигами. И Найка начал биться с Шенигами за спиной против всех, кто был в тюрьме. Ему было без разницы и преступники или охранники, но через пару минут Шенигами начал пропадать. «Прости, молец, но я в СЁ. Это первый твой прозыв. В следующий раз будет больше времени. И как я обещал, и за то, что ты меня так порадовал, держи», сказал Шенигами. Шенигами пропал, но в руках у Найка остался его тэнта. Тогда Найка начал сам всех убивать, кто-то плакал и просил пощады, но Найка убивал точкой но в один момент он остановился, когда перестал слышать пульс Рьюзицу. «Курама, бери полный контроль, делай что хочешь точкой, но девушек не трогай», сказал Найка. «Не, я убью их сам, знаешь», сказал Курама. «Я не смогу больше», сказал Найка. И Курама взял контроль над телом Найка и начал сам убивать всех, кроме девушек. Через пять минут терма для самых опасных преступников была окрашена в красный цвет от крови заключенных и охранников. И Курама отдал контроль Найка. Найка решил призвать Шенигами на пару слов. «Ты можешь сделать так, чтобы она была живой?» спросил Найка. «Да, но взамен я заберу тебя». «Ты согласен?» спросил Шенигами. «Да, делай что нужно», сказал Найка. Найка сел рядом с Рьюзицу, взял ее на руки и прижал к себе. «Ничего, Рьюзицу, скоро все будет хорошо», сказал Найка. Найка снял маску и полошил ее рядом с собой. «Прощай, Курама», сказал Наруто. И Шенигами начал свой ритуал, а Найка сидел в обнимку с Рьюзицу. «Прощай, Наруто, Узумаки», сказал Шенигами. «Жаль, что так я не смог потренироваться у вас, Шенигами-сама», сказал Наруто. И Наруто вырубился. «Да, Наруто, как я и думал, передаю ему лис, что он спас не только Рьюзицу, но и свою душу. Но ему нужно будет после этого уйти ко мне на два года», сказал Шенигами. Через пару минут Рьюзицу открыла глаза и увидел человека, который держал ее в обнимку. Потом она увидела маску и поняла, что это Найка. Но его пульс был очень слабый. Рьюзицу встал и полошил его на землю. Потом увидел, что в тюрьме все, кто был мертвый. Она пошла в здание и там увидела девушек. Она помогла им выйти и сказал, что все хорошо. «Рьюзицу ты их всех?» спросила девушка. «Нет, мой друг это сделал», сказала Рьюзицу. «А где он?» спросили девушки. «Чуть дальше, надо будет его мне сейчас отнести на базу. А то пульс его очень слабый», сказала Рьюзицу. «А он тебе нравится?» спросила девушка. «Да, но не думаю, что он будет со мной. Он узнал, что я была с вами. Сказала Рьюзицу. «Пойдем покажешь его нам, посмотрим, какие парни в твой вкусе», сказала девушка. Рьюзицу отвела их к Наруто, они все любовались им. «А сколько ему лет?» спросила девушка. «А как его зовут?» спросила другая. «Это Наруто Зумаки из Канахи, точка, преступник С ранга, все думали, что он давно умер, точка, но оказывается, он все это время скрывался под маской, точка, сказала девушка. «Откуда ты это знаешь?» спросила Рьюзицу. «Он жил с друзьями с нашей деревни, точка, они помогали нам всегда, давали деньги к кому, они были очень сильно нужны, точка, всегда кормили детей, которые остались без родителей», сказала девушка. «О, вы такой молодой, а уже преступник С ранга, и смог всех тут убить», сказала девушка. В этот момент Наруто начал открывать глаза. «Ебать вас в рот, кто там кричит?» спросил Наруто. Наруто увидел перед собой около двадцати девушек. Потом вспомнил, что на нем нету маски и он увидел знакомую девушку. «Здравствуй, Наруто», сказала девушка. «Привет, Нихару, а ты тут как оказалась?» спросил Наруто. «Да так, оказалась не в том месте и не в то время, точка», сказала Нихару. «Значит, опять воровала», сказал Наруто, и убила человека, сказала Нихару. Наруто одел свою маску. «Никто не должен ничего знать», сказал Ника. «Не волнуйся, мы не скажем, давай поможем тебе встать», сказала Нихару. «Какого хрена? Почему я жива и что с тобой?» спросила Рюзицу. «Не знаю, возможно, Шенигами жалился над тобой», сказал Ника. Рюзицу взяла его под руку. «Девушки, идите куда хотите, а я отведу его в убежище, точка ему нужно спокойно отдохнуть», сказала Рюзицу. «Наруто, мы отправимся в деревню, будем рады тебя там видеть, как гости», сказала Нихару. «Я не Наруто, а Найоко», сказал Ника. «Все ровно приходи, мы будем рады», сказали девушки. И Рюзицу и Найоко начали путь в убежище, по дороге Курама все передал, что сказал Шенигами. Когда они прибыли на базу, Найоко пошел к Арчимару, где все сказал ему, и что ему нужно пропасть на два года. Он не совсем попрощался, когда он зашел в комнату, там спала Рюзицу, он снял с себя плащ, чем накрыл ее точкой и вышел из комнаты, он направился на полигон, там был Нари. «И Нари, береги мою маску», сказал Найоко. Найоко снял маску и использовал обратный призыв. Так прошло два года, за это время Саски и Карин, так же как Наджищина и Шизук, Касанари жили в одной комнате. Точка Рюзицу ждала Найоко, чтобы поговорить с ним насчет тюрьмы и что там с ними делали. В Эконохе объявили организацию Курама самой опасной организации. Точка иногда просили помощи у Акацуки. Узыши перестала как-либо сотрудничать с Конохой и поставила барьеры. Точка, чтобы никто не смог зайти к ним. У Цунадис Джирай родилась и сын. Его назвали в честь деда, Хаширома Синджу. Мекару переехала назад, Кокару, чему он был очень сильно рад. Точка Мекару сказала ему надо сотрудничать с организацией Курама. Точка Акару был против, но понимал, что у одного из них Узукак, а другого Шарингана и третьего Бьякугана и согласился с этим. Точка Нари каждый день приходил на полигон с Маской и ждал, когда вернется Наруто. Точка и в очередной раз, когда Нари уже хотел идти на базу, на его плечо оказалась рука. Только не говори, что ты не меня ждал, сказал Наруто. И Нари развернулся и обнял его. А ты очень сильно изменился, сказали Нари. Я знаю как-никак тут два года, а там намного больше. А теперь давай маску, сказал Наруто. И Нари протянул ему маску и Наруто одел ее. Точка и пошелся Нари в убежище. Точка, когда там его все увидели, то были рады этом. Точка Нанаека отправился в комнату к Рьюзицу, когда он зашел, то увидел, что она спит, укрывшись его плащом. Разбуди, хватит пялиться. Точка, сказал Курама. Пусть спит, я лучше пойду к отцу и поговорю с ним. Точка за одно, знаю все новости, сказал Наруто. Наруто отправился к Минато с Арачимару, но там он увидел девушку. Здравствуйте, а вы кто? Спросил Наруто. Здравствуйте, я Гурин, а вы? Спросила Гурин. Я Наруто, а где Арачимару? Спросил Наруто. Щез позову, проходи пока, сказала Гурин. И Гурин крикнула на все убежище, милый, иди сюда. Наруто был рад, что Арачимару смог найти себе девушку. Через пару минут прибежал Арачимару, что такое? Спросил Арачимару. Да так, я хотел с тобой поговорить, сказал Наруто. Минато, в общей комнате, идем туда, сказал Арачимару. Они пошли в общую комнату, по дороге Наруто издевался над Арачимару, говоря, что он каблук. Когда прибыли, увидели, чем Минато сидел с незнакомой девушкой. Вот тебе раз, сказал Наруто. Наруто, знакомься, это Самуйсон, она прибыла из Кума, сказал Минато. Самуйсон, выйдите, нам надо переговорить, сказал Наруто. Простите, могу, у нас важный разговор, сказала Самуй. Ну хуй с вами, занимайтесь делами дальше, сам все узнаю, сказал Наруто. Да стой ты, останься, тебе будет это интересно, сказал Минато. Потом все скажите лучше, я пока отдохну, сказал Наруто. Наруто, Да нет, полчаса назад, сказал Наруто. Наруто протянул ее кофе. Спасибо большое, сказал Рюзец. А теперь говори, как ты там оказалась, сказал Наруто. Только прошу, не осуждай меня, за что там было, точка, когда мне было 13 лет. К нам в деревню прибыли люди мой, они искали молодых девушек для его утех, точка, мои родители продали меня, меня забрали, еще пять девушек, точка, и мы не знали, что нас там ждет, но многие думали, что там хорошая жизнь будет, точка, но вы хорошей жизнью это нельзя было назвать, точка, он использовал нас для, хотела что-то сказать Рюзецу дальше, но Наруто просто обнял ее. Не надо, я все понял, теперь все будет хорошо, не волнуйся. Тебя больше никто не тронет, сказал Наруто, и Рюзецу обняла очень крепко Наруто, и заплакала. Ну что ты, не плачь, слезы тебе не идут, улыбайся лучше, точка, сказал Наруто. Теперь ты по-другому будешь думать обо мне? спросил Рюзецу. Нет, у каждого многое бывает в жизни, точка, и не мне кого-то осуждать или что-то говорить, сказал Наруто. Да пока тебя не было, мы с Минатосаном сходили в тюрьму и забрали все ценные, точка Минатосан все запечатал, даже трупы опасных преступников, чтобы ты мог их сдать, сказал Рюзецу. Пойдем со мной, сдадим их и зайдем в деревню, думаю там нас ждут, сказал Наруто. Рюзецу дала ему его плащ и сама начала одеваться. Отвернись, сказал Рюзецу. Ладно, не смотрю, сказал Наруко. Через пару минут Рюзецу одел экипировку и плащ и они направились в обменник, точка 4 обменника им пришлось пройти, чтобы сдать 13 человек, точка за всех на йог и получил 10 миллионов и рю, точка, они закупились едой и одеждой и запечатали все в свитке, точка, когда прибыли туда увидели старика Химиари, точка, который помогал ребенку. Старик, давай я сам помогу, сказал Наруко. Рад вас тут снова видеть, сказал Химиари. Рюзецу проводи старика до дома, а я помогу мальцу, сказал Наруко. Наруко проводил ребенка до дома, где его встретили родители. Наруко пропал в Шумшине и оказался в доме главы деревни. Я рад видеть вашу организацию в нашей деревне, сказал старик. Помощь нужна наша, спросил Наруко. Я не могу просить у вас ее, вы и так много нам помогали, сказал Химиари. Ты помог нам, когда мы искали себе дом, точка, теперь моя очередь помощи в ответ, сказал Наруко. Рад видеть тебя живым, Наруто, сказал Химиари. Химиари-сан, тут еды и одежда, и пару миллионов пока могу вам дать, сказал Наруко. Не надо нам деньги, ты чего, тем более такую сумму, сказал Химиари. Надо, я заметил, многие дома были разрушены. На их ремонт нужны как раз деньги, вас еще хватит построить школу, точка, как будет возможно, буду передавать вам деньги, отказа я не приму, сказал Наруко. Спасибо тебе, Наруто, сказал Химиари. Как поживают девушки? Спросил Наруко. Все хорошо с ними, они мне сказали, что ты помог им вернуться домой, сказал Химиари. Я просто мимо проходил. Тут есть дети, которые могут использовать чакру. Спросил Наруко. Да, есть один ребенок, но он не простой. Он никого не слушается и хулиганит постоянно, сказал Химиари. Родные у него есть? Спросил Наруко. Нет, он один, его родители умерли от рук Анохи, сказал Химиари. Я бы хотел забрать его к себе, сказал Наруко. Я не буду против, ты думаю сможешь найти к нему подход, сказал Химиари. Наруко, не думай, что это слишком? Спросил Наруко. Спросил Наруко. Пройдемте к нему, он сейчас наверное опять хулиганит, сказал Химиари. Он не шатенц такой маленький и худой? Спросил Наруко. Да это он, а что? Спросил Химиари. Он напал на моего клона и сейчас пытался его ударить. Потенциал у него истинно плохой. Его просто надо правильно направить. Вот и все, сказал Наруко. И Наруко пропал в шумшине и оказался около мальчика. Зачем на меня нападаешь? Спросил Наруко. Мальчик от страху подпрыгнул. А почему вас двоя? Спросил мальчик. Наруко развеял клона. Это мой клон, хочешь научу? Спросил Наруко. А ты кто такой? Спросил мальчик. Я Наруко, а ты? Спросил Наруко. Я Харику, сказал Харику. Зачем хулиганишь? Спросил Наруко. Просто так хочу и в с ё точка сказал Харику. Значит сам не скажешь, что просто привлекаешь внимание, потому что тебе одиноко. Спросил Наруко. Откуда ты можешь знать, что это такое? Спросил Харику. Пойдем с нами, там я тебе все скажу и помогу тебе. Точка, если не пойдешь, знаю второго шанса, у тебя не будет. Химери сан не против, это будет. Он знает про нас много и знает, что я смогу тебе помочь, сказал Наруко. Вы меня бросите, кое-мои родители, сказал Харику. Я знаю, как это больно, но поверь, ты не будешь больше один. У нас ты сможешь найти себе друзья и точка, и мы так хоть все можно сказать не родные, но помогаем другу и присматриваем, сказал Наруко. А ты меня научишь, как делать склонов? Спросил Харику. Да, если будешь себя хорошо вести, не люблю, когда много шумят или кричат, ты с точка, сказал Наруко. Хорошо я согласен, сказал Харику. Собира вещи, через полчаса жду тебя в доме Химери сан и ты уходишь с нами. Никому не говори, куда ты пойдешь и с кем, сказал Наруко. Харику побежал домой и начал собираться, а Наруко переместился в дом Химери, и сказал, что заберет его к себе на обучение и воспитание. Через полчаса Харику был уже около дома и все вышли из дома. Харику слушайся, Наруко сан, он многому сможет тебя научить. Не будешь слушаться, вернешься сюда, сказал Хири. Никогда сюда не вернусь, сказал Харику. Ладно Химери сан, уходи, скоро я приду снова, посмотрю, что да как, сказал Наруко. Наруко с Рьюзицу подошли к Харику. Наруко взял его на спину и они отправились на базу. Когда они прибыли на базу, Хикар убегал и осматривал ее. Наруко всем сказал, чтобы не трогали мальца, а помогали ему. После чего отправился к себе к комнату, чтобы искупаться. Когда он уже разделся и зашел в душ, там была Рьюзицу, которая купалась. Она выйдя отсюда, сначала предложил бы встречаться хотя бы и точка, сказала Рьюзицу. Извини, не знал, что ты тут, сказал Наруко. Я уже почти все, подай мне полотенце, сказала Рьюзицу. Наруко промолчал, типа его нету, тогда Рьюзицу вышла из души голая и увидела Наруко. Извращенец, сказала Рьюзицу. Да ладно, я ничего не видел, сказал Наруко. Не пялься на меня, а то убью, сказал Рьюзицу. Мой глаза выше, сказал Наруко. Рьюзицу покраснело, а Наруко зашел в душ и начал купаться. Через 10 минут он вышел и хотел намотать полотенце. Но его там не было, он решил выйти в комнате быстро его найти. Но зашла Рьюзицу с полотенцем в руке. Не это ищешь? Спросила Рьюзицу. Именно его я искал, сказал Наруко. Рьюзицу дала ему полотенце, Наруко обернул его ниже пояса и пошел в комнату, чтобы одеться. Когда он надел штаны, он сел на стул и задумался. Не думай об этом, сказал Куромо. Да как не думать, я бы посмотрел на тебя в такой момент, сказал Наруко. Сходи потренируйся и спустишь так пар, сказал Куромо. Хорошо, только оденусь, сказал Наруко. Наруко встал со стула и хотел одеть футболку, но мимо него прошло Рьюзицу в обтягивающей майке, и Наруко засмотрелся, как прыгала ее грудь. Рьюзицу это заметила и подпрыгнула, чтобы посмотреть на реакцию Наруко. Когда он подпрыгнул, Наруко отвернулся. Я думала, ты не перестанешь пилиться на мою грудь, сказал Рьюзицу. Прости, этого больше не будет, сказал Наруко. Можно вопрос, только честно, спросил Рьюзицу. Да, задавай, сказал Наруко. У тебя была хотя бы раз девушка? Спросил Рьюзицу. Увы, но нет, все время как-то мимо пролетал, сказал Наруко. Тогда понятно все с тобой, сказал Рьюзицу. Рьюзицу подошла к нему и обняла его. Рьюзицу может начнем встречаться? Спросил Наруко. Ты уверен в этом? Спросил Рьюзицу. Да, уверен, мне плевать на твое прошлое, сказал Наруко. Но скажут остальные, когда узнают прошлое? Спросил Рьюзицу. Поплевать, это моя жизнь и мой выбор, сказал Наруко. Я согласна тогда, сказал Рьюзицу. Рьюзицу поцеловала его в щечку. И у Наруко встал член, и в этот момент Рьюзицу повернула к себе Наруко. И поцеловала его в губы, Наруко обнял ее покрепче. Думаю больше не стоит, а то чувствую что-то случится, сказал Наруко. Это нормально, тебе просто хочется секса. Вот и в с ее точка. Такое бывает, не волнуйся, и точка сказал Рьюзицу. Наруто одел мазку и пропал в шумшине, и оказался на полигоне. Там он начал тренироваться, чтобы не думать о грязных мыслях. Иди к ней, сказал Курома. Пошел на хрен, мне так нелегко, точка сказал Наруко. «Смотри головой и не тронься, сказал Курома. Постараюсь, а ты лучше, и спа и точка», сказал Наруко. Наруко создал клонов и начал с ними тренироваться. Через пять часов он пошел купаться. Только сначала он убедился, что в душе никого нету, точка он зашел в душ и сел на пол. Курома даже не стал ничему ему говорить, он хотел, что Наруко сам все обдумал и принял правильное решение. Через час Наруко встал и обернул полотенце, и пошел в комнату и лег на кровать, которую принесли, когда Наруко был в мире призыва. Точка так полчаса спустя в комнату зашла Рьюзицу. Выпустил пар? Спросила Рьюзицу. «Да, теперь каждый день буду так делать, чтобы не думать об этом», сказал Наруко. Рьюзицу лег на кровать и посмотрела на Наруко, который смотрел в потолок. Рьюзицу решил проверить, будет он пялиться на ней. Она снила с себя футболку, но Наруко даже голову не повернул, тогда она снила лифчик. Но все напрасно. Наруко смотрел в потолок «Наруко, я тебе что перестала быть интересно уже?» спросил Рьюзицу. И Наруко повернул голову и увидел полуголую Рьюзицу и у него встал. «Хватит так делать», сказал Наруко. «Скажи еще что не хочешь», сказал Рьюзицу. «Хочу не спорю, но рановато я думаю», сказал Наруко. «Ты так говоришь, потому что у тебя не было раньше никого», сказал Рьюзицу. «Возможно, спорить с этим не буду», сказал Наруко. «Невозможно, а так и есть, если бы не хотел у тебя бы не встал», сказал Рьюзицу. «Он встал, потому что кто-то сидит тут и дразнит меня», сказал Наруко. «Сделай, что я скажу, сними штаны, я хочу его увидеть», сказал Рьюзицу. «Извращенка», сказал Наруко. Рьюзицу встал и снил из себя всю одежду, что осталось и голая, подошла к Налюко и снила с него сначала его маску, а потом и штаны с трусами. «А он у тебя большой», сказал Рьюзицу. «Что ты удумала?» спросил Наруто. «Ничего, леший, наслаждайся». «Но когда захочешь кончить, скажи, чтобы в меня не кончить», сказал Рьюзицу, и Рьюзицу начал садяться на член Наруто своей киской. «Поставь барьеры, чтобы никто не слышал ничего», сказал Рьюзицу. Наруто поставил барьеры, и Рьюзицу начал сильнее садиться и постановить. «Когда он полностью села на него, он полезла целоваться к Наруто и ускориться движение вверх в Мизе. Через минут сорок слезь», сказал Наруто. Рьюзицу слеза с членом и Наруто взялся рукой и за свой член и пошел скинул все в туалет, после чего он лег на кровать. «Ну как понравилось?» спросил Рьюзицу. «Очень, может повторим?» спросил Наруто. «А сил у тебя хватит?» спросил Рьюзицу. «Не перешивай, этого у меня полно», сказала Наруто. Наруто приостал и оказался над Рьюзицу и начал вставлять ее в киску свой член. «Только не ускоряйся сначала, а то будет больно», сказал Рьюзицу. Наруто аккуратно начал засовывать, а потихоньку ускорится. Рьюзицу начал кричать, не сдерживая себя. Через час Наруто вытащил его, Рьюзицу повернулась к нему спиной, приподняв попу. «Суй, но очень аккуратно, там мне будет очень больно. Но думаю, надо будет это с тобой опробовать», сказал Рьюзицу. Наруто недолго думая начал вставлять, а Рьюзицу кричать от боли, через минуту Наруто полностью его засунул. «Я щас кончу.» сказал Наруто. «Не смей, а ты убью тебя», сказал Рьюзицу. Наруто начал потихоньку ускориться и через 10 минут кончил прямо в попу Рьюзицу и оттуда потекла сперма. «Я купаться», сказал Наруто. «Я с тобой, сегодня будет лучший день, я же так не отблагодарила тебя, что ты мне помог», сказал Рьюзицу. Они зашли в душ и Рьюзицу встала на колени и засунула себе в рот члена Наруто и начал его сосать. «Твоя мать, что делаешь?» спросил Наруто. «Стой как стоишь, я сама не знаю, как это делать правильно», сказал Рьюзицу. Наруто облокотился на стену и наслаждался этим через полчаса. «Щас кончу», сказал Наруто. «Давай мне, мне говорили, что она вкусная на вкус», сказал Рьюзицу. Наруто не стал его вытаскивать и кончил Рьюзицу прямо в рот. «Правду говорили, она вкусная», сказал Рьюзицу. «Боюсь даже спросить, что ты еще можешь?» спросил Наруто. «Ты первый, кому я это делала, мне подсказывали, как это делать в тюрьме», сказала Рьюзицу. «Давай искупаемся, а потом спать, а то в сон клонит», сказала Наруто. «Аха, хорошо», сказала Рьюзицу. Они искупались и пошли спать. Три дня Найока и Рьюзицу отдыхали у себя в комнате, никто их не тревожил. Когда они проснулись, Найока оделся и вышел из комнаты и направился в общую комнату, чтобы налить себе и Рьюзицу кофе. Там он увидел Фуке, которая сидела одна пила чай. «Доброе утро», сказала Фуке. «Доброе», сказал Найока. «Ну как тебе Рьюзицу?» спросила Фуке. «Не понимаю, о чем ты», сказал Найока. «Я не такая глупная, как Си.» сказала Фуке. «А тебе какое до этого дело?» спросил Найока. «Да так интересно, вот и ВСЁ.» сказала Фуке. «Сама узнаешь, когда встретишь своего парня», сказал Найока. «Зачем ты так?» спросила Фуке. «А ты как думаешь, каково это жить в Канохе и думать, что ты нужен девушке, которой ты помогал в приюте, а она была рядом с тобой и просто мило улыбалась?» «Когда появился шанс, я отправил ее с Канохи как можно дальше, она выросла, стала красавицей, но забывала, что обещала, а теперь лезет в личную жизнь. «Как думаешь, зачем я так?»» спросил Найока. «Так получилось», сказала Фуке. «Как чё, так получилось?» «Ничего просто так не бывает и просто так не получается. «Просто скажи, что я никогда тебе даже не нравился, а просто тебе нужен был тот, кто защищал тебя и помогал», сказал Найока. «Ты сам знаешь, что это не так», сказала Фуке. «Тогда скажи, почему ты покинула Кацуки, раз не испытываешь ко мне ничего?» «А у тебя там остался парень?» спросил Найока. «Так нужно», сказала Фуке. «Как всегда, ничего не смогла быстро придумать. Я давно знаю, что плачешь по ночам, если хочешь, можешь иди к нему, но никому ничего не говори про нас», сказал Найока. «Замолчи», сказала Фуке. «А то что?» спросил Найока. «Иди к Сорью-зицу, которая обслуживала мой», сказала Фуке. Найока поставил кофе и оказался около Фуке, взял её за шею и прижал к стене. «Запомни раз и навсегда, ты жива ещё, потому что мне было нужно. Сейчас от тебя нету пользы, так что сиди тихо, ещё раз что-то скажешь про Рью-зицу, точка, знать твой труп даже не найду, а перед этим я стой поиграю с печатями», сказал Найока. «Что правда не нравится?» спросила Фуке. «Ещё слово и твоя шея сломается», сказал Найока. И Найока убрал руку и Фуке упал на колени и начал глотать воздух. «Я тебя предупредил, мне тебя убивать не хочется, точка, но если будешь мешать, знай, я не буду медлить», сказал Найока. «Правильно тогда сказал тот Чунин, что ты демон», сказала Фуке. «Если ты не забыла, это он сказал тебе, а не мне, точка, и в тот же момент он и умер, хочешь отправиться к нему?» спросил Найока. «Не сможешь, я тебе ещё нужна», сказала Фуке. «И зачем ты мне нужна?» спросил Найока. «Я знаю много про Акацуки, их лидер, как туда пробраться, точка», сказала Фуке. «Молодец, что сказать, Фуке думает, ты поняла, что не стоит больше много говорить?» спросил Найока. «Да, прости, я случайно вырвалась про Рюзицу», сказала Фуке. «Об этом никто не должен больше знать, не хочу, чтобы её этим травили», сказал Найока. «Не узнаю, я никому ничего не скажу», сказала Фуке. «А ты откуда знаешь?» спросил Найока. «Я её и привела сюда», сказала Фуке. «Хорошо, а ты лучше иди спать, завтра будешь тренировать и на рейхимору», сказал Найока. Найок взял кофе и отправился в комнату к Рюзицу, там увидел, что она убирала свои волосы в хвостик. «Доброе утро», сказал Найока. «Доброе утро, спасибочки за кофе», сказал Рюзицу. «Да ни за что», сказал Найока. «Отдевайся со мной, пойдёшь-ка и куда», сказал Рюзицу. «И куда?» спросил Найока. «К врачу надо сходить, что-то у меня не так», сказал Рюзицу. «Бегом сама одеваться, отправимся в Узуше, там лучшие врачи», сказал Найока. Рюзицу снила с него маску и поцеловала его. «Я сейчас пять минут и буду готова», сказал Рюзицу, и Рюзицу побежала одеваться. «Курама, что с ней?» спросил Найока. «Я не знаю пока что, мне нужно время. «И передай её чуть-чуть моей чакры», сказал Курама. «Хорошо, если что после Узуше начнём». «Не хочу, чтобы они почувствовали твою чакру в ней», сказал Найока. «Я тогда спать», сказал Курама. Курама лёг спать, а Найока начал сам одеваться в чистые. Через пять минут вышел Рюзицу, и Найока взял её на руки. Они пропали в Шуншине. Три дня они двигались в Узуше. Когда прибыли, Найока отвёл её в больницу и попросил, что её осмотрела Цунади. Санточка Микру попросила Цунади, чтобы это сделали и никому не говорили ничего, кроме Найока. Через полчаса Цунади вышла из палаты и подошла к Найоке, который сидел в стульях и смотрел на палату, где была Рюзицу. «Найока, у меня для тебя плохие новости», сказал от Цунади. «Говори, не тяни», сказал Найока. «Это трудно говорить, но Рюзицу не может иметь детей. Видимо, когда она была маленькой, её удалили матку, и теперь она бесплодная», сказал от Цунади. «В этот момент у Найока просто всё, чтобы разрушилось внутри. Это можно исправить?» спросил Найка. «Мне нужно время, чтобы понять, что да как. Если что-то не так, может быть ещё хуже», сказал от Цунади. «Она знает?» спросил Найка. «Да, поэтому она не выходит, она боится, что ты её бросишь», сказал от Цунади. «Начинайте, что нужно делать, деньги не проблема, что нужно я куплю», сказал Найока. «Мне нужны люди, которые занимаются экспериментами. Насчёт лекарств в счёт пока не могу сказать ничего», сказал от Цунади. «Арочимару подойдёт?» спросил Найка. «Да, но он пропал, никто не знает, где он», сказал от Цунади. «Два дня, и он будет тут, начинайте», сказал Найка. Найока создал клон и отправил его на базу, чтобы срочно прибыл Арочимару или он сам придёт за ним. Клон быстро отправился в страну звука. «Ты пока лучше отдохни, могу дать успокоительное, если НДО. » сказал от Цунади. «Спасибо, не надо», сказал Найка. Найока встал, убрал руки в карман и отправился в храм Узумаки, чтобы раз в жизни помолиться. «По туда», с ним пытался поговорить Курамаю, но Найока молчал. «Когда Найока прибыл там, он увидел Узукаги Санбу. Найока зашёл и сел напротив алтаря. Не думал, что отступники тоже молятся. «Сказал Акару». «Приходится, когда всё остальное не помогает», сказал Найока. «Кто-то умер?» спросил Акару. «Нет проблемы со здоровьем у девушки, а вы почему тут?» спросил Найка. «За внука молюсь, чтобы всё было у него хорошо», сказал Акару. «Наруто, думаю, был бы рад», сказал Найка. «Ладно, Найка, удачи тебе и твой девушке, чтобы всё было у вас хорошо», сказал Акару. «Акарусан, как думаете, Биджу многое смог излечить?» спросил Найка. «Почти всё, а что?» спросил Акару. «Давайте поговорим наедине, это личное», сказал Найка. «Анбу пропали». «Что случилось?» спросил Акару. «Моя любимая девушка бесплодна», сказал Найка. «Тут Биджу может помочь, моя дочь Кушина с детства была бесплодной. Но когда в неё запечатали Биджу, всё со временем было хорошо. Так тебе нужен Биджу и при том, чем больше хвост, то чем больше», сказала Акару. «Тогда я запечатаю в неё трёххвостого, вы не будете против», спросил Найка. «Буду, он охраняет Узуши», сказала Акару. Найка понимал, что у него два выбора. Доверить Сарычу Маруицу надеялись снять маску и запечатать Биджу. После отказа Акару в том, чтобы запечатать трёххвостого в Рюзицу, точка Найка задумал, что делать. «В Конохе на данный момент есть джинчирики, как неизвестного в нём запечатан Семи хвосты», сказала Акару. «Кто его охраняет там?» спросил Найка. «Акатюки, плюс шина Беконохи», сказала Акару. «И зачем они там его держат?» спросил Найка. «Они думают, что вы охотитесь на них», сказала Акару. «Озуши поможет мне?» спросил Найка. «Нет, я не хочу, чтобы жители моей деревни умирали», сказала Акару. «Тогда сюда прибудет вся организация, чтобы отправиться в Коноху. А вы помолитесь за Наруто? Думаю, он бы пожёл со мной», сказал Найка. «Не пошёл бы, он знает, что его бы там ждали и сразу бы подавили лиса», сказала Акару. «Его нельзя подавить», сказал Найка. «Удачи тебе», сказала Акару. И Найка покинул храм и передал клону. Чтобы тот собирал всех, и что все готовились к бойне. Он сам отправился тренироваться на старый полигон, где он раньше тренировался до ухода из Узуши. «Три дня Найка тренировался и пытался зайти к Рьюзицу, но его не пускали. Говоря, что Рьюзицу нельзя волноваться. «Точка, когда он вышел из больницы, передним уже стояла вся организация. Я к ней, а ты скажи им, зачем они тут», сказала Рачимэру. «Ребята, мне нужна ваша помощь, но это может быть последний бой для каждого из нас», «точка», сказал Найка. «Никто из нас не собирался долго жить», сказал Найка. «Мы тебе говорили, что с тобой до конца, и в этот раз мы с тобой», сказал Цаски. «Куда идём?» спросила Фуке. «Кноха мне нужен джинчурики семихвостого. Но там Акацукиши на Беконохе», сказал Найка. «Анбу я возьму на себя. Всегда хотел поиздеваться над ними. Сказал Минато. «Пару-тройку джанинов я возьму на себя», сказал Сакума. «Итачи мой», сказал Цаски. «А я прикрою тебя», сказал Найка. «Выходим завтра на рассвете, прибудем туда, уже будет поздно, воспользуемся этим», сказал Найка. «Всё пошли по Узыши прогуливаться и осматривать деревню». Найка отправился в больницу. «Что узнать всё о Рачимару?» Спустя три часа вышел Рачимару с Цунади. «Скажи, что всё будет хорошо», сказал Найка. «Будет, я и не такое делал, но будет долгое восстановление, очень долго», сказал Найка. «Я запечатаю в небе джу», сказал Найка. «Когда он будет у тебя?» спросил Найка. «На рассвете отправляется за ним в Канаху. Если всё будет хорошо пять дней», сказал Найка. «Что Цунади, тряхнём стариной?» спросил Рачимару. «А кто будет присматривать за Рюзицу?» спросила Цунади. «Карин и Гурин, они позаботятся об Рюзицу». «Надеюсь, Джирай не потерял форму», сказала Рачимару. «Не потерял, он каждый день тренируется», сказала Цунади. «Ну, значит, скоро Канаха увидит трёх санинов», сказала Рачимару. «Найка, а у тебя есть призыв?» спросила Цунади. «Да есть», сказал Найка. «А какой?» спросила Цунади. «Шенигами мой призыв», сказал Найка. «Пока есть время побудь с Рюзицу, завтра выходим», сказала Рачимару. и Найка. «Найка зашёл в палату, где плакал Рюзицу. «Опять плачешь?» спросил Ненок. «Ты уже знаешь?» спросила Рюзицу. «Да всё будет хорошо, не бойся, я тебя не брошу», сказал Найка. Найка сел на кровать к Рюзицу, и она обняла его. «Куда вы все отправляетесь?» спросила Рюзицу. «Да так в гости зайти в Канаху», сказал Найка. «Только аккуратней там», сказал Рюзицу. Найка решил кое-что узнать, что Цунади отправил к ней клона, после трёх минут Найка узнал то, что ему было нужно. «Рюзицу может займёмся этим?» спросил Найка. «Я не уверена, что можно сейчас», сказал Рюзицу. «Можно я всё узнал у Цунади», сказал Найка. «Чего раньше молчал», сказал Рюзицу, и Рюзицу толкнула Найка, чтобы он упал спиной на кровать, а сама начала раздеваться. Найка не стал медлить и тоже стала раздеваться, и Рюзицу. Всю ночь они этим занимались, когда встало уже солнце, Найка уже был готов на выход, а Рюзицу спала. Через пару минут к воротам Азуши прибыл все члены организации Курама. Два дня у них заняла дорога до Канухи и обсуждение плана. И с наступлением ночи они напали на Канахуса Кацуки, которые не ждали их. «Когда они зашли в Канаху, Минато быстро вырубил охрану, убивать их он не стал. Минут пять они оставались незамеченными, пока Саски не увидел Итачи с девушкой. Саски достал Куна и кинул в Итачи. «Он мой», — сказал Саски. «Не заигрывайся с ним, а то он тебя убьет», — сказал Найка. Саски побежал на Итачи, а вокруг организации появились шины Беконохи. «Ебаный насос, вот мы и попались», — сказал Найка. «Сдавайтесь выхода, у вас нет», — сказал Хакаги. «Минато как ты и хотел анбу твой, наджи с Сакума держись, и кору, шизу-ка используйте только техники дальнего действия», — сказал Найка. И Сакума напал на Джанина. «Ну здравствуй, сынок», — сказал Сакума. «Вы ошиблись, я вам не сынок», — сказал Какаши. «Как бы ты ни был силен, но ты никогда не мог скрыть удивление», — сказал Сакума. «Мой отец умер, пусть так и останется», — сказал Какаши. И Какаши использовал Райки Ри, а Сакума достал клинок. «Минато напал на анбу и игрался с ними, раскидывая их направо, и налево. Найка стояли, смотрел за всем этим, но его хотел ударить со спины. Но помешал барьер, который появился за спиной Найка. И все видел в отверстии у Найка, что его глаза изменился. «Пора Канухе поплатиться за все, что вы сделали», — сказал Найка. «Мы ничего не сделали», — сказал Хакаги. «Вы убили людей из деревни недалеко от вас. Оставили маленького ребенка одного, и связались с Укацуки, которые напали на Кума и Ивы, чтобы забрать из джинчурики. И закройте свой рот, Фугаку», — сказал Найка. «Сними маску-трус и сражайся», — сказал Фугаку. «Если я ее сниму, многие сразу умрут. Лучше я буду в ней сражаться», — сказал Найка. «Как хочешь, но знай, мы похороним вас прямо тут, и тогда наступит спокойное время», — сказал Фугаку. «И на Найка начали нападать все, кто был рядом. А Найка просто стоял и смотрел на всех. «Да будет взрыв», — сказал Найка. «И в Канухе начали взрываться все старые печати Наруто, которые он ставил в 12 лет. Фугаку ведет и отправил людей, чтобы он помогли людям. А Найка в этот момент начал покрываться Чикрой Биджу. Когда Найка начал покрываться Чикрой Курамы, все начали отпрыгивать назад, чтобы обдумать план действий, и потом уже напасть. Но Найка не стал ждать, когда они нападут первыми, и сам напал, но сначала на Джанинов и Чунинов, он не стал их убивать, а просто вырубал всех. Через пару минут многие были вырублены, и Найка хотел уже начать поиск Биджу, но появились Сакура с Тинтин и Хинато. Найка решил проигнорить их и пошел в сторону Большой Горы, так как он был уверен, что Биджу будем там точкой, но в него полетели все оружие и свитка Тинтин. Найка не стал оборачиваться и пропал с полезрения и оказался за спиной у Тинтин. «Достали вы меня уже», — сказал Найка, и Найка убил Тинтин, а потом и Сакуру. «Ты беги лучше к Хиаше, пока не стало следующей», — сказал Найка, но Хинато напала на него в Тайдюцу. Найка не стал ее бить и просто уворачивался, но ему это надоело, и он ударил ее в шею, и Хинато обмякл и упала на землю. Он пошел к горе, как он и думал, там он увидел девушку под печатями и ее охраняли Акацуки. «Надо было раньше вас всех убить», — сказал Пейн. «Отдайте мне ее и уходите, а то отправитесь к Дейдаре», — сказал Найка. «Не она нам нужна для нашего плана», — сказал Пейн. «Не получится у тебя сделать так, чтобы луна стала красной точкой, и я тебе этого просто так не позволю», — сказал Найка. «Кокозу, Хидден, Сасаря, кис и Милн ваш, убейте его и присоединяйтесь к нам в убежище», — сказал Пейн. Пейн взял девушку, и они пропали, уйдя под землю. «Хидден, я смотрю, ты смог пришить себе голову», — «после сына и точка», — сказал Найка. «Не повредите его маску, он много стоит на черном рынке», — сказал Кокозу. «За вас я получу пять шесть миллионов рио, думаю, этого хватит, чтобы помочь деревне», — сказал Найка. И Найка начал складывать печати, и за его спиной появился Шенигами. «Забирай», — сказал Найка. «Один бездушный, он на тебе», — сказал Шенигами. «Твою мать, не думал, что меня убьют Шенигами», — сказал Кисами. «Убегать бесполезно, у вас не получится это сделать», — сказал Найка. Шенигами отделился от Найка и напал на Кокозу с Кисами, а Найка на Хидден и Сасари. Сасари сразу использовал третьего Казикоги и хотел им ударить по Найка, но барьер не дал этого сделать. «Хидден, твой мать не стыд», — сказал Сасари. «Твой друг тебя уже не слышит, можно сказать, он в моем гендюцу. А ты скажи мне, кто был парнем Фуки в Акацуки?» — спросил Найка. «Зачем тебе это знать?» спросил Сасари. «Хочу его убить первым», — сказал Найка. «Хидден», — сказал Сасари. «Тогда проще и Сасари красных песков», сказал Найка. И цепь Конвифуса проткнула его сердце. Найка подошел к Хиддену и поставил на него печати, чтобы Хидден не смог ничего сделать и запечатал его в свиток. «Ты там долго?» спросил Найка. «Дай мне поиграть с ними», сказал Шенигами. «Не заигрывайся, еще есть дела неоконченные», — сказал Найка. «Ладно», — сказал Шенигами. И Шенигами убил Кэку с Ускисами. «Тебе их души, а мне их тела», — сказал Найка. «Призывай, когда будут такие соперники, люблю сильных убивать», — сказал Шенигами. И Шенигами пропал. Найка запечатал все трупы и отправился назад, что сказать всем, чтобы отступали. Когда Найка пробегал мимо, Фугаку его остановил Курама. «Помоги ему выйти из Гиндюцу», — сказал Курама. Найка полошил на него руку и Фугаку отпрыгнул от Найка. «Ты кто?» — спросил Фугаку. «Неважно, ты был в Гиндюцу, его наложили Акацуки. Ида, семи хвост, и Биджу пропал его. Забрали Акацуки. Лучше сейчас помогите жителям, чтобы не умерли они просто так», — сказал Найка. Найка выпустил свою ки и все оказались около него. «Уходим». Биджу забрали Акацуки. «Все скажу уже там», — сказал Найка. И все пропали. Фугаку начал все вспоминать, что да, как было и понял, когда его могли поймать в Гиндюцу, где точка ОН сказал, чтобы все связи с Акацуки были прекращены и негдинные помогли людям, которые пострадали в нападении. Точка, когда организация была уже возошла, Найка достал свиток, появился Хидден. «Вот тебе и твой парень», — сказал Найка. «Спасибо тебе», — сказала Фуке. Найка все всем сказал и отправился к Акару для разговора с ним. Точка, когда он прибыл, попросил, что Анбу покинули дом Акару, что надо поговорить с глазу на глаз. Точка, Анбу покинули дом и спустилась Микару. Найка прошел на кухню, сел на стол и снял маску. «Ну здравствуй, старик», — сказал Наруто. «Я думала, ты никогда не снимешь ее». Точка сказал им Микару Акару, когда видел Наруто живого и поняв, что в храме он отказал ему, когда ему нужна была помощь. У Акару пошли слезы, от осознания этого всего. «Может обнимешь внука?» — спросил Наруто. И Акару вспомнил, как он говорил Наруто, в канухе то же самое. «Я был бы рад», — сказала Акару. И Найка оказался рядом и обнял его. «Я знаю, что не могу этого просить, но прости меня, Наруто», — сказала Акару. «Молчи, просто молчи», — сказал Наруто. «Акару позволь Наруто забрать треххвостого», сказала Акару. «Идем, Наруто, будем запечатывать его в твою девушку», сказала Акару. «Я сам это сделаю», сказал Наруто. Акару дала ему подзатыльник. «Сказали же тебе, что запечатают», сказала Акару. «За что ты так?» спросил Наруто. «Отступник С-ранга, а получает плюхи от бабушки», сказал Акару. «Я лучше буду получать от них», «зато они будут рядом», сказал Наруто. «Иди за девушкой и приводи ее к озеру, у тебя на это три минуты», сказал Акару. Наруто пропал и оказался в больнице без маски, там была Цунади с Арачимару и Джирайя. «Наруто?» спросил Ацунади. «Я забираю ее, Арачимару, идешь со мной», сказал Наруто. Наруто забрал Рюзицу с Арачимару и пропал в огненной вспышке. Они оказались около озера, где уже был Акару Санбу и начал появляться Треххвостый. «Никому не дергаться», сказал Наруто. «Опять эти глаза», сказал Треххвостый. «Прости Исабу, так нужно сделать», сказал Наруто. Исабу посмотрел на Рюзицу. «Только иногда дувай мне с воду», сказали Сабу. И Наруто начал запечатывание Исабу в Рюзицу. «Анбу и Акару стояли позади Наруто и не дергались, как он и сказал. Но в последний момент появились Акацуки и хотел забрать Исабу. Но Наруто использовал Цимикон в Ифузу и именно падал на Акацуки и запечатывал биджу. «Анбу и Акару помогали ему против Акацуки». И через пару минут Наруто закончал запечатывание и Акацуки хотели сбежать. «Место и время?» спросил Наруто. «Через неделю в стране ветра, мы объявляем войну всем странам», сказал Пейн. «Жди меня, я лично приду за тобой Нагато», сказал Наруто. И Пейн пропал. Наруто взял Рюзицу и они переместились в больницу где Цунадисара и Чимару начали лечить Рюзицу. А Наруто сидел на крыше больницы и смотрел в небо. Всю неделю Наруто просидел на крыше больницы, иногда заходя в палату к Рюзицу. Но она все время спала, так как ее нужно восстановиться. ВСЮ 5 стран уже знали о войне и готовились к ней. И вот когда пришел день выходить из Озуши Наруто зашел к Рюзицу, чтобы узнать как она там точка но она спала, Наруто снял плащ на крылом Рюзицу. «Я скоро вернусь», сказал Наруто. И Наруто поцеловал Рюзицу в лоб и пропал. Он оказался около ворот, где были уже готовы Шиноби к войне. «Наруто-сан, мы готовы к войне», сказал Джероя. «Только не говорите, что меня за старшего отправили», спросил Наруто. «Даузу Каги-сама, отправится к всем Каги и будет сидеть в штабе», сказал Мейери. «Тогда выдвигаемся в Кума, не будем заставлять нас ждать», сказал Наруто. «Два дня они добирались до Кума, где Наруто не хотели впускать, но по приказу Рай Каги его пропустили». Наруто прошел к всем Каги, где он сел на стул, за его спиной был Минато и Сакума. «Дожились, объединяемся с преступниками». Сказал Цучи Каги. «Не вам этого говорить, Цучи Каги, я знаю, что вы пользовались услугами о Касуке. И давайте не будем забывать, зачем мы тут», сказал Наруто. «Как ты тогда выжил?» спросил Рай Каги. «Скажем так, я был к этому готов, но сейчас Рай Каги, у нас другие проблемы», сказал Наруто. «Каги давайте решил, кто и куда, нужно правильно распределить силы», сказал Акару. «Это будет проблемой, многие не захотят быть в одном отряде с Шиноби и другой страны», сказал Кази Каги. «Может отправим каждую деревню в разные направления?» спросила Мизу Каги. «Нет, так быстро можем проиграть, надо собрать отряд Шиноби на разных дистанций, собрать пять отрядов, один ближний бой, второй средний, третий дальний, четвертая разведка, пятый отряд будет особенным, туда будут входить Шиноби, которые могут действовать на нескольких дистанций», сказал Наруто. «Неплохо», сказал Фугаку. «Кто за или против?» спросил Мифуни. «Все подняли руку, что за?» «А ты сам будешь участвовать?» спросил Мифуни. «А куда вы без меня?» сказал Наруто. «Я предлагаю сделать Наруто командиром пятого отряда», сказал Акару. «Нет, спасибо, мне моих хватит», сказал Наруто. «Тогда кто?» спросил Фугаку. «Ну смотрите, Мината на Микадзе, может биться на ближней дистанции и на средней точке Сакума-Хатаки, бьется на ближних дистанций», сказал Наруто. «Люди не пойдут за отступником», сказал Райкаги. «Тогда предлагаю Мифуни-сан», сказал Наруто. «Я не против», сказал Мифуни. «Но командиром пятого отряда, я бы посоветовал поставить Какаши-Хатаки точкой и туда же назначить Сакума-Хатаки и Мината на Микадзе», сказал Наруто. «Ваша организация и в каком будет?» спросил Фугаку. «Не в каком, у меня другая задача, а у вас другая точка», сказал Наруто. «Говори, что знаешь», сказал Райкаги. «Все дженчурики, кто может полностью владеть силой своего биджу, должны находиться на поле боя. А те, кто не может, должны будут быть спрятанными так, чтобы никто из Каги не знал об этом», сказал Наруто. «Наруто-сан, есть то, что мы должны знать?» спросил Акару. «Да, есть, я знаю, что хотят сделать Акацуки. В прошлом это уже было. Теперь это повторяется снова, но если это повторится, знают и никто из нас не выживет. Все станут кормом для древа», сказал Наруто. «Что за древо?» спросил Казикаги. «Десяти хвосты, наша задача будет, не дать Акацуки захватить всех биджу», сказал Наруто. «У них есть три биджу», сказал Цучу Каги. «Я знаю, как все закончится, я запечатаю их снова.» сказал Наруто. «Командиром тогда второго отряда пусть будет дару из облака. Третьего вы Казикаги», сказал Райкаги. «Я не против, давно уже не убивал», сказал Казикаги. «Четвертый отряд возглавит Арачимару», сказал Наруто. «Хорошо, значит пора собираться», сказал им Мизу Каги. «Все Каги Наруто вышли из кабинета и направились к то куда. Наруто отправился к своим, чтобы все им сказать и чтобы они готовились к бойне. ВСЮ были готовы и начали просто проверять оружие Куна и Сюрикена и печати свитками. А Наруто ушел на улицу и сидел там. «Выиграете войну, все скажу тебе про Хагарама и про все, что хочешь узнать», сказал Курама. «А я что-то уже забыл про это, если честно, как думаешь, если я выживу и с Рюзитсу все будет хорошо у меня с ней что-то получится?» спросил Наруто. «Подругому быть не может, точка, думаю, ты уже давно искупил свою вену за все, что ты сделал», сказал Курама. «Было бы хорошо, если все получится, точка», сказал Наруто. «Может откроешь клетку?» спросил Курама. «Она открыта, просто толкни ее и она откроется», сказал Наруто. И Курама хотел ее открыть, но не получилось. «Ха смешно», сказал Курама. «Я же тебе говорил, что придет время и я верну тебе должок», сказал Наруто. И Наруто спустился в подсознание, точка, и активировал Узукаги и начал складывать печати, точка, и уже хотел открыть клетку и перед ним появился Хирузин Сарутаби. «А ты вырос, Наруто», сказал Хирузин. «Здравствуйте, Хирузинсон», сказал Наруто. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» спросил Хирузин. «Да знаю, Курама давно уже должен был быть вне клетки», сказал Наруто. «Ты копия своего отца, надеюсь, Минато с Кушиной и Минма с Митой помогают тебе», сказал Хирузин. «Я убил Минму и Митой, они убили Кушину, точка, Минато со мной находится, зря вы тогда умерли, точка, после вашей смерти, Кинаха прогнила сильно», сказал Наруто. «Не думал, что так все будет, что же Наруто мне пора, точка, сказал Хирузин. «Скоро мы с вами встретимся», сказал Наруто, и Хирузин пропал и клетка открылась. «Все доволен?» спросил Наруто. «Да, а теперь воля отсюда, дай мне поспать», сказал Курама. Наруто вышел из подсознания и пошел сам готовиться, точка, и на следующий день были собраны все отряды и назначены командиры. Каги всех стран толкнули речь, которую Наруто даже не слышал, точка, и все выдвинулись кому-куда, сказали точка, а Наруто отправился на встречу с Пейном, «Всегда покончите со всем этим дерьмом», точка, и узнать, чья организация сильней точка, по лдня Наруто бежал на максимальной скорости к месту встречи и увидел там всех Акацуки, которые ждали его. «Я думал, ты струсил», сказал Пейн. «Были дела», сказал Наруто. Около Акацуки появились шесть грабов и Наруто увидел на каждом из них именно точка ОН был в шоке, что кто-то захотел их призвать. «Не думаю, что вы сможете их контролировать», сказал Наруто. «Ох, не волнуйся, сможем, ты главное и быстро не умри, точка, хочу напоследок поиграть у тебя на глазах с Рьюзицу», сказал Пейн. «Зря ты это сказал», сказал Наруто. Наруто начал складывать большую серию печатей и за ним появились 20 грабов. «Вы же не думали, что я сюда придумник готовым?» спросил Наруто. И крышки всех грабов упали. Как открыли гробы со стороны Акацуки там появились Мадара, Дейдара, Майтодай, Хаширама, и Абита. «Неплохо, Мадара и Хаширама. Я даже тебе похлопаю, точка, но ты забыл одну вещь и Узумаки, твою мать», сказал Наруто. И гробы за спиной Наруто начали открываться, там был Табирама, Митта Узумаки, Хирузен, Кушина, и малоизвестный Ашинаби, точка, но самым опасным, для всех был последний гроб, он открылась и почти всех и на нем не было надписи точка и пред всеми предстала Ашина Узумаки. «За тобой сила глаз, за мной близкий», сказал Наруто. «Где это я?» спросила Ашина. «Ашина-сан, я Наруто Узумаки, ваш правнук», сказал Наруто. Наруто активировал Узукаги. «Наруто, сынок», сказала Кушина. «Я убил Минму Смита за тебя, точка», сказал Наруто. «Не стоило этого делать», сказала Кушина. «Не думал, брат, мы с тобой столкнемся против друг друга», сказал Табирама. «Табирама-сан, он под контролем и дотенцией. «Не кого из вас я не буду контролировать, мне это не нужно», сказал Наруто. «Я всегда хотел увидеть свою внучку и ее правнуков», сказала Ашина. «Потом все обсудим, сейчас надо убить всех врагов», сказал Наруто. И у Ашина в глазах появился Узуган. И Наруто начал нападать на пиуны и всех, кто рядом, и началась битва за будущую жизнь. Табирама-сан, напали на хишарамы, Ашина бился против Мадары, точка Хирузин бился против Мэдадай, ему помогали остальные воскрешенные, точка Часа Три Наруто бился против Пейна и его шестерок. Наруто смог только трех убить, но сам был немного ранен. «Не убивайте его, он должен видеть, как я буду играть с Рьюзицу», сказал Пейн. И Наруто начал покрываться цепями Конвэпуса. Когда это увидел Ашина, он отпрыгнул как можно дальше от Наруто. «Все увидел, что цвет глаз Наруто с красного на небесного голубой точкой во всех Акацуки полетели цепи, куда посмотрит Наруто. Когда он попадал, он цепями просто делал из человека решето, а потом ставил на них печати. «Пейн, быстро убей его», сказал Мадара. И Мадара обернулся и увидел у себя за спиной Наруто, который стоит и смотря на него, а за его спиной Шинегуми точка с глазами как у Наруто. «Основатель учих, а на самом деле трус», сказал Наруто. Шинегуми проткнул Мадару свой имтент и забрал его душу. Пейн, когда это увидел, начал паниковать и хотел, чтобы все начали отступать. «Не убежишь, теперь я поиграю с тобой», сказал Наруто. Все, кто это видел, были шокированы, что Наруто за один свой шаг прошел расстояние в 50 метров. «Да кто ты такой?» спросил Пейн. «Запомни мой имя Наруто Узумаки», сказал Наруто. В руке Наруто появилась Танта, Наруто связал ручку Танта цепями и начал махать Танта во все стороны. Через пару минут остался только Пейн, который выжил благодаря глазам. «Твой Нинган слаб, как и ты», сказал Наруто. Наруто склал одну печать и на нем появилась кимоноши Нигами. «Поиграем, сука!» крикнул Наруто и Пейн хотел убежать, но барьеры не давали этого сделать, и в один момент когда Пейн отвлекся, Наруто пробил его грудь Танта. «Ты такой же трус Нагата, как и Мадара», сказал Наруто. Наруто пропал в огненной вспышке и оказался рядом с Нагата. «Давно надо было тебя убить, щенок», сказал Нагата. «Твоя душа, мой глаза», сказал Наруто. Наруто вытянул руку и проткнул грудь Нагата насквозь, потом он забрал глаза и убил Канан, которая была рядом с Нагата. «Хватит с тебя, и временно исходи», сказал Шенигами. «Спасибо тебе большое», сказал Наруто. «Больше ты не должен использовать эту стадию призыва. «Ты можешь не выдержать», сказал Шенигами. «Раз ты так говоришь, хорошо не буду, и да спасибо, что душу Хирузиона выпустил», сказал Наруто. «Пустяк, но пора отменить Эдотинси», сказал Шенигами. «Еще чуть-чуть, пусть они помог миру не сгнить, потом я отменю технику», сказал Наруто. «Бывает, Терц», сказал Шенигами. И Шенигами пропал, Наруто используя Хирайши и наказался на поле бой, где была битва. Точка там он все сказал всем. Насчет войны и что им нужна их помощь в последний раз. «Все помощь». «А что делать с ним?» спросил Акушина и Наруто увидел воскрешенных Хашираму, Майтадай, обитые Дейдару. «Надо их запечатать», сказал Наруто. «Но они начали пропадать». «Что за хуйня?» спросил Наруто. «Кто-то оменил технику», сказал Тебюрума. «Тогда идемте поможем остальным», сказал Хирузин. «Два дня понадобилось, чтобы убить всех Зецу и сторонников Акацуки. «Все оплакивать погибших». «Что же прощайте», «Спасибо вам, что помогли», сказал Наруто. «Не повторяй моих ошибок, не бойся никого и не надо закрываться в себе», сказала Шина. «Прости меня, сынок», сказала Акушина. «Что же, Узумаки, давай быстрее, я хочу к брату», сказал Тебюрума. «Ты был бы достойный замены», сказал Хирузин. «Я рада, что у Узумаки еще остались Шинаби, как ты», сказала Мита. «Наруто развеял технику, точка, и на следующий день все были отправлены кто куда, точка, Наруто отправился собираться дорого стоящих преступников, чтобы получить за них деньги, точка, но по дороге домой он увидел вход, который вел под землю, точка, Наруто зашел туда и увидел статую Гида. «Так вот-то где пряталась», сказал Наруто. Наруто начал искать способ вытащить из нее Биджу, точка Курама подсказывал ему, как попробовать, точка, но не получалось, но за его спиной появился Анбу Волк. «О, а ты чего тут делаешь?» спросил Наруто. И Волк снял маску, там Наруто увидел себя, но уже возрасти. «Это как понимать?» спросил Наруто. «Я это ты, но будущего, точка», сказал Волк. «Ну как?» спросил Наруто. «Все вопросы к Хагараму, это он попросил меня присматривать за тобой, оставаясь в тени», сказал Волк. «Но я тебя больше нигде не видел, кроме Канухи», сказал Наруто. «Видел много раз, я всегда был рядом и позволил бы тебе умереть просто так, точка», сказал Волк. И Волк превратился в Химиари, точка, потом в Фуке. «Я думал, почему Фуке мне все время отказывало», сказал Наруто. «Ладно, Наруто, мне пора, мне ждет мое любимое. Главное запонятые, только ты строишь свое будущее», сказал Волк. «Волк помог Наруто сбить жувги до мазы и запечатал их в Наруто. Я сгорел в огне, точка Наруто решил никому ничего не говорить, а то еще подумают, что свихнулся, точка, он отправился в Узуше. Когда он прибыл туда, его ждала Рюзицу, точка Наруто сразу обнял ее, и они пропали и оказались на крыше больницы. «Ты как?» спросил Наруто. «Я отлично, мне сказали, что я теперь смогу забеременеть», сказал Рюзицу. «Я бы хотел тебе кое-что сказать». «Но при всех, чтобы все это знали», сказал Наруто. «В этот же день всех в Узуше попросили собраться на главной площади Узуше. Рюзицу, я знаю, что возможно сильно тороплюсь, но я бы хотел, чтобы ты стала моей женой», сказал Наруто. И Наруто протянул кольцо, точка, все ждали ответа Рюзицу. «Конечно, я согласна, дурачок», сказал Рюзицу. «Через полгода сыграли свадьбу, еще через два года истории любви Наруто Узуумаки». Рюзицу Узуумаки бегала по дому, с риннинганом в глазах. Наруто запечатал в свине трех биджу, которые будут ему как курамы для Наруто. Сына не назвали Ашину Узуумаки.